Глава четвертая. Годы гимназии. Лев Иванович Поливанов. Всякий раз, когда память выкидывает мне сентябрь 1891 года, у меня впечатление, будто дверь в мою жизнь отворилась, и жизнь оказалась лишь детской комнаткой. Дверь отворилась стремительно, с катастрофическую быстротою, и в пороге ее встала вытянутая, великолепнейшая фигура льва Ивановича Поливанова, чтобы в следующий момент мощным львиным прыжком опрокинуться на меня. Высокий, сутулый, худой, серый, пышно зачесанный гривой, на плечи упавших волос, с головою закинутый, носом приятно скругленным, под потолочный, под угол. С черно-серой подстриженную бородою, щетиную, всклоченной, прямо со щек, прихудых, двумя темными ямами всосанных под мертвосерыми скулами, очень высокий, сутулый, худой, с придлиннейшими, за спину закинутыми руками, в кургузы курчоночки синего цвета, подчеркивающие придлинные и прихудейшие ноги, он ринется вот на меня ураганами криков, от баса до визга тончайшего, кинется роем роскошеств, развертывающих перспективи щи. Как описать мне его? Всякий раз, когда я прикасаюсь к перу, чтобы им зачертить силуэт Поливанова, я отступаю. Попытка наталкивается на почти непреоборимые трудности. Очень легко подчеркнуть для писателя нечто типичное в человеке. Отвлекшись от частности и выявить это типичное, и невозможно почти зачертить тип готовый. Попробуйте дать силуэты Сикстинской, Мадонны или Микеланджеловского Моисея. Тут фотография действует с большей легкостью, чем живописание публициста и даже художника слова. Вот первое признание Поливанове. Законченный тип или портрет, нарисованный кистью великих художников, бурно вырвавшийся из рамы в жизнь быта Москвы, в нем сложивший себе свою раму и в раме заживший рама дом Пегова, стоящий на углу Причистинки и Малого Левшинского переулка. Да, Лев Иванович поражал воображение всех воспитанников, от приготовивших до восьмиклассников, продефилировавших мимо этой фигуры на протяжении минимум тридцати лет. Ставши студентами, преподавателями, профессорами, артистами, они продолжали избегаться к этому в собственной раме стоящему произведению Микеланджело под форму посещения вечерних субботников Льва Ивановича в том же доме Пегова. Лев Иванович поражал воображение преподавателей Поливановской гимназии, поражал воображение всех, приходящих с ним в конкретные соприкосновения. И, вероятно, он-то и пленил навсегда такого крупного умницу, каким был покойный Сергей Алексеевич Усов, когда этот последний между лекциями по зоологии прибегал в дом Пегова читать воспитанникам Поливановской гимназии лекции о Микеланджело, которого он так любил. Лев Иванович впоследствии дал прекрасные воспоминания об этих лекциях, но он, разумеется, не отметил. Среди произведений великих итальянских художников было одно художественное произведение, которое постоянно восхищало художника в Усове, и это произведение — Лев Иванович Поливанов, один из пророков, заготовленных Микеланджело для Сикстинской капеллы и случайно не попавший в компанию Даниила, языки Иля и прочих художественных шедевров. Лев Иванович Поливанов был готовый художественный шедевр, тип, к которому нельзя было не прибавить, и от которого нельзя было отвлечь типичные черточки, ибо сумму этих черточек был весен. Не человек, а какая-то двуногая воплощенная идея гениального педагога. Все прочее, что не вмещалось в педагоге, не было интересно в Поливанове. Не были интересны его живые трудлюбивые примечания к ученическому собранию с чинений Пушкина для воспитанников. Не было интересно толстое с чинение о Жуковском под псевдонимом Загарин. Даже живые, прекрасные его хрестоматии не были интересны по сравнению с Львом Ивановичем, оперирующим этими хрестоматиями. Ничто сумма трудов Л. И. Поливанова по сравнению с Л. И. Поливановым, оперирующим этими трудами для воспитанников именно частной гимназии Поливанова. Но в его руках, при его исполнении, эти труды превращались в фуги и мессы Баха, а его виск, рев, скрик, интонация, жестикуляция — все способы вжигать в воспитанников любовь к прекрасному — выглядели райскими песнями какой-то супер-патти. Вспоминая эти симфонии живых действий, вытравляющих в душе, как в гравировальной доске, неизгладимые линии жизни, видишь, в этих действиях мы схватывали непроповедуемое нам что, а как подхода к явлениям живого слова. Живет себе тихо, не зная буль, этакий одиннадцати-двенадцатилетний мальчонок. В один прекрасный день поведут его по Левшинскому переулку в дом Пегова. Он думает, что это его отдают в гимназию. — Гимназия ни при чем, гимназия рама. Не в этом вопрос хороша или дурна поливановская гимназия. Она может быть и дурной, и хорошей, впечатление от нее побочное. Суть в том, что внутри этой рамы какая-то печь Даниила или яма со львами. Впечатлительный мальчик и не подозревает, что в этой гимназии его посадят, между прочим, и в львиный ров. Лев нападет с рыком и ревом, и перепуганный мальчик будет думать, лев его съест, а лев, оскалив зубы, рычая и прыгая вокруг него, в самый страшный момент, вдруг превратится в некое нежное видение, и вместо льва появится лев с большой буквы. Так звали мы Льва Ивановича. И, сломав все обычные перспективы детской комнатной жизни, простым нарисованием на доске орла римского легиона, введет в широкую и интереснейшую картину, если это случится в первом классе, где он преподавал латынь. Впечатлительный мальчик Если это будет урок, В старшем классе. И именно объяснение значений Шекспира, будьте уверены, после этого урока воспитанник частной гимназии будет в годах урывать все свободное время, чтобы отдаться чтению Шекспира и проблеме театра в ущерб успехам своим в частной гимназии Поливанова. И учителя истории, математики, латыни отметят, воспитанник Бугаев перестал учиться. Не перестал учиться, а начал учиться Шекспиру, который был ему подан, как, во-первых, Шекспир, во-вторых, как вы не видели Федотову в роли леди Макбет, бросьте все и бегите. Ему уж заодно будет подана великая воспитательная роль театра. С визгом, с криком, с брыком длинных подскакивающих ног, с Росси, детали игры, которого будут поданы ученикам, и класс сбежится к льву. И лев, забыв, что урок кончен, что и перемена меж уроками прошла, что нетерпеливый учитель следующего урока стоит у двери и ждет, когда же директор опомнится и уступит ему место, объясняет значение Росси. Опомнится. Какое там. После такого разбора и даже воспроизведения жестов Росси кончено. И воспитанник Бугаев, и весь класс за ним, по законам Овидиевой метаморфозы, превращен в шекспиристов. Отныне Шекспир, Малый театр, Ермолова, гастроли Мунэсюли вытеснили приготовление уроков, и учитель латыни удвоит количество двоек, не понимая, кто же испортил класс. Испортил директор Шекспира Малисофокла. А учитель истории, сам бывший поливановец, сам некогда с гимназической скамьи, заигравший в шекспировских ролях и даже игравший Ромео под режиссурой Поливанова, тот все поймет. Я говорю о Владимире Егоровиче Геоцинтове, преподавателе истории и географии некогда. А чего вы урока не выучили? Как же, Владимир Егорович, ведь у нас Лев Иванович... Он улыбнется сочувственно, сам понимает, и лишь для проформы заметит. А все-таки надо бы выучить. Но двоек не выставит. Ибо двойки по истории не выставляемы там, где незнание новой истории от узнания параграфа в истории западной литературы. Был урок объяснения роли Шекспира. Произошло событие, выгравировавшее в целом классе неугасаемую любовь к театру. И навсегда. Итальянский актер-трагик Эрнесто Росси гастролировал в России в 1890-м, 95-м, 96-м годах. Выступал в шекспировском репертуаре, а также в ролях Дон Гуана и Барона, каменный гость, скупой рыцарь Пушкина. Иоанна Грозного, смерть Иоанна Грозного, Алексея Константиновича Толстого. В 1870-е годы Поливанов организовал, в основном из бывших гимназических учеников, шекспировский кружок, просуществовавший около 10 лет и исполнявший публично «Гамлета», «Отелла», «Ромео» и «Июлию», «Кориолана», «Двенадцатую ночь» и «Генриха IV». Постановкой всех спектаклей руководил Поливанов. Французский актер Жан Мунесю Ли гастролировал в России в 1894 году, прославился в ролях трагического репертуара «Шекспир», «Росин», «Вольтер». В казенной гимназии за незнание урока истории поставят двойки, а в Поливановской будет учтено, что незнание от узнания, не успех от успеха. И уже в одном этом огромная победа над казенщиной, которую так ненавидел Лев Иванович. Как увидит у воспитанника казенного типа тетрадку для записывания уроков, вырвет ее, взорет, подчас разорвет. «Терпеть не могу этой казенщины!» И, о, огласит весь дом Пегова, и надзиратель испуганно выскочит из учительской, не случился ли пожар. Владимир Евграфович Ермилов, известный московский пародист, одно время служивший воспитателем в Поливановской гимназии, мне не без шаржа рассказывал. «Сижу я раз в пансионе. Вдруг слышу громкий плач грудного младенца. Выскакиваю, бегу коридором. Где младенец? Откуда он?» Прибегаю к классу. Дверь закрыта. Оттуда младенческий пронзительный плач. Приоткрываю дверь и вижу, класс сидит, затаив дыхание, а Поливанов, сидя на собственной ноге и махая книгой в воздухе, дико плачет. Вот эти-то громчайшие «и-и-и-и-а-и-а» и наводили ужас. И впечатление. Лев разорвет отрока Даниила. Но скоро отрок начинал понимать, что эти разрывы ведут не к смерти, а к вложению огня в разорванную грудь. «И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и угль, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул». Чаще всего происходило явление «открылись вещи зенницы, как у испуганной орлицы». Воспоминания о Льве Ивановиче оттого так трудны, что они сводятся не к описанию этой неописуемой внешности, точно соскочившей с потолка сикстинской капеллы, а к воспоминаниям эффектов вожения им в нас, воспитанниках, разного рода любвей, градации этих любвей, градации классов. В каждом на что-нибудь открывались глаза. В третьем классе на скульптуру, фразы и под форму этой эстетики прояснялся синтаксис. В четвертом — превращение июсов лишь портал, под которым мы проходили для восприятия красот слова о полку Игореве. В пятом — огромную трубою Поливанов-трубач нам вструбливал Шиллера, геттингенскую душу и высокое, чистое отношение к женщине. Каждый класс — новое действие раскрытия нам живого слова. И Поливанов несся с каждым из классов сквозь классы, опять для себя переживая заново основные свои увлечения римской истории, эстетикой синтаксиса, учением о драме Аристотеля, чтобы в восьмом классе добить уже усатых молодых людей любовью к Пушкину. И что замечательно, мы, пережженные восторгами, выходили в жизнь с открытыми глазами на искусство. А что, собственно, думал Лев Иванович о таком-то и таком-то произведении, не играло никакой роли. Я, например, не разделяю ряда его привязанностей и нелюбвей, как то нелюбви к поэзии Фета и слабости к вялой поэзии Якова Полонского, с которым он лично дружил. Не это важно. Важен взворот психики, кризис сознания, который он производил всем, нападками, несправедливостями, криками, перевоплощением в материал слова, факте простого чтения его нам, и предложение рассказать именно не своими словами. Как тут сказано? И мы заучивали почти на зубок пересказы без отсебятины. «Какой формалист?» — могли бы воскликнуть недогадливые психологи, стремящиеся развивать любовь к смыслу, а не к форме. Поливанов — учитель логики и развивал в седьмом классе в нас любовь к этому логическому смыслу. Поливанов — словесник, развивал именно в нас любовь к форме и знал, «Переложить пушкинскими выражениями пушкинский стих — значит развить ухо к стилю». Так задолго до формалистов он знакомил нас со всеми положительными сторонами формального метода, элиминируя его мертвости. Действовало не «что» его слов, а «как» его стиля, подхода. И он весь был не «что», а «как». Не автор трудов, интересных, но не исчерпывавших и тысячной долей его влияния на нас, не мыслитель, не идеолог, врубавший в нас догму, заполняя воображение школьников, а стоящее перед нами на протяжении восьми лет произведение искусства, вышедшее из рамы картины, ставшее трехмерным, произведение риса Микеланджело, одинаково пленявшее умницу Усова, покойного Сергея Андреевича Юрьева и трех сынов Усова, поливановских мальчишек. И эта пленявшая сила стиля, проводимого во все детали жизни под кровом дома Пегова, и была силою педагогического воздействия, о которой не скажешь, как игра Мочалова, непередаваемого в воспоминаниях, а была бы передана лишь в том случае, если бы Гоголь написал рассказ Мочалов. Так и Лев Иванович мог бы живо восстать, как деятель своего времени, если бы, например, у него учился тот же Гоголь, потом написавший очерк «Лев». И я в этой книге, посвященной зарисовке не личности, а социальной среды конца века, не могу, отстранив иные задания книги, дать своей монографии «Лев Иванович Поливанов». Оттого и муки. Ведь легко зарисовывать типичное в обычном человеке, коли перед вами стоит готовый тип, подобный типам мирового искусства, наряду с Гамлетом, с Пиквиком, с Брантом и так далее. Слова не имеют. И вместо абзаца книги «Лев Иванович Поливанов» с пера срывается крупная чернильная клякса. Считаю, вполне не случайно, что рама, в которой годами дышала на нас впечатлением искусства лицо Поливанова, впечатывая в душу стиль красоты «эта рама» или «дом Пегова», теперь Государственная Академия Художественных Наук. Никогда не забуду я утро, когда мой отец меня вывел из дома Рахманова и, усадив на извозчика, повез на Пречистинку в дом Пегова. Дорогой он говорил, «Может быть, Лев Иванович, оставив формальности, тут же при мне проэкзаменует тебя». Но Лев Иванович был именно формалист, не в смысле казенщины. Под словом «форма», разумею, «конструкцию», «стиль». Лев Иванович был стилист. И он понимал прекрасно, что значит для мальчика поступать в гимназию. Вопрос не в проверке знаний. Какие ж проверять знания у ребенка, поступающего в первый класс, владеющего хорошо французским, сына известного математика, владеющего столбтя основами математики? Остаются правила правописания, которым все равно ребенок будет обучаться, да закон Божий, который он все равно будет проходить. Суть не в проверке знаний, время, которое десять минут, а торжественное введение ребенка в зал, по которому бегают двести воспитанников, гул изумления и любопытства при виде новенького и представления этого новенького надзирателю и товарищам по классу. Важно для поступающего высидеть день в классе еще не в качестве принятого, а принимаемого. Важно, чтобы ребенок пережил и волнение, и ожидание, и торжество узнаний, что он выдержал. Тут не про форма, а представления, выдержанные в своем стиле, и прекрасные по итогам. Кроме того, отец, требовавший от меня знания на пять с плюсом, мог меня смутить более, чем сам Поливанов. И хорошо сделал последний, что не сразу напал на меня в присутствии отца с вопросами, а увел в зал, развлек видом классов, ослепил нарезное впечатление, и между уроками рисования и чистописания, вовсе не страшными, я был подвергнут так называемому экзамену. Диктант я написал вместе с другими, а по арифметике спрашивали меня после большой перемены. Все это было для меня стильно, ново, торжественно. И вовсе не страшно. Никогда не забуду томление и ожидание, когда представительный швейцар Василий провел нас по лестнице, обрамленной белыми колоннами, и потом, огибая ее мимо зала, гудящего мальчиками, провел в директорский кабинет, соединенный с квартиру Ильва Ивановича. Кабинет этот, кажется, теперь в помещении заведующего Гахнам Когана. Шкафы с книгами, деревянная пестрая мебель. Вдруг дверь сорвалась, как бы с петель. Из двери влетел Поливанов. Казалось, огромным прыжком оказавшийся в центре комнаты. Высокий, сухой, но какой-то кургузой. Не то красавец, обросший щетиную, и от этого приобретающий сходство со зверем. Не то продушевленный, а духотворенный осел. Было что-то ослиное в носолобости, в несколько покатом лбе, переходящем в покатый, большой, бледно-матовый нос. Именно не орлиный, скорее, лошадино-ослиный. Меня поразил этот скуластый и гривистый очерк лица двумя темными всосами щек, прилетевший на длинных ногах, на меня остро бросивший выблеск стеклянных очковых кругов, и меня поразила быстрота, вихревая каждого выброшенного движения, выброшенного точно взрывом в груди, точно каждая результат сердечного разрыва, и вместе с тем поразила скованность, стянутость, как бы мертвость мгновенных пауз между движениями. Не чувствовалось ничего среднего в этой смене пауз и жестикуляционных разрывов. Точка мертвого штиля и ураганный взрыв голоса, головного закида, подброшенной ноги и взвитой в воздух руки, мгновенно убранных в новую, мертвую, вещую, стянутую паузу. Эта смена сознательно скованной выдержки, с которой он, выслушивая отца, точно притаивался, вбирая в себя глазами и всеми порами кожи слова его, чтоб разорваться, как бомба, и раскидаться в движениях ответного слова, эта смена движений меня поразила. Изумление перед невиданным явлением природы пересилило и приятно забавное впечатление от его пленительной и показавшейся мне доброй улыбки и перепуг паузы, во время которой улыбка молниеносно слетала с бледно-зеленоватого, многолетней бессонницей выпитого лица, кожа да кости, одер, рот становился зловещей безгубом, полоска, ноздряшу угрожающе выпыхивала кипятки, точно бешенств невиданных, и под серую щетиной подпрыгивал четкий кадык. Вот, оттилый, обрушится он на меня, на отца, миг. Морщиночки, проиграв, как лучи на худейших щеках, освещали лицо пречудесно, и молния света слетала с очков золотых. «Превосходно!» — отчеканивал он. «Прево!» — произносилось под губами раздельно, тихо и быстро, а «сходно!» — разъезжаясь на «о-о-о-о-о», громовом, басовом и грудном, выгибало сутулую спину, как бы подскочившую над в нее, севшую, гривисто откинутую головою, грудь выпячивала с колесом, а рука, мертво легшая на спинку кресла, широкой, приветливую спиралью развертывалась во всю комнату и ко мне обращение «Пойдемте же!» — быстрой раздельной скороговоркой и после «Друг мой!» — с подчерком спондея «Друг!» — голосовой удар «Мой!» — голосовой удар И первое, что поразило меня — изумительная проработка голоса, владеющего не нашими пьяно и не нашими форте, спускающегося на басы, ниже протодиаконских и тотчас взлетающего в дишкант, напоминающий комариный писк, в миллион раз усиленный или напоминающий перетирание тряпкой стеклянной посуды, когда она начинает повизгивать. Невероятно! Почти ненормально расширенная клавиатура голоса и ненормальная выпуклость предложений слов и слогов, производящие впечатление не то красоты, не то уродства, как нечто невиданное и неслыханное. Так бы я выразил первое впечатление от этой странной фигуры, производящей такие выпуклоувеличенные жесты, обрываемые вогнутоувеличенным и тревожащим просто молчанием, и в такт к этой выпуклости и вогнутости взвизги, взрёвы, но артикулирующие и выбивающие слова слог за слогом, точно выбиваемые медали каким-нибудь бен-бену-ту-чилини. Очень скоро я понял. Изумление — это невольно вызывающий нервный смех, есть изумление дикаря, которому первоклассный декламатор впервые прочёл первоклассное стихотворение Боротынского, выбивая в душе словесную орнаментику, и, подчиняясь этой уже орнаментике декламации, двигались мускулы лица, развертывались и свертывались конечности. Ну да. Мочалов, снятый с подмосток сцены, в момент произнесения с ног сшибающего монолога и поставленный лицом к лицу с вами, вам этот монолог, произносящий в ответ на ваш житейский вопрос, согласитесь, выдержать Мочалова десятилетнему Бореньке нелегко и осознать впечатление своё от этого обращения театрального гения к нему всерьёз, диковато, не то смеяться, не то плакать, не то в испуге крестить живот, как крестили в испуге мы животы перед каждым уроком, Льва Иванович, не то прийти в восторг от красоты этой ураганной стихии, но скованной педагогическим гением, отдающимся до дна любой стихии, но сперва чётко учитывающий, какую стихию выпустить из своего перенумерованного инвентаря. Поливанов отдавался безудержно гневу, любви, восторгу, проклятию, предварительно взвесив в паузе, так меня испугавший своей искованностью, какую же в самом деле стихию двинуть на ученика. Ибо стихии, видимо, его разрывавшие, были в сознании его чётко перенумерованы. Стихия А, стихия Б, стихия С, как роли, роль Шейлока, Отелла, Ромео, Юлия Цезаря и так далее. И весь этот инвентарь великой игры, игры перманентной, игры в жизнь ради идеологических соображений, и был жизнью Льва Ивановича, отданной для воспламенения и выковки культурных бойцов, вооружённых пафосом, как мечом, из ему отданных мальчат, Боренек, Васенек, Петенек. И оттого-то первая встреча Бореньки с этим великим артистом под форму и педагога была кризисом сознания Бореньки. Если Боренька плакал от прочитанных ему сказок Андерсона, что же должно было случиться с ним, когда он увидел в качестве высокохудожественной материи не картину, не словесный образ, а двуногого человека, слово, ставшее плотью, плотью сухой и костлявой, но всё же плотью в очках, в синей кургузой куртке. И это художественное явление, не случайный залётный гость, как подслушанное чтение призраков Тургенева, а человек, которому отдают Бореньку, директор, руководитель, гроза гимназии, который поведёт по годам разных классов и в каждом создаст с обстановочным громом в душе Бореньки. Я нарочно так долго задерживаюсь на этой первой встрече с Львом Ивановичем Поливановым. Каждая следующая встреча — первая встреча, ибо никто никогда не мог заранее знать, как будет реагировать Лев на тот или иной поступок того или иного из воспитанников как человек и как директор. Его поступки — художественные интуиции, но на платформе многолетнего изучения детской, отроческой, юношской любви в её многовидных вариациях и на любую вариацию он реагировал в вариации своей вечной поливановской темы, которую мы никогда не видели, обнажённо в сухом лозунге правиле, запрете, зарегистрированном наказании. Его лозунги — правила, награды, запреты были всегда постановкой новой пьесы, в которой он, великий артист, ослеплял нас, ввергая в горькие слёзы, но и истергая слёзы восторга и благодарности. Оно и понятно, что он в годах испепелил себя. Всё сытое, жирное, бытовое, перегорело в нём без остатка, и оставался скелет темы, до сухожилия, производящие свои удивительные художественные сокращения, до кожа, замыкающую эту конструкцию в прекрасную, как из слоновой кости, выточенную форму. А голос, взлетающий, оглушающий, тихолепечущий, и поющий, и выпиющий, и глаголющий, чеканную скороговорку юбаса, без всякого почти комментария, врезал нам в души художественные произведения Шекспира, Софокла, Пушкина. Объяснение по Ливановым тексту было часто простым прочтением, но прочтением, ощупывающим добро материала и подающим нам метафору за метафорой так, что она сопровождала нас в годах. Помнится, как он нам, пятиклассникам, за уроком, объясняющим эпос Гомера, читал прощание Гектора Сандромахою и смерть Гектора. Он читал, а у меня щекотало под горлом, и я боялся, что слезы хлынут из глаз. Не забуду фразы, им прочтенные о том, как на могиле Гектора «Ульмы, нимфы, холмов насадили зевеса великого чей». «Ульмы», с ударением на «у», «Ульмы», прочел он и точно присел за книгу, съежившись и оглядывая класс с поверх очков, голубыми, обращающими внимание на «Ульмы» глазами. «Ульмы, ульмы», гудело в сознании, и мы видели эти ульмы, и понимали, что вся невыносимая жалость и сочувствие к Гектору в заебии легких и чуть серебристых ульмовых ветвей, и мы оказались глазами под ульмами, перенесящиеся из тысячелетия к самой могиле Гектора. «Ульмы», с ударением на «у», прочел он и присел, съежившись за книгу, а глаза нас оглядывали, точно жаловались. «Ульмы», под ульмами и мы, что жалко Гектора, и ввинтив жалость в нас, так как Михаил Чехов нас ввинчивает симпатии к читаемому отрывку Гомера, когда мы внимаем ему в роли Гамлета, так пронзив нас словом, ульмы, уже быструю скороговоркой дочитывал, нимфы холмов насадили. И ведь подить через тридцать три года я, стареющий муж без волнения, не могу вспомнить этого интенционного жеста нам прочтенной строки, ведь за ним Гомер, весь Гомер, переброшенный с тысячелетий в душу воскресшей воспитанники Бугаеви. На вопрос «Любите Гомера?» отвечу «Влюблен в Гомера». «Почему?» «Меня ввели в сферу его, когда был я еще отроком». «Кто?» «Лев Иванович». «Чем?» «А тем, как он сказал «Ульмы»!» и посмотрел на меня своими голубыми глазами, светло и грустно, с улыбкой, расцветшей из побежденного плача над телом Гектора. «Но так, как читал Лев Иванович, говорил Лев Иванович, с паузами, интонациями, вырезывая броском произнесенные фразочки лозунг жизни, переотчеканевая слова, переотчеканевые позы. Брюсов, натуродиаметрально противоположная Поливанову, как надир, убегающий под землю от зенита, осужденная всею ритмической темой своей не любить Поливанова, в сухих набросках дневников одной фразой вылепливает Поливанова без любви, но вылепливает, а всех других спутников дневников не вылепливает. «Подал Кантемира», «Лев ужаснулся», 1891 год, ноябрь, восьмое, или «Входит хладно Лев», 1893 год, январь, второе, или «В бальник Лев ткнул пять», 1893 год, февраль, второе. В дневниках Брюсова записи протокольны, без художественного отстранения, исключение для Льва, Лев даже в протокольной отметке является у Брюсова остраненным, данном стилизации, ужаснулся, хладно, вошел, ткнул в бальник пять. Это потому, что всякий жест Льва Ивановича, художественная, произвольно задуманная и непроизвольно проводимая педагогическая игра, и, да, он не ставил баллы, а тыкал их в бальник огрызком толстого синего карандаша, точно выковыривая в нем яму, когда это была двойка, великолепно влепляя пятерку, точно даря ею наряд годин, и, да, он постоянно ужасался, ужасался молча, иногда малейшей заминки школьника, и брови его взлетали, казалось, расстояние между глазами и ими огромное расстояние, что ужасало ужасно. Но школьник находился, и, подымавшийся бровями ужас бесследно исчезал, и одно это, взлетание бровей или посапывание ноздрёю при рте, съевшим губы, вобравшим их перед тем, как разразиться ураганными воплями, все это так выгравировало ужасание льва, что мы предпочитали десять единиц, явно поставленных нам, одному лишь этому предостережению, сопенью, взлету бровей. Или «хладно» вошёл. Никто не мог так молниеносно охладеть после лавы чувств, как Лев Иванович. А славянизм «хладно» непроизвольно отмечает торжественность для всего класса охладения льва. Самое ужасное было в том, что момент этого охладения предвещал лишь двойку, но суть не в двойке, а в интонации. Её влепление или вковыряние в бальник она могла быть влеплена с грохотом извержения в пламенах, лавах, рёвах и визгах, но она могла и не влепиться. Вслед за хладом, скажем, до земного нуля могло последовать тихо, отрезаемое с хладом до абсолютного нуля, до минус двухсот семидесяти трёх градусов. Довольно-с! И седая голова, упавшая бородой в бальник, им закрытая, примирала в нём. А рука хладно замёрзшая не влепляла, а кончиком пальцев чёркила микроскопически малую двоечку. Великолепная интонация всех движений вот что повергло меня в глубочайшее изумление при первом созерцании к нам с отцом в кабинете влетевшего Льва Ивановича и ударило на всю жизнь произнесённую им «Превосходно! Пойдёмте же, друг мой!» С эту фразу и он, распростившись с отцом и воткнув в рот огромный янтарный мундштук, обдавая дымком папиросы, меня полетел над перилами лестницы властно закованной позой, а я за ним. Мы внеслись в белый зал, где мальчишки пред ним расступались, ему низко кланяясь, нёсся в учительскую пред собою метья перепуги, и я за ним нёсся. Влетание — это судьба моя. Я влетел в своё очень ответственное восьмилетие, и я влетел, может быть, в свою участь стать белым писателем, а не профессором естествознания Бугаевым. После того, как сей жрец в сердце мне вожжёг пламень поэзии естествознания, которое так я любил, всё же мне отодвинулось из первого плана жизни оно стало вторым. С первого гимназического дня до проводов тела почившего льва Ивановича в феврале 1899 года я жил переполненный, взволнованный, удивлённый и восхищённый образом льва, к которому тянулось сознание, как к магниту. Не без испуга, никогда не знаешь огонь из него излетевший, будет ли тебе чистую игрою света, как северное сияние, или губительной молнией, сразившей тебя, привлекало, взволновывало художественное чуть-чуть, о котором принято говорить, что оно удел гениев. Я не ставил вопроса о том, гений или поливанов, но теперь из дали лет мне ясно, что он весь какой-то чуть-чуть, в мине, в позе, в голосе, в поступке, чуть-чуть направо и сплошной шарж, гротеск, безобразие утрировки, способное внушить грохот хохота и, да, чуть-чуть недопонять его, и поливанов станет смешною фигурою, и обычно поливановцы с блистающими глазами, вспоминая своего льва, для льва не видевших начинают рассказывать о каких-то смешных жестах. Сидит на ноге, рвется о злобу ученические тетрадки, пляшет и прыгает, как обезьяна перед доской, объясняя на ней что-нибудь. Непонятно, в чем соль? И почему передающие смешные жесты льва Ивановича сообщают о них с патетическим восторгом, чуть-чуть вправо от непередаваемого оттенка и смешная фигура, чуть-чуть влево, и сквозь всю смехоту выступит формалист. Педант, бестолково объясняющий урок, заставляющий почти на зубок выучивать свои тугие и крутые определения родов поэзии. Всякий образованный педагог радуется, когда ученик говорит от смысла своими словами, а не от школьного учебника, а этот к учебнику возвращает. Нет, как тут сказано. Педант и несправедливый педант. Помню, как, отвечая урок, я тончайше сознанием дела анализировал образы слова о полку Игореве, расплетая труднейшие этимологические древнеболгарские формы, и передавая все детали мною заученного комментария, педант не угомонялся и гонял меня минут пятнадцать по деталям текста и комментария, и, наконец, приезжал к точке незнания, что при какой-то ниве была какая-то маловажная битвочка князькась князьком. При какой же? Голосовой удар на какой, так что дзанкнулись стекла, какой ниве была эта битва, бугаев? Название нивы запамятовал. Поливанов искоса снизу вверх покосился на меня, выкатившим за голубым глазом, снимая очки и чеснув очковую спицею за ухом. Съел губы, ноздрёй запыхтел, дурной знак. Я молчал. При... Голова с изморщенным лбом затрясла, сукоризна, очень. Нежатиной ниве. Довольно-с. Он выпыхнул из ноздри и поставил четыре с минусом. Это после пятнадцатиминутного гоняния по тонким деталям, которыми я овладел. Другой раз, свирепейше, вковырнув двойку за неумение перечислять все в книге указанные примеры споряжений, он вызвал меня. Бугаев, я встал и отрепотовал, купить, куплю, любить, люблю, кормить, кормлю, ловить, ловлю, потрафить, потрафлю. Довольно-с. И пять гигантских размеров с восторгом влепилось в в одном случае за тонкое знание, четыре с минусом, лишь за то, что недовыучил никчемнейшую деталь, в другом случае пять за легчайшее и никчемнейшее перечисление, пяти слов, которые даже без всякой заучки берутся памятью, ну, не формалист ли. И не нащупав тончайшего, неуловимейшего, чуть-чуть, придется сознать, что столь волновавшие нас события поливановских уроков распадаются, с одной стороны, на смешные, несправедливые, почти безобразнейшие чудачества, с другой стороны, на формальные требования, вытравляющие из голов все живое. И в наружности Льва Ивановича можно было ощупать без чуть-чуть порхающего красотою одушевления лишь две крайности, кривляющийся урод и мертвый красавец. Застынет в своей мертвой паузе правильные черты лица и вспоминаешь. Поливанов, явившийся некогда на первый урок свой в одной из казенных гимназий, поразил красотою, изяществом манеры и изысканностью наряда. И в минуту, когда морщины изглаживались, и он бездвижно окостеневал, выступала красота этого изможденного профиля. Он был воистину и прекрасным львом, но отощавшим и мертвенным от переутомления шесть уроков в день. Дома, ночью, правка бесчистных тетрадок, чтение корректур, книг, научные занятия он никогда не досыпал, и оттого часто просыпал свой первый урок от девяти до десяти. А начнет двигаться обезьяна какая-то, вопящая и нелепо раздробляющая в осколке монументальные куски мела ударом в доску. А кто видел порхающие, одушевляющие чуть-чуть, связывающие рык и скок с мертвую красотою позы, тому и в голову не пришло бы его увидеть красивым или уродливым, ибо и красота, и видимая экстравагантность вылепляли его рельеф, рельеф динамический, вечно текущий интонациями, и этот рельеф был прекрасен в высшем смысле. Греки имели термин для выражения высшего считания положительных качеств «калос кагатос» «прекрасно добрый». И только в этом термине косо ухватывалось поливановское «нас как магнит, притягивающий чуть-чуть». Мне приходилось когда-то слышать едва ли не каждый день подобного рода замечания оврубеле «Дикое уродство, несосветимый бред». Так утверждали поклонники Константина Маковского. Высшая ступень красоты действовала и на них, но они реагировали на нее как на бред. И мы, осязая нам данную основную тему поливанова сквозь всегда летучую ее вариацию, начинали либо трепетать, испытывая, да простят мне это выражение, нечто мистическое, либо смеяться. Но испуг и смех от недоуменной нервности, от ощущения приподнятости на много тысяч метров над уровнем моря и строя его педагогических воздействий на нас, как тактика, в нас высекающая то-то или то-то, казался непонятным. Его требования рассказать не от себя, а от Пушкина. По-пушкински было апелляцией к процессу нашего вживания в стиль Пушкина. Какой же это формализм? А его импровизация оценок ответов в сущности была отрицанием бальной системы. И двойка, полученная у Поливанова, никого не страшила, завтра ее сменяла пятерка. Одни из учителей, имея любимцев, ставили им снисходить на отметки, придираясь к другим. Иные из учителей, силе сбыть объективными и оценивая прилежность и знания воспитанников, ставили им за ответ их средний балл. Попадешь в четверочники, так сиди на четверках, отвечая на пять или на три, спустишься к троечникам и не выпутаешься из тройка. У Поливанова в системе отметок не было любимцев и нелюбимцев, но было настроение данного дня. Раскапризничается и первому ученику за прекрасный ответ поставит тройку, испортив ему месячную отметку. наоборот, последнему ученику с восторгом поставит пять. Но эта субъективная несправедливость дня компенсировалась полной непредвзятостью. Ему ничего не стоило за незнание поставить единицу тому, у кого стоял удручающий ряд пятерок и обратно. Не надо было выслуживаться, если ты года сидел на двойках и вдруг пачи чая не отвечал на пять, ты пять и получал, не выдвигаясь и не выслуживаясь. И в порядке спрашиваний он не придерживался никакой постоянной системы. Одни, спросив, сегодня-завтра не спрашивают, соблюдая очередь в вызовах, другие, нарушая психологию порядка вызова, ловят учеников. Спросил вчера, спросит сегодня. У Поливанова не было ни системы порядка вызовов, ни системы ловли, он вызывал по вдохновению, а не по расчету. В целом ни двойка у льва не могла никого удручить серьезно, ни пятерку успокоить, ужасались не отметкою, а интонацией, целым мистерией, именуемой уроками, и восхищались этим целым, а за отметки не цеплялись. Иногда знаешь урок, и знаешь, что Поливанов тебя не вызовет, а потрясаешься дурной погодой им разливаемой. Другой раз готов плясать от восторга перед радужной игрой сегодняшнего чуть-чуть в Поливанове. Случай первый. Однажды, влетев к нам первоклассником, которым он преподавал латынь, а со второго до восьмого он вел занятия по русскому языку, словесности, логике, и, позабыв, очевидно, какой отрывок задал он переводить, он начал спрашивать следующий по порядку отрывок незаданный. Понятно, все путались. весь класс получил двойку. Мы с первых же минут поняли, просто забыл он, что задал нам, но никто не решился ему это поставить на вид, и каждый с терпением перемог свою двойку, и без всякого ропота. Роптать на льва, будь он, распрепередирчив, мы не умели. Через две недели все злосчастные двойки исчезли из бальника, сам догадался, что наставил их зря, а они не мешали нам, ибо мы знали, что пятерки замоют двойку. Другой случай. Однажды он объяснял нам склонение латинского местоимения хик-хек-хок — этот, это, это, и, увлекаясь, запел на весь класс, что интересного в склонении местоимения, а мы ганимеды чувствовали себя им, Зевсом, унесенными в небеса. Ну, увы, звонок. Надзиратель открыл дверь класса, лев спешно доканчивал объяснение и призывал нас твердо выучить неправильные формы склонения. Призыв этот так зажег нам сердца, точно он был призывом к интереснейшим забавам, мы с блистающими глазами, бросив парты, обступили столик, на котором он декламировал нам необходимость одолеть неправильные формы. И он сам, вдохновленный, встал и, воздев руку, кричал над нами, надо так знать склонение хик-эк-хок, чтобы скороговоркой, безо всякого припоминания, сыпать склонением тября разбудит ночью. Ткнул пальцем в живот какого-то малыша, молниеносно присев перед ним едва не на корточке, а ты сквозь сон, во сне, зари благим матом из постели. Тут он, взлетев с корточек, закинул голову и, потрясая, восторжно рукой, заплясал, припрыгивая в такт своего полупения, полувскриков с привзвизгами «Хик-хак-хак! Хуйюс-хуйюс-хуйюс! Хуй-хуй-хуй! Хир-хар-хок! Хик-хак-хок!» Он подпрыгивал выше, подкрикивал громче, и мы вслед за ним стали хором выкрикивать, дружно подпрыгивая. Проходящие мимо нас воспитанники старших классов, преподаватели, надзиратель с большим изумлением не без улыбки останавливались, наблюдая дико восторженную пляску класса вокруг пляшущего и кричащего Поливанова, можно было подумать, что это пляска с томогавками каких-нибудь дикарей. Отплясавши склонения, вихрем он вылетел в зал, направляясь в учительскую. Вихрем вылетели мы, кричащие, потные, красные, неправильные склонения, это мы знали теперь навсегда, никакими усилиями воли оно не изглаживалось. Вот такими-то манипуляциями, приводя нас в восторге, он вводил в наши души труднейшие латинские формы, и ка бы он провел нас до старших классов, как учитель латыни, мы б, наверное, все стали латинистами. Но со второго класса учитель латыни бессмыслно все растоптал, что в душе Поливанов посеял нам. Эти два случая коллективного удручения нас коллективную несправедливую двойкую и повального увлечения склонения местоимения для непосвященного считания бессмысленных крайностей, несправедливости и смехотворности. Урок Поливанова был гром и свет. Он распадался на две части, каждая по-разному взбудораживала. Первая часть спрашивания урока, вторая часть объяснения. Уже за два урока до Поливановского вытягивались трепетно лица, в глазах каждого стояла серьезно задумчивая «Это не шутка, еще неизвестно, что будет, не так-то легко это пережить». С утра спрашивали швейцар и Василия «Будет ли лев?» Эл и часто отсутствовал переутомления, недомогания, подкарауливали его приход. Едва отворялась дверь над входной лестницей из квартиры директора, как часовые неслись в зал. «Лев идет, лев идет, лев будет». Мы знали, что настроение льва прямо пропорционально быстроте его пролетания по залу в учительскую. Недомогание, бессонница, дурное расположение духа замедляли шаг его. Когда он в кургузой курчонке, потом в преддлиннейшем, почти волочащемся, сюртукелопсердаке, такой сюртук сшил он себе, мимо летел ураганом, сутулой, закинутую головою, прижав груди книжки, воткнув в угол рта преддлиннейшей ему штук, раздавался гулом, он добрый. Когда он являлся ступая, едва съевшие губы и ноздри топыря, за спину длиннейшие руки свои заложив, мы смирнели и даже не смели шептать слово «злой», потому что ведь каждому видно, что штиль этот предураганищем в классе, где будут поломаны мачты судов, наших знаний сюда же утоплены. Перед уроком такого льва мы, малыши, подбежавшие к огромному образу, кланялись образу, дружно крестясь, но отзиратели не удивлялись к классовому молебну, всегда означавшему «у них будет лев». Раздавался звонок. Мы бросались испуганно через проходной ряд классов свой класс и под партами тупо, бессмысленно перекрещивали животы, а какой-нибудь богомолец, себе ожидающий казни, молился один, в пустом зале, что бросится в класс в ту минуту, как дверь из учительской быстро распахивалась, и Поливанов весь стянутый, скованный мертвую позою, несся к нам в класс. Появляясь в дверях, он стремительно поворачивался, и двадцать пять пар перепуганных глаз пожирали скуластый и гривистый очерк лица двумя темными ямами щек, прилетевший и вбросивший в выблеск стеклянных очковых кругов, чтобы, откинувшись в кресло, бросать в душу нам препокатый и в серую гриву взлетающий лоб вид зевеса или наоборот севший на ногу, ногу изогнутую поставив на кресло руками, обнять, а на колено худое припасть бородою, ноздрёю посапывать вид мартышки «Ну, с кузнецов, отвечайте, что, что, я не слышу, довольна-с», щеплялась двойка. «Довольна-с», произносилось и тихо, зловеще, но иногда бывал вскрик, дикий, жалобно-хищный. Нога, на которой сидел и которую обнимал, вырывалась из кресла и ударялась о стол. Кресло с туловищем, разрываемым криками, отталкивалось, отлетало. Порой уже вытянувшись в кресле, в нём лёжа скользил головой и ногами, голова скатывалась ниже и ниже до уровня сиденья, а вытянуты преддлиннейшие ноги, пересёкши пространства под учительским столиком. Кафедр терпеть не мог Поливанов, а оказывались под моею партою. Я сидел перед ним, отнимая место для ног. Я испуганно их поднимал, чтобы не наступить на башмак Поливанова. Иногда в таком вытянутом виде начинал он читать нам балладу Шиллера. Вообразите же, мой восхищенный ужас, когда он, вдохновлённый чтением Шиллеровского кубка, стал нам объяснять, как одна зуб пила рыба зазубренным носом распиливает. Он лежал длинную палку, с головой упавшей в сиденье и с ногами лежавшими под моею партою, вдруг из восклицательного знака став вопросительным, то есть изогнувшись в неожиданном подпрыге, с вылетом вовсе из кресла, убрав ноги молниеносно, но вытянув длинную, мне показавшуюся гигантской руку, вооружённую синей палкой карандаша, он стал этой палкой уцелить мне в грудь вопя благим матом, а одна зуб вот так, он приподнялся на меня, а я откинулся, вот так вот распиливает носом врага и синюю палку карандаша стал свиреп он ввинчивать мне в грудь, я откидывался, рука за мною, я повалился головою на заднюю парту, он привстал и одной рукою, опираясь на мою парту, другую догонял мою силившуюся от него ускользнуть грудь, ввинчивая в неё свой синий карандашище, так одна зуб распиливает, наконец от меня отвалился он, но этот номер относился уже к второй части урока, которую, натерпевшись от страхов и мук, воспринимали мы как невыразимо благодатную, на этой второй половине урока я и остановлюсь. Едва переваливали мы через бурную и опасную половину урока спрашивание, во время которой над каждым могла стрястись неминуемая беда, как нас охватывала радость и интереса к мирным культурным перспективам, которые развертывались перед нами. Этот момент я бы назвал моментом перевала. Ну-с, точно облизываясь от предвкушения и наслаждения, говорил Лев Иванович, протягиваясь за тем или иным томом христоматии Поливанова, грамматикой, логикой или даже латинскую книжку Ходобая. В первом классе не забуду я, как выгравировались в нас склонения и спряжения этим Бенвиното-Челине, чеканщикам человеческих душ. Он внедрял в нас глагольные формы в их корневой зависимости друг от друга, заставляя на в четверо сложном листе чертить схему счинения, подчинения и соподчинения форм, и на этом уроке преподавания изменения и окончания вводил в интереснейшую игру. И то, что мы даже в старших классах вытверживали неосмысленно относительно других форм, то органически легко и свободно входило в наше сознание относительно четырех латинских спряжений на аре, эре, ере и или. Или. Он заставлял вшивать тетрадку в тетрадку тетрадки выписанных из-заучных латинских слов, подсчитывая количество узнанных в году слов, и заинтересовывал нас вопросом, нагоним ли мы к концу года всю тысячу слов, и всякий думал, тысяча слов, ого-го, не шутка. Так скучный процесс заучивания превращался в интереснейший процесс коллекционерства, и вдруг, к концу года, он устраивал смотры наших тетрадищ, толстых пачек, вшитых друг в друга тетрадочек, иногда вместо урока задавая лишь повтор слов всех заученных в этом году. И с таким вдохновением выкрикивал слова, летая пальцами по многим десяткам страниц, что делалось Любо-Весело. Любо-Весело, потому что мы, увлеченные знанием слов, старались перегнать друг друга в их усвоении, мы восхищались количеством слов, и Поливанов радовался, как ребенок, нашему знанию. Должен сказать, что сквозь все восемь классов гимназии я главным образом пронес знания и слов первого класса, все неузнанное потом, с другими учителями как-то держалось в памяти. Или, редко весьма задав урок, он вызывал к доске ученика и давал ему перевести фразу с русского на латинский, не вмешиваясь в процесс перевода, подставив доски о спину и весь сжавшись в терпеливом и предвкушающем замирании. И весь класс замирал с ним от страха и любопытства. Он не торопил, не ставил вину тяжелодумия, можно было хоть десять минут потеть над фразой, он не повертывал головы. Часто звонок, возвещающий об окончании урока, обрывал это опасное и весьма интересное предприятие введение нас, первоклассников, в экстемпоралия. Я говорю «опасное предприятие», потому что балл был вымерен. Фраза, переведенная без ошибок, пять, с одной, четыре, с двумя, три, с тремя, два. Но фраза, переведенная без единой ошибки, переживала с всеобщим и бурным ликованием. Льва Ивановича, переводчика всех нас, и фраза, за которую я получил пять, живет во мне радостным лучом и поныне, и я самодовольно твержу ее «видимус ин вио магном турбом агриколарум». Он ее, повернувшись, не прочел, а воскликнул, и весь класс восхищенный ее воскликнул «бальник» украсился огромной пятеркой, я же пунцовый от счастья пошел к парте. Иногда увлеченный объясняемым словом он рисовал нам образно картину сената, Рима, римского войска, перечислял святоток, закидывал себе на плечи воображаемые итоги и прохаживался перед нами пупсами «большой, седой, сутулый», воображая, что он римский сенатор, он был превосходный актер и имитатор, и в результате новый источник восторга. Так уроки латинского языка мне стоят в первом классе как ряд прекраснейших помпейских фресок. Второй класс, русский язык, яти, диктанты, все врезалось в душу рельефами. И как уроки полепки из глины художественных конструкций переживали мы простой синтаксический разбор, он и в него ввел игру, заставляя чертить структурные схемы читаемых отрывков, где большими буквами означались предложения сочинения, малыми висящими на черчиках под большими предложения подчинения со сбоку приписанным подчиняющим словом «что», «потому что», «который» и так далее он усложнял фразы. Появлялись соподчинения, сочинения второго, третьего порядка, мы увлекались сложнейшими орнаментиками. Я не раз себя заставал за постройку схем вовсе не заданного отрывка, а отрывка мне понравившегося готикой построений придаточных предложений, выявив утонченную схему, я ей любовался. Забегая вперед, скажу, что на экзамене в четвертом классе, производимом перед ассистентом из округа, каждый из экзаменующихся получал от Поливанова сложнейший отрывок периодической речи Карамзина, Гоголя, и безукоризненно превращал его на доске в конструкцию схемы. Никто не пробрался, потому что каждый знал, ни в одной гимназии не занимались этой конструктивной эстетикой. Весь третий класс проходил труднейший русский синтаксис со множествами генетивусов, дативусов и так далее, но не как схоластику, а как чтение прекраснейших описаний природы из русских классиков, с рисовкой и конструкцией, с выучиванием на зубок особенно вычурных в своем строении фраз и всегда с пленительными дополнениями. Если разучивался отрывок «Константское озеро» или «Рейнский водопад», то описание природы Швейцарии, пропятая по Ливановым, ни с чем не сравнимую интонацией. Я ахнуть не успел, как одолел русский синтаксис, потому что нескучные формы одолевались, а теория композиции, показанная на образцовых примерах. Еще не зная, что такое стиль, мы получали вкус к стилю фразы. В четвертом классе также одолевалась труднейшая и скучнейшая грамматика древнеболгарского языка, но в нее по Ливановым ввинчивался сравнительно филологический стержень. Труднейшие формы стягивались к немногим узлам превращения звуков и форм, давалась таблица превращений, в которой Юс отправлялся на Ваганькова, и мы приступали с легкостью к трудному разбору форм Астромирова Евангелия. У нас оказывалась великолепная постановка уха к формам, и мы владели самой осью разбора, как пьянисты, не останавливающие сочтения Оливр-Увер и не связанные трудностью овладения композицией. Оливр-Увер по раскрытой книге с листа французски. Астромирова Евангелие древнейший датированный памятник старославянской письменности русской редакции. Переписано в 1056-1057 годах с болгарского оригинала дьяконом Григорием для новгородского посадника Астромира. Пятый класс и перед нами срывал из завес из древних памятников русской словесности. И слово епископа Илариона воспринималось во всей красоте его риторической готики. Слово о законе и благодати, написанное киевским священником Иларионом, будущим митрополитом, по всей вероятности, в 1037-1043 годах, одно из важнейших произведений литературы Киевской Руси, торжественная церковно-политическая декларация. Над словом о полку Игореве мы сидели не менее полутора месяцев. Мы ощупывали метафору за метафорой. Тонкие пальцы Льва Ивановича бегали при этом по столу, вылепливая метафору, и в результате я должен признаться, моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, шум и звон, звуковые краски и ритмы слова. Здесь должен сделать признание тем из слушателей моих курсов, которые не раз трогали меня, вспоминая с благодарностью мои лекции, ощупывающие живое слово. Если я кого живым словом Пушкина, Гоголя, Боротынского, Тютчева, зажигал, то зажигал лишь ощупью словесного материала, а уменью ощупывать слово учился я у несравненного, дорогого учителя моего Льва Иваныча, уроки которого, чем я старее, тем с большей живостью встают передо мною. Не приписывая себе ничего, тем не менее, скажу с гордостью, я ученик класса словесности Поливанова, и как воспитанник Бугаев, и как Андрей Белый. Белый подразумевает свои лекционные курсы, читанные в Петрограде и Москве в конце 1910-х, в начале 1920-х годов, некоторые из них затрагивали проблему художественного языка. Чем старше был класс, тем более Поливанова вводилась в урок не идеологии, а каких-то кусков живых ландшафтов культурного мироощущения. Так, при изучении средств изобразительности разбор отрывка чуден Днепр при тихой погоде, Поливановым красотой и глубиной своей живет во мне, как самая красота гоголевского отрывка. Месяца полтора до или после чтения Антигоны мы с Поливановым проходили учения о драме Аристотеля, вытверживая на зубок текста Аристотеля и выслушивая тончайший анализ их, проходили сверх обязательной программы, то есть казенщины по зычному вскрику Льва Ивановича за это время перед нами вставал не только Аристотель, не только драматическая культура греков, вставало значение театра, как рычага и конденсатора культуры. Давался попутно анализ театра, вырастали фигуры Росси, Сальвини, Мунесю, Ли в характеристике Поливанова, вплоть до имитации их жестов, мы перекидывались к Малому театру. Мы выслушивали критику современного репертуара, анализ игры Ермоловой, и когда прошли эти полтора месяца, что-то изменилось в нашей душе. Не только Аристотель, Сафок, Леврипид стояли живыми перед нами, но и мы оказывались живыми оценщиками театрального зрелища в зрительном зале Малого театра. С этого момента начиналось наше как бы культурное сотрудничество с Альвом Для меня этот период особенно связан с постановкой в гимназии учениками двух старших классов отрывков из Гамлета, Генриха IV и Камоинса Жуковского, то есть с репетицией по субботам, на которой мы не участвовавшие в спектакле присутствовали, то есть присутствовали при скрупулезном разборе игры и воспроизведении этой игры режиссером Львом Ивановичем. На эти субботники сбегались. Ученики старших классов, поливановцы студенты, учителя, участники шефспировского кружка, превосходный артист, бывший поливановец Владимир Михайлович Лопатин, некогда лучший незаменимый Фольстав, об игре которого с уважением отзывается Лев Толстой. И вот выступали вместе с подмосток сцены семиклассники Голицын, Перфилив, восьмиклассники Бачков, Фохт, студент-поливановец Попов, учитель Бельский и сам ставший уже историческим Фольставом Фольстав Лопатин в роли Фольстава. За режиссерским столом сидел Поливанов, вернее, не сидел, а вскакивал из-за него, вмешиваясь в игру. Владимир Егорыч Геоцинтов, наш шехспирист, учитель истории и географии, отец артистки Геоцинтовой. Слевицкий, наш учитель и незабвенный автор столь детьми любимых волчьей Дубравы и разоренного гнезда и кто-нибудь из старых членов шехспировского кружка или Венгстерн, шехспирист, пушкинист, отец писательницы, или сам притащившийся из дебри философии профессор Лев Лопатин, тоже шехспирист. На этих репетициях упразднялись все грани между старшими и младшими учениками и учителями. Лев Иванович вдохновенно показывал, как Генрих IV должен разгульно разваливаться на трактирном столе. Мы, неигравшие, смотрели во все глаза. И потом начинались уже наши постановки кусочков Шекспира на дому у себя, например, в квартире Соловьева, о чем не без удовольствия узнавал Поливанов, всегда гордившийся культурными устремлениями своих учеников, как о том свидетельствует письмо его педагогу Никольскому, в самом деле, что за восьмой и седьмой класса у нас, это просто прелесть. Вообразите, сами собою, развив в себе интересы высшего порядка, они собираются и читают серьезные рефераты. Есть даже крайности, например, Брюсов читает Спинозу, князь Голицын учас усердно сумел найти время и горячее желание изучать Данта, седьмой класс увлекается лириками, например, Тибулом и Катулом. Валерий Брюсов из моей жизни. Дорогой учитель, увлекались, потому что нельзя не увлечься там, где увлекали нас вы. Так бы я ответил на это письмо директора, увлеченного своими воспитанниками. В этом взаимном увлечении возник некогда шекспировский кружок. Из стен гимназии, развившийся в культурное дело, ставший одно время очагом шекспировского культа, давший ряд талантливых исполнителей, Поливановец Лопатин, Поливановец Садовский, ставший потом артистом малого театра, очень ценимый шекспиристом Юрьевым, писателем Тургеневым, профессором Усовым и другими. Ученичество у Поливанова выливалось в сотрудничество с ним учеников не раз. Прочно помнят блестящую постановку пушкинских торжеств в 80-м году «Одна речь Достоевского чего стоит». А они все знают, что бремя организации выполнения торжеств легло на Льва Ивановича Поливанова и что это бремя с ним разделяли ученики восьмого класса его гимназии. И уж так устанавливалось, что когда кончали гимназию, становились членами общества бывших воспитанников Поливановской гимназии и получали сердечное приглашение Льва Ивановича бывать у него на его традиционных субботах, бывали студентами, бывали позднее. Поливановцы в свое время секта, имеющие предметом культа любовь к Льву Ивановичу. Любили его без оглядки, всемерно, любили лучшие лучшими сторонами души. Эту любовь охватывала как пожаром, развиваясь медленно на протяжении восьми лет, по мере того, как он охватывал нас на уроках все большими и большими горизонтами, поднимая перед нами в ответственный возраст пробуждения половой зрелости, высоко человеческий, чистый и прекрасный образ женщины, которую он, старик, нас, юношей, призывал любить под аккомпанемент ширевских баллад, нам читаемых. Он выковывал веру в мужество и силу человека, крича нам, что диплом, ерунда, коле с этим дипломом заблуждает по миру угашенное сознание, он приоткрывал нам тайны театра. И все это на своих несравнимых ни с чем уроках. Но главное, за что любили его, во что верили, что не сразу осознавалось, но что ощущалось с первой встречи и особенным вздрогом всего существа, он нас насквозь видел. Это уверенность, что видит насквозь, что не проведешь никакими подслуживаниями, не удивишь падением совести, не питалось ничем видимым. Он производил впечатление лишь увлеченного уроком педагога, урок спрашивающего, урок объясняющего, но и спрашивал, и объяснял он индивидуально. И главное, индивидуально реагировал на поступки и проступки. Никто не мог сказать, как отнесется Лев к тому или иному явлению нашей жизни. Он был весьма неожиданен, но не субъективен. В его мгновенных реакциях на то или иное чувствовалась реакция на когда-то продуманное и узнанное об ученике, на которого он, видимо, не обращал внимания. В очень ответственных достижениях и падениях он настигал нас неожиданную судьбою, и его резолюции, хотя неожиданные, казались неоспоримыми. В них-то и выявлялись необычайная его проницательность и умение подойти к душе воспитанника с братской помощью. Не удивлялись в виде моего несправедливости, ибо в ней изживала себя высшая справедливость. И когда ученик впадал в, казалось бы, непростительный грех, а Лев, потомив его, будто бы незамечанием греха и вызвав в нем процесс раскаяния, вдруг нападал со спины благородством невменения в вину. Не говорили, что Лев несправедлив, зная, что удар по душе благородством перевернет павшее сознание и останется в нем жить в годах. Когда этого кризиса сознания нельзя было произвести, и он проницательно видел начало неиспромимого декаданса, то, придравшись к ничтожному поводу, он мог исключить воспитанника и не роптали, не ставили вопроса «За что?» В этом доверии к парадоксальной форме выявления отношений, в вариациях темы, всегда спрятанной в боковом кармане и изжевало себя ощущение Поливанова «Не проведешь видимостью», он видит насквозь. Отсюда это трепет страха, гроза гимназии был грозой очищающей, грозой весенней, ведущей к очищению атмосферы, или грозой ударяющей по прямому проводу, если она очисть уже не могла, и тогда бросалась короткая с выбросом бумаг в лицо «Вот ваши бумаги», и несчастный, багровый от неожиданного потрясения, вылетал из гимназии навсегда. В старших классах из действий этой индивидуальной моральной фантазии высекался в нашей душе свет любви, благодарности и сердечного жара, с которым мы, бывшие поливановцы, встретившись друг с другом и узнав друг друга, тотчас же переводили разговор на льва, как это было со мной уже в 1925 году, когда я, встретив артиста Лужского, у Бориса Пельника от него услышал «А вы поливановец? Да, я тоже одно время учился у льва», и разговор перешел на любимого, незабываемого учителя. Я бы мог долго распространяться о Льве Ивановиче поливанове, но связанный временем, местом и темою должен себя оборвать, скажу лишь, сложные и порой незадачливые годы гимназической жизни от первого и до последнего класса пронизаны точно молнией, импульсом Льва Ивановича. Идя за его гробом, я, взрослый юноша, самостоятельный символист, показывающий фигу авторитетом своего времени, проливал горчайшие слезы и не старался их скрыть. Мне казалось, во мне самом погасла светлейшая искра, меня вдохновлявшая. Поливановская гимназия Поливановская гимназия и Поливанов были в одном отношении имманентны друг к другу, в другом трансцендентны, имманентны так точно, как рама, приятно обрамляющая картину, лежит в той же плоскости, и трансцендентны, хотя и прекрасная рама, а все же не произведение Рафаэля. Если казенные гимназии топорное дубье, то гимназии Поливановской все же произведения художественны, продуманные сознанием дел и выполнены весьма честно. Поливанов же вкладывал душу в нее, но в нем не жил социальный организатор, лишь изумительный педагог и учитель, действующий от сердца к сердцу, и не во всех деталях гимназии воплощала стиль Поливанова. Она была скорее местом встречи ученика с директором, и за это мы, окончившие гимназию, приносим ей горячую благодарность. Кроме того, в девяностых годах она была лучшей московской гимназией, в ней отрицалась казенщина, состав преподавателей был довольно высок, преподаватели принадлежали к лучшему московскому культурному кругу, ни одной силой педагогических дарований их должна оценивать, а фактом, что человек, интересующийся культурой, в них доминировал над только учителем. Были в учителях и жалкие остатки от человека в футляре, но человек в футляре явление заурядное в те годы, остатки футляров ютились в теневых углах, боя с Поливанова и педагогического совета в его целом. Но где являлись преподаватели казенных гимназий, не могло не быть пыли, приносимой из казенного учреждения на форменных сюртуках, все же человечность, культурность подчеркивались во всем стиле преподавания и подчеркивалась личность ученика. И трафарет сверху не так мертвил душу, трафарет же снизу, приносимый воспитанниками из родительских квартир, давал себя знать. Поливановская гимназия противополагалась казенным, противополагалась и креймановской, не говоря о лицее. В лицей попадали от нас немногие прокисшие сливки общества, то есть именующие себя таковым, аристократы, снобы или тянущиеся за ними. Поливановская гимназия все же была не для них. От Креймана попадали к нам лучшие элементы, не мирящиеся с креймановским составом, подчеркнуто буржуазном, пример Брюсов. Прочтите, какую тоской веет от его креймановских впечатлений. Наоборот, появляются бодрые и здоровые ноты чисто гимназических интересов гимназии Поливанова. Вот выписки из дневников Брюсова за время окончания гимназии Поливанова седьмой и восьмой классы. Толковал Щербатову о дифференциальном исчислении 11 апреля 1891 года. Сначала заходил Станюкович, вечером у меня Щербатов и Иноевс, потом Никольский, Нюнин, споры, удавшийся литературный вечер 12 апреля. Пишу, пишу и пишу Кантемира ноября 3-го. Окончил Кантемира ноября 5-го. Начал драму Любовь ноября 13-го. Это выписки из дневников за 1891 год. За 1892 год. Читал Моцарта и Сальери март 18-е. Купил Осяна и Небелунгов вечер на Гамлете март 22-е. Сегодня я писал Юлия Цезаря, изучал итальянский язык, разрабатывал Помпея Великого, читал Гроты и Паскаля, разбирал Козлова и отдыхал на любимом Спинозе. Надо работать, надо что-нибудь сделать. Июль 28-е. Перевел пьесу Митерлинка. Сентябрь 7-е. Весь период пребывания в Поливановской гимназии испещрен отметками о себе, и эти отметки свидетельствуют о высших интересах. Наоборот, период Крэймановской гимназии, зарисованный в днях моей жизни, стон о бессмыслии и пошловатые разглагольствования о кафе. Поливановский период обрывает в Брюсове пошлость. Я думаю, что это влияние гимназии. Во-первых, состав учеников. С иными из них у Брюсова завязываются культурные связи, у Крэймана ни с кем. Брюсов зажил в гимназии, о чем сам пишет. В общем, живу гимназии. Октябрь двадцать девятый. В четверг вечером был у меня Станикович, читал ему Каракаллу. Толковал Щербатову о дифференциальном исчислении. Апрель двенадцатый. Весною увлекался спинозою. Всюду явилась этика, а Яковлев стал пантеистом. Осенью я взялся за Мережковского. Все начали читать символы и так далее. Все поливановцы. Приводимые фамилии принадлежат соклассникам Щербатова, Ясюнинского, Яковлева. Я хорошо помню. Из ряда записей гимназиста Брюсова видно, что его интересы были в контакте с классом, и этот культурный коллектив юношей был в общении с преподавателями. Кедрину показал теорему, тот восхищался. Вчера Сатином и Ясюнинским был у Апеллерота, толковали. Читал Фуксу свое стихотворение, тот Поливанову и так далее. Кедрин учитель математики. Апеллерот учитель латыни, которого особенно ценил Брюсов. Фукс учитель истории. Поливанов живо реагирует на перевод Брюсовым из Верлена критикой, написанной в стихах под заглавием «Покаяние лже-поэта-француза». Входит хладно лев и подает записку. Читаю. Пародия. Поливанов резюмирует ее фразой. Запутался смысл всех речей, Жуковского слух мой уж слышал, но Фофанов слов Любодей, увы, из Жуковского вышел. Брюсов защищается от нападок директора перед учителем Фуксом и отвечает Поливанову, «В моих стихах смысл не осмыслив, меня ты мышью обозвал, и, измышляя образ мысли, стихи без мысли написал». Но отношение меж директором и воспитанником не портится от обмена пародиями, и через несколько дней Брюсов заносит дневники. Утром очаровал Лева Ивановича ответом о Дельвиге. Через несколько лет, готовясь к государственному экзамену, он заносит, «Жалею, что не пошел на похороны». Похороны Поливанова. Я нарушно ссылаюсь не на себя, а на Брюсова. Брюсов натура холодная, настроенная в эти годы едко критически, зарисовывает отметками культурную атмосферу Поливановской гимназии. Брюсов и Поливанов, лед и пламень, что общего, а рука Брюсова не заносится над Львом Ивановичем. Брюсов отворачивается и скорее благодушно. По Ливановской гимназии, я считаю, безо всяких иллюзий, лучшей московской гимназии своего времени, даже скинув со счета такое исключительное явление, как сам Лев Иванович. Но, сказав так, оговариваюсь, далеко не во всем она была пронизана Поливановским ритмом, и там, где она не пронизывалась с этим ритмом, она имела и много недостатков. Например, Поливанов был воплощенный двуногой педагогической системы, каждый жест его был систематичен в своей конкретности, но именно пребывая в конкретном, он никогда не сформулировал своей системы в абстрактных лозунгах, может быть, и не умел, как, например, Мейерхольд, умеющий великолепно поставить пьесу и не умеющий объяснить своей постановки. Поэтому коллектив преподавателей был обречен на коллекционирование традиций не данной системы, это были словечки, ритмы, жесты, вспыхивающие, как мимолетные молнии. Традиция молний рутина, может быть, новая, поливановская, но поливанов враг традиций, в том числе и собственных. Отсюда роковая неувязка. Меж Поливановым и гимназии, имевшие долю поливановского консерватизма и не выдвигавшие радикально лозунгов новой школы, казенщина, осуществляемая во всероссийском масштабе, висела ужасную пылью над всею Москвой, коль на улице пыль, то из форточки вместо воздуха она и ворвется. И в гимназии с открытой форточкой не изжила с пыль. Гимназия Франца Ивановича Креймана Петровка дом Самариной основана в 1858 году. В 1865 году получила право именоваться частной классической гимназией. Императорский лицей в память цесаревича Николая находился на Остоженке. Брюсов учился в гимназии Креймана с 1884 по 1889 год. Осенью 1890 года поступил в 6 класс в гимназию Поливанова. Вопреки Поливанову, вопреки ряду талантливых и живых педагогов, вопреки группе учеников, одушевленных высшими интересами, эта пыль конца века носилась в воздухе. В 90-х годах она была и злой, и бронхитной, окончательно разлагалась система Толстого, воняя миазмами. Никакая частная гимназия, охваченная тисками предплевевского режима, не могла стать фабрикой Озона в то время. Наконец, главным разлагающим гимназию минус Поливанов фактором был состав учеников. Что могли бы предпринять двадцать честных культурных педагогов, влюбленных в жесты Поливанова, но не имеющих системы жестов, против напора двухсот родительских квартир с мною описанным бытиком, выносимым двуместами мальчиками, приносившими с собой и воздух квартир. Верхушка, то есть педагогический совет, был, несомненно, выше среднего уровня московской интеллигенции, но на призыв верхушки их культуре, доброй, но слабой, откликалась верхушка лишь в виде воспитанников Яковлева и Брюсова, читающих спинозу. Нечитающие спинозы отваливались, создавая в стенах гимназии пошловатую атмосферу, пусть менее пошлую, чем в других гимназиях, но все же достаточно пошлую. Гимназия ни при чем. Катилась по наклону гимназическая система, и вместе с ней не могла не склоняться к закату и поливановская гимназия, оставаясь рамой у Поливанова, она все же была рамой, то есть не до конца преодоленным футляром. Социальные замашки воспитанников во многом перевешивали добрый, культурный, но слабый совет. Поливанов, восхищая совет, отдавался индивидуальным заданиям воспитания, этого, того и преподавания, но и он не мог сдвинуть гимназии как социального целого с костной точки. Среди преподавателей моего времени было ряд интересных, умных, честных, порой прекрасных и очень культурных личностей. Таков физик, философ Шишкин, великолепный преподаватель, но отвернувшийся от всяких социальных заданий, умница, ленивая умница, грек Капосов, старичок, любящий детей и весьма далекий от запросов юношества, вялый, как преподаватель, интересный, как человек, кедрин, математик, метеором блеснувший апель рот, превосходный учитель русского языка, талантливый чтец и переводчик калевалы, бельский, отдававший с интересом эстетики и театра, этого рассеянный, как учитель истории и географии гиацинтов, тоже удивительно, даровитый педагог и прекрасный учитель греческого языка, владимирский, к несчастью заваленный уроками в казенных гимназиях, милый детский писатель Сливицкий, говорят, весьма интересный и очень любимый Янчин, до меня умерший, известный автор учебников географии и другие. Университет был достаточно представлен преподавательским персоналом своего времени. Логику в восьмом классе преподавал профессор Лопатин, в латынь преподавали профессор Покровский, профессор Зубков, приват доцент Стрельцов, историю будущей профессор Готье. Преподавательский персонал был и культурен, и интересен, а все же в целом звезд не хватали, отдельные интересные попытки преподавания не увязывались в определенную новую систему. Состав воспитанников Он слагался из разных групп. Ядро коллектива дети верхов русской интеллигенции, часто профессорской, часто дети либеральных немцев, крупных и средних помещиков. Было много детей, родители которых отдавались вольным профессиям, были и дети высшие из демократической среды, но меньше. Относительно высокая плата 200 рублей отрезала многим доступ в гимназию, и это, разумеется, жаль. Вот этот-то дворянский помещий отпечаток и являлся штампом коллектива, перевариваемым гимназией с огромным трудом и далеко не всегда, далеко не цельно. Среди профессорских сыновей, обучающихся в мое время, помню сыновей профессора Эрисмана, профессора Зубкова, профессора Стороженко, профессора Снегирева, профессора Поспелого, профессора Пусторослева, профессора Огнева, профессора Грота и других. Из представителей либерально-интеллигенческих фамилий отмечу Колюбакина, Родичева, Петрункевичей, Бакуниных, Сухотяных, Дьяковых, Сатиных, Колокольцевых, Духовских и так далее. Здесь же учились в одно время и дети Льва Толстого. Лев Львович кончил Поливановскую гимназию до меня, я его уже помню студентом. Менее была представлена аристократия князья Голицыны, граф Бутурлин и так далее, и промышленная буржуазия, Щукин, будущий министр промышленности, Коновалов, аристократия более гнездилась в лицее, а буржуазия у Креймана. И тем не менее, за вычетом кружков, отдавшихся высшим интересам, социальный состав поливановцев тяжеловатый состав, вызывавший вскоре же после моего поступления тяжелую оскомину и запылявшие мне яркие вспышки поливановских молний об этом ниже. Были изъяны и в преподавательском составе. Не понимаю, как Лев Иванович не видел, что участие в преподавании Павликовского грубая ошибка стиля. В ответ на удивление по поводу явления Павликовского, говорят, Лев Иванович сказал, у меня он никогда не выявит своих замашек, а латынь он знает прекрасно. Может быть, Павликовский знал латыни и замашек не выявлял. Замашки то обстоятельство, что он был известен в Москве как гроза в качестве преподавателя латыни в первой казенной гимназии. О его преследовании учеников и придирчивости ходили легенды, но я, уча с усей грозы семь лет латыни и немецкому языку, должен сказать, никаких явных преследований мы не видели. И уж если кто кого явно преследовал, так это мы порой его, а не он нас, преследовали, потому что его не любили. Не любили за то, что он засаривал головы, подымал ковардаки, отбил от латыни и не мог ничего путного объяснить при всем знании латыни. Но это замашки уже иного рода. Замашек преследователя он, дико боявшийся Поливанова, конечно, не смел выявить, но он их, так сказать, вогнал внутрь себя, нагоняя странную, весьма странную атмосферу на класс, в результате чего иные из нервных начинали видеть кошмары. Отношения их с Павликовским принимали такой сумбурный характер, что ни они, ни сам Павликовский уже не могли разобраться в том, что, собственно, происходит и кто в происходящем повинен. Я имел несчастье быть в числе жертв, пораженных атмосферою, распространяемой К-К, до такой степени, что отец мой позднее жаловался на К-К физику Шишкину. И не я один могу отметить этот факт ощущения вечной борьбы с Павликовским, не фактической, а борьбы взглядов, интонации, взаимно друг к другу посылаемых угроз. То же испытывал и Сергей Михайлович Соловьев, имевший несчастье к нему попасть. То же испытывал и Метнер, в 1902 году, рассказывавший эпопею своей борьбы с К-К в бытность учеником первой гимназии, где тот упражнялся и в газовых своих действиях. Метнер вынужден был уйти из первой гимназии, откуда многие бежали из-за Павликовского. Один из таких несчастливцев, бежав от К-К, попал в наш класс. Вообразите же его кислейшее недоумение, когда он на уроке латыни увидел перед собой своего старого гонителя, но уже в роли не-гонителя, он скоро исчез от нас. Оговариваюсь, я лично не видел никаких фактических гонений. Передавали, что в частной жизни К-К скромный, порядочный человек, скорее передовых взглядов в смысле политики. Но нечто от передонного плюс человека в футляре плюс много еще кой-чего, что я затрудняюсь определить от юродствующего шута горохового, косноязычного придиры, а даже знаменитого скорлупчатого насекомого бреда и полито из идиотов в нем жило. Но центр выявления этого столь многого психика, неосознанная ни им, ни учениками, и в результате сумбур вечного недоразумения и пугающего изумления, будто бы человек и лицо человече, и член раздельная речь, и все как у иных других, а кажется, что Томас Карат, что какой-то обитатель не нашей солнечной системы, свалившись на землю, сшил себе человекоподобную оболочку и выучил свою роль, явившись к нам, ее разыгрывать мы не верим, мы ждем. Оболочка прорвется, из дыры носовой вытянется длинный жучиный хоботок, противно ползать по нашей коже, из дыры разорванных человечих глаз выставятся насекомьи глазенки, а старомодный фрак золотыми пуговицами превратится в скорлупчатый эпидермис. И знаменитые скорлупчатые насекомые из бреда Ипполита учинит бред классу. А бреда не было. Ссылаюсь в описание этой субъективной импрессии не на себя, а на поэта Сергея Михайловича Соловьева и на Метнера мне сходственно характеризовавшего К.К. И вот я не понимаю, как мог Лев Иванович Поливанов, столь тонкий чтец детских сердец, допустить циркуляцию такой импрессии в детских душах. Не о гонении на нас Павликовского шла речь, а о губительном впечатлении им в нас оставляемом. А что касается до его знания латыни, не сомневаюсь в нем. Не сомневаюсь, что он любил латинских поэтов и гутировал стилистику цицероновых речей, но гутировал для себя, выражая свои восторги невнятного с толкованием или ощупью формы, а повышением голоса до резких, тонких, носовых и довольно гнусного тембра вскриков, лишь сотрясавших психику. Как вскрик Поливанова высекал свет понимания, так вскрик Павликовского убивал всякое понимание, водворяя нудный хаос. И все остановилось не впрочет к ужасу его и нас. Начинались взаимные обвинения. Учителя учеников, учеников учителя, он подбегал к недоумевающему и противным коричневым согнутым пальцем постукивал по его голове с вывизгом отчаяния и бессильной злости. «Слышь, ты, голова!» что означало «дубовая голова». В ответ на что воспитанник с уже пробивающимися усиками бросал книгу и кричал на него, подчас ударяя кулаком по парте, «А вы не ругайтесь?» «Я тихий юноша, распроорал на весь класс, это черт знает что». В ответ он, согнувшись в три погибели, подбежал ко мне, совсем как скорлупчатые громадные насекомые, и, ущипнув за одежду двумя стальными пальцами, тащил из класса, а я, вырвавшись, не ушел, и он отстал. В таких безобразных сценах топились остатки понимания латыни, самого ответственного предмета. И дело кончилось с жалобой отца на него. Павликовский де меня преследовал, что неправда, ибо в тяжелом безобразии уроков нельзя было понять, кто кого преследовал. Ни он не хотел преследовать нас, ни мы его, а взаимные преследования, терзания, углублялись, выявляя не класс латыни, а тяжелейшие, болезненнейшие страницы Достоевского, вроде схватывания зубами за ухо Николаем Ставрогиным известной личности. Чем-то мучительно извращенным веяло на этих уроках не то психическая тупость, не то психический садизм с большою дозой передоновщины. И так семь долгих лет. Жаль, что латынь, так прекрасно показанная Львом Ивановичем Поливановым в первом классе, бесследно погибла для меня со второго класса. И я легко справляюсь с греческим, не только не мог ничего понять, но непонимание мое росло семь долгих лет. И удивляя Бельского своими логизированиями, получая пять устрожайшего и тоже иррационального Поливанова, не боясь в пять раз более строгого по требованиям Владимирского, превращался на уроках латыни в тупейшего идиотика, и не я один, а весь класс. Требования к нам К.К. были минимальны, а мы при всех усилиях эти требования удовлетворить все более и более их не удовлетворяли. С каждым классом К.К. спускал требования, а ножницы между их минимумом и нами росли, и мы систематически углублялись в дебри незнания от непонимания, семь лет углублялись. Достаточно сказать, что три было высшим баллом по устному, что два средним баллом по письменному. Завистью смотрели на редких счастливцев, получавших за экстемпо, оралия А3 с двумя минусами и с надписью «крайне слабо». Тетрадки наши были полны чудовищными ошибками. Уж к пятому классу я, собственно говоря, махнул рукой на латынь, не впрочет. Павликовский же махнул рукой на себя и на нас. И появилась конституция нашего взаимного отказа друг от друга. Мы требовали, чтобы нас вызывал тогда-то и тогда-то, а в прочие дни не приставал к нам со своим птичи, жучиным скриком, дабы нам читать под партою. Так были мною прочитаны Ипсен, Бьернсен, Гауптман, Йонес Ли и сколькие другие авторы. Он предоставлял нам все это, но требовал и от нас, чтобы мы сами к нему не лезли, с нелепыми приставаниями, а пристать к нему необыкновенно тянуло. Уж очень казался он гадко занятный, жутко занятную фигурую, как-никак, а монстр иного солнечного мира, мимикрирующий человека. Так была убита латынь. Ни разу за семь лет я не слышал от него ни одного внятного объяснения. Все объяснения запутывания путанейшего текста грамматики Элленда Зейферта гнуснейшим, витиеватым, вовсе не русским языком, он был не то чех, не то галичанин, не то поляк, один из тех исказителей языка, которые наводнили гимназии с эпохи внедрения системы классической. Вместе с русскими учебниками, авторы коих «не тушиль, поспешиль», Эллен Зейферт и прочие появился и Павликовский. И когда эти учебники исчезли? В гимназию ворвала струя естествознания, К.К. постарел, смяг, стал прихварывать и исчез с горизонта. Ни одного объяснения. Объяснял он усилением голоса. Прочтет текст, написанный не в прочет. Прочтет его же с удвоенной громкостью, потрясая и наставительно пальцем, самодовольно оглядывает. Поняли? Никто не понял. Тогда он гнусаво протрубит ту же фразу, написанную нерусским языком. Опять не поняли? Выучивая на зубок различия пятнадцати кум, когда и ут, чтобы, мы завирались ужаснейше, так прошли объемистый курс с чтением Овидия, Вергилия, Цицерона, Горация. Это ли не безобразие? Так же, как А, меня разучил немецкому языку, не повезло нашему классу, он и немецкий ломал. Поступая в первый класс, я еще знал кое-что, реминесценции, детство, в восьмом же классе, читая Лессинга, я уже ничего не знал. И, хотя я годами потом проживал в Германии, теснейше, общаясь с немцами, я говорю по-немецки ужасно, во мне деформировалась как бы ось грамматического восприятия языка, и деформировал Павликовский. Маленький, коренастый, с коричневым лицом, напоминающим помесь птицы с обезьяною, от обезьяны павиана мандрил, от птицы смесь коршуна, ворона и курицы, гигантский пропяченным заострением клювоноса, имеющего на перегибе горбины площадку, носа, который он растирал, противно пальцем правой руки, иногда залезая в ноздрю желтым ногтем, сутулой, с маленькую головкую, обрамленной черненькой бороденочкой, с проседью, точно обкусанной, с сардонически улыбающимся, презлое пригадко ртом, даже тогда, когда не на что было улыбаться, с пытливыми какими-то желтыми зрачками, юрких глазенок, он производил впечатление вечного паяца, и когда объяснял, и когда хвалил, и когда порицал, и нельзя было разобрать, над чем он глумится. Его глумление выражалось в иронических «хэй, хэй, хм», в постукивании нас полбу пальцем, лишь в шестом классе мы его отучили от этого, сопровождавшим исправление стиля наших переводов, где доминировали выражение вроде «кто бы то ни было из долженствующих быть хвалимыми, что бы ни говорили из долженствующих быть поносимыми, да прославит тебя о мед фуфетцей» и так далее. Наломав нам этгого рода фраз, он насмешливо ухмылялся «хэ», с «хэ» ставил двойку, с «хэ» ставил три с плюсом, высшая награда. Впечатление, что все нахально осмеивалось. Ученик, его способности, самые его запросы культуры, само святое святых его чувств. Нас охватывало при вступлении в класс Павликовского нечто ужасное, и мы, взбешенные этим подразумеваемым цинизмом, уже начинали кидаться на него, как злые псы, и да, да, забежали его, но в ответ на какое-то осмеяние жизни, на кривление паяться, на «хэ» и звали его Кузькой, и писали на доске по-гречески перед появлением его у нас «тинитинос» — дательный и родительный падеж от греческого местоимения «тис», что означало «тинитинос», то есть «тините Кузьку» за его длинный нос. Шесть лет каждый день тупо писалась все та же надпись, и шесть лет каждый день входя в класс и не глядя на доску он буркал «сотрите», знал, что написано. Иногда начинало казаться, что он вовсе не глумится, а плачет. Глумящийся вид просто маска несчастного человека, как маска героя Гюго. Подразумевается Гуинплен, главный герой романа Виктора Гюго, человек, который смеется, 1869 год, его изуродованное лицо, подобно застывшей смеющейся маске. Того звали «человек, который смеется». Этого надо было прозвать «человек, который имеет вид глумящегося шута». Но он и глумился. Сердце охватывало порой жалостная жуть перед непонятную человеческую формой с утраченным человеческим содержанием. Иногда охватывали иные импрессии, чуялись какие-то бреды. Странно, что Павликовский во мне вызывал реминесценции моего скалатинного бреда, когда мне казалось, что за мной кто-то гонится. Этот бред начал сниться по ночам. Возвратясь из гимназии, я приносил светлые искры уроков Льва Ивановича и темные, душные, дома, продолжающие облипать облако латинского урока или бреда наяву. Но Поливанов бывал у нас лишь три раза в неделю, а Павликовский каждый день и два раза в неделю по два часа. Урок латинского, урок немецкого. В плоскости воспоминаний он самое широкое пятно их и самое темное пятно. Я им болел от третьего до шестого класса, учася у него с второго и кончая восьмым. Мне казалось, он чем-то остро гадким нарезает на меня. В пятом классе я взбунтовался и стал наступать на него. Он испугался. И между нами к седьмому классу водворилась конституция. Он не будет мешать мне читать Бьернсона под партую, я не стану дразнить его. Это дразнение его мною, нелюбящим дразнений и углубленным в свои проблемы литература, символизм, философия, было лишь выражением особого нервного заболевания, в которое меня вогнали уроки латыни и в которые впадали не все, но исключительно впечатлительные мальчики, знали, что есть особая категория детей, не выносящих Павликовского. Когда и Соловьев, как мой отец жаловался на Павликовского, то лицо близкое к педагогическому совету гимназии улыбнулось, а он из таких же, как и были перечислены имена таких, каких же, хотел бы спросить я. Уже позднее, когда я освободился от темного облака латинских уроков, я себе ставил вопрос, что собственно переживал ты? И я себе отвечал ты переживал миф об Аримане. Ариман Ахриман в иранской мифологии верховное божество зла. Образ вошел в систему антропосовских символов, обозначая один из путей демонического соблазна, путь разложения и хаоса. Появление К.К. в кошмарах делало его имманентным давно забытому бреду, в котором кто-то за мною гнался. Этот бред был тем тягостней, что был бредом наяву, среди бела дня, в атмосфере учебного заведения. Уже студентом, увидев моего былого мучителя на причистенке, я не без любопытства его нагнал и поздоровался с ним, нарочно стараясь разговаривать его, пошел с ним и пристально в него вглядывался, чтобы понять, что ж в нем внушало еще недавно мне ужас. Он, сказавшись чрезмерной любезностью, спритерной любезностью, несколько фраз вдруг остановился и стал прощаться со мною. Хотя наш путь лежал в одном направлении, он явно не пожелал мне показать своего человеческого лица. Он явно заметил мое любопытство, он явно испугался и, как большой черный скорлупчатый жук, представился мертвым. Я его бросил, пройдя вперед и не разрешив тайны своего недоумения. Странная, весьма странная личность. Я не стану вспоминать ряда преподавателей. Скажу лишь, ярко запечатлелся мне образ греков Капосова и Владимирского. Каждый по-своему прекрасно преподавал. Остались в памяти интересные лекции по истории церкви Добронравова, интересные уроки с Фуксом, учителем истории в других классах и учителем французского языка у нас, прекрасные уроки по физике и космографии Шишкина и уроки Бельского по русскому языку. Остальные преподаватели неярко запомнились, более запомнились как хорошие, гуманные, культурные люди, а не как педагогические светилы. Пустыня растет, горе тому, в ком таится пустыня. Моё поступление в гимназию головокружительные вихри впечатлений и впечатлений приятных. Ослепительным вспыхом сиял Поливанов, устраивая интересные грохоты ежедневно, латынь каждый день. Во-вторых, почему-то боялся товарищей классных, напуганной обещанием демьяновских мальчиков со мной расправиться. В классе никто пока не грозил мне расправой и, наконец, неожиданно, играючи как-то, весьма отличился успехами. Я бесталанный. У нас не было казенного звания первый ученик, и, тем не менее, получив в месячных отметках круглое пять, безо всяких усилий блеснуть, я стал первым, во мнении товарищей и преподавателей. Слава приятно вскружила мне голову. До сих пор жил я в бесславье, у Бугаева сын идиотик, не музыкальный второй математик. Ты знаешь ли, Боренька, соображай, у тебя что-то плохо с задачами, только и слышалось. Вдруг перемена. Бугаев у нас идет первым, попискивали одноклассники, льстяя и заискивая передо мною. Передо мною! Хорошо, Бугаев, поплевывал словом наш классный наставник Евгений Никанорч Кедрин. У Николая Васильевича прекрасный мальчик, мне сам Лев Иванович говорил это, заволновался Лопатин, передавая известие по квартирам и став неожиданно моим ангелом-покровителем. И улыбалась счастливая мадемуазель. И отец улыбался, и даже приедки, и все критикующий дядя Георгий Васильевич неожиданно принял участие в моем бенефисе, грозя спасромить грубоватого Эф, так недавно еще старавшегося очернить меня. Я напишу им Уф в Киев, я им покажу Уф грозил Эф. Георгий Васильевич счастливый, что мною подколет он Эф. Но словом не жизнь, а триумф. Ликвидировалась тяжелая атмосфера квартиры, ведь я жил в гимназии, по возвращении ж уроки готовил, а вечером читал Жульверна, Майнрида или Диккенса. В гимназии мне, малышу, уважение, привет от товарищей швейцара Василия, учителей, надзирателя Михаила Ростиславовича, добродушнейшего старичка, бородою седою напоминавшего деда елочного. Математик наш Кедрин, седой старичок, презабавник, а Бельский тот даже погладит меня по головке. Дружу с Николаем Тарновским и смешую Вышеславцевым. Тот идиотик действительно, вовсе не я, я ему покровительствую, он мне благодарен весьма. Всею прошлую жизнью задавленный переживал первый класс как триумф, убеждаясь и сам, что с наукой у меня обстоит не так плохо. Я не пер вперед, но, став первым, старался учиться настолько, чтобы по мере возможности не остромить репутации. Так, с молниеносной быстротою пролетел первый класс. Вероятно, барышня, вывезенная в первый раз на общественный бал, истяжав на балу неожиданно лавры, переживает подобное нечто. Мой выезд на бал, поступление в гимназию, и поступление это справлял целый год я. Весна. Пролетели экзамены. Я второклассник. Вопрос оставался открытым. Куда мы поедем на дачу? С Демьяновым, где десять лет жили мы ликвидировано, так настаивала моя мать, а отец удивлялся. Он скоро уехал, до самой смерти он веснами уезжал председателем экзаменационной комиссии. Мать металась мадемуазели ща дачи, нигде ей не нравилась, лучше Демьянова не было местности. И, наконец, с горя сняли унылую дачу в унылой перловке. В ту пору открылась французская выставка. Мать брала мадемуазели меня на нее очень часто, мы много бродили и кушали вкусные французские вафли. Большая французская промышленная и художественная выставка была открыта в Москве в мае 1891 года в специальном павильоне на Ходынском поле. Я удивлялся машинному отделению. Беги ремней, верч колес, щелк, колончатой стали. Но более я удивлялся явлению, над которым Москва хохотала французским импрессионистам де газу, моне и так далее. Наши профессорши негодовали. Вы видели? Ужас что? Нагло издевательство! Видел и я. И увидавшие я почему-то задумался. Мое художественное образование равнялось нулю. Кроме живописи Храма Спасителя до репродукции Смаковского или Сверещагина я ничего не видал. У меня не могло быть предвзятости или понимания сложенного на традициях той или иной школы, и я, останавливаясь перед приятным и пестрым пятном, безобразием нашумевшего стога, ужасно печалился, что я не умею разделить негодование матери и мадемуазель. Работа Клода Моне В 1890 году художник создал серию из двадцати картин «Стога». Говоря откровенно французские импрессионисты мне нравились тем, что пестры и что краски приятно сбегались в глаза мне. Но я утаил впечатление, запомнив его, и не раз потом я размышлял над тем странным, но не неприятным переживанием. Странным, но не неприятным, подчеркиваю. Эта странность казалась знакомой мне, будто она намекала на нечто, что некогда мною изведано было. И подавались первейшие переживания сознания на рубеже между вторым и третьим годом жизни, быть может, тогда я так и видел эти предметы. Я останавливаюсь на летучем, но остром переживании импрессионистов. Через четыре года я, пятнадцатилетний, в Аляухове, в санатории, где жили мы, неожиданно барышням и молодому человеку стал защищать декадентов и французских импрессионистов, которых не знал еще, и впечатления, от которых впечатления мальчика, стоящего на французской выставке перед стогом. Помню, что два раза с нами на выставке встретился Лев Львович Толстой, элегантный студент, очень вежливый с матерью. Не останавливаюсь на уныриейшей жизни в Перловке. Лишь помню, что мадемуазель водила меня на дачу Джамгаровых банкирской контора. У Джамгаровых гувернанткой служила сестра ее. Помню наезды Некрасовых, живших через станцию, да мое изредка участие в детских танцевальных вечерах, устраиваемых в Перловке. Там я познакомился с рожеволосовой девочкой Женей Дебель, в которую были влюблены, по-моему, все перловские мальчики, и я. Она обратила внимание на меня, и я даже мог ей поднести прекрасную розу, а все мадемуазель, подсказавшая мне этот поступок, она покровительствовала совершенно невинным моим увлечением. За это спасибо ей. Было решено. Осенью мадемуазель уходит, ей нечего делать со мной. Пришла осень, ушла, и осталась в душе точно яма. Мы же жили с ней душа в душу, четыре года. Первое время она иногда появлялась на углу Причистинки и Левшинского переулка, подкарауливая наш выход из гимназии, чтобы увидеться нам и провожала до дома. Потом поступила на место, и встреч больше не было, изредка появлялась к нам в гости к величайшей радости моей до 1906 года, когда уехала за границу. С тех пор я не видел моей некогда избавительницы и всегда друга. Второй класс. Тут что-то во мне изменилось в отношении к гимназии. Не вся гимназия, только молнии поливановских уроков зажигали меня. Но и в противовес им появилось темное нерасходящееся, всесгущающееся облако латинских уроков, из которых стал мне грозить Павликовский, той странную атмосферую бреда, о которой я силился намекнуть в предыдущем отрывке. Я стал приходить домой, точно покрытой копотью, и пребывание дома уже никак этой копоти не рассеивало. Не было мадмазель, приходила для языка француженка мадмазель Ада Ги, все более старавшаяся разработать свое колоратурное сопрано и дававшая мне уроки, чтобы заработать плату Климентовой Муромцевой, обещавшейся поставить ей голос для сцены. С мадмазель Адою было легко. Все уроки ее заключались в пересказе мне ряда бретонских легенд, легенд Татристане и так далее. Очень любила она страшные рассказы, и я, и на рассказывании их друг к другу базировалась наше общение. Она приходила к нам в шесть часов, когда я сидел за уроками, кончал я приготовление уроков к восьми, и, стало быть, на упражнение в языке оставалось не более двадцати, двадцати пяти минут, и так продолжалось три года. Очень сильные впечатления шли от гимназии, но впечатления недоуменные. Я терял вкус к учению. Первые месяцы полугодия сплошное пять. Начались латинские «extemporалия», и я, получавшую Поливанова за перевод пять, стал получать тройки, потом и двойки. Это удивило меня. Месячная тройка по письменной латыни большая неприятность. Она привела отца в ужас. Он, не получавший в гимназии и четверок, привыкший, что и моя отметка лишь пять, не переваривал тройки, не желая понять, что у Павликовского, совершавшего разгром интеллекта в детских головах, громившего их в десятилетиях и спеца по атрофированию всякой логики, получить четыре по письменному никак невозможно. Вслед заудовлетворительно три. Появилась месячная отметка по письменной латыни слабо, новый ужас отца, круглые пять по всем другим предметам и грязная клякса слабо. С той поры начинается мой мартириум дома. Что ж ты, Боренька, опять три, чего ж ты не знал? И пристает, пристает, ужасается, выжидает следующей отметки, притаиваясь, точно волк, караулищий овечку, несносно. Он не кричал, не наказывал, а охал, брюзжал. Латинские двойки и тройки серьезно испортили мне возвращение домой из гимназии. В гимназии бред с Павликовским, уж давно снящимся по ночам, я стал опять вскрикивать, дома подстерегание, кто спрашивал, что отвечал, чего не знал. Я удивляюсь, отцу. Человек умный, даже мудрый во многом, как мог он не понимать, что так приставать к ребенку с пятерками? Требовать, что вопреки разгрому сознания учителем-путанником, я преодолевал то, чего товарищи не преодолевали, пользуясь помощью репетитора, все же отглаживавшего их мозги после дурацкого их комка Непавликовским, требовать пятерок, апеллируя к своему опыту, после того, как прошло почти пятьдесят лет, гимназические программы изменились, действовал во всю толстовская система громления мозгов латынью, требовать пятерок бессмыслица. Вместо того, чтобы отгулять меня дома после шести часов сидения за партой, развивающей неврастению, он требовал, чтобы я усиленней готовил руки, и сам же охал, что не остается времени для чтения, прогулок, самообразования. И я механически отсиживал часы над латынью, но уроков не учил, лишь делал вид, что учу, учить бессмысленно. И главное, после первой месячной тройки потерялся весь интерес к пятеркам, как к спорту, все равно успехи изгажены. Это постарался внедрить в мое сознание отец. Я решил, ну и черт с ними, коль все погибло. Так своим приставанием с пятерками, как с Демьяновой ухой, отец мне испортил легкую игру в успехе. Испытав давление дома и разгром сознания в гимназии, я точно переродился. Сразу слетела с классов, присуществлявшая их романтическая дымка, и выступили гимназические будни, озаряемые лишь по Ливанову. Процесс погасания интереса к гимназии, успехам, формальному заучиванию и просто ненависть к себе, как первому ученику, все это выдернуло меня из гимназии, поставив перед сознанием совсем другие объекты. Я стал томиться иными интересами. И позднее понял, что это томление по культуре, по связи знаний, по смыслу, по органическому усвоению. Меня интересовало естество знания, самообразовательные книги, которых родители не доставали мне, мать, потому что не умела доставать, отец, потому что и так гимназия съедает все время, бедный отец, если бы он знал, да какой степени гимназии уже не съедало времени, потому что я взял за правило не готовить уроков, готовил лишь льву, но делал вид, что готовлю, бессмысленно сидя часами перед развернутым Эллендом Зейфертом и переживая вновь странные, безыменные, вовсе не детские думы свои о людях, о жизни, о смысле и о том, в чем корень негодования, ужаса и годливости к пауку Павликовскому, обволакивавшему меня точному уху, стилем отношения, напоминающего бред страниц Достоевского. Меня бы надо спасать хорошей литературой, к которой так тянулся я, а литературу отняли, и я скоро начал, томясь без книг, свойственных моему возрасту, украдкой заглядывать в кабинет отца и все равно читать книги. По гипнотизму, спиритизму и по вопросам философии, в которых пока не понимал ничего, или хуже того, украдкую читал во время отсутствия матери ее книги, читал Бурже, Прево, Золя, и, кажется, в третьем классе прочел Белами Мапасана. Все же не этими впечатлениями жил я, а впечатлениями от весьма странных недетских состояний сознания. Ну, а товарищи, гимназическая среда, на этом стоит остановиться. Как только мои товарищи по классу заметили, что я, первый ученик, стал подхрамывать на одну ногу латынь, отношение ко мне пошатнулось. Ко мне уж не подбегали спрашивать, как перевести то-то и то-то, и по мере того, как я переставал учиться, а я медленно, но верно деградировал, появились четверки и тройки по математике, по греческому языку и так далее. Из класса в класс относительно меня стало выдворяться упорное и ни на чем не основанное убеждение, что я тупица, лезущие с кожи вон, просиживающие часами за приготовлением уроков и недостигающие успехов. Происходило же это от того, что я не форсил тем, что я не готовлю уроков, а просто помалкивал в этом пункте. Кроме того, большинство из товарищей избалованных, состоятельных мальчиков имели репетиторов, переводивших им заданные нам отрывки из Геродота, Цезаря, потом Цицерона, решавших им заданные задачи, писавших им сочинения, я ж репетитора не имел, дома мало занимался. К отцу обращаться за помощью было мне никак невозможно, он бы накричал на меня, и он бы, прежде всего, не понял, до чего в условиях конца века стало учиться труднее, чем в его годы. Кроме того, моя дикая замкнутость и гордость помешали мне откровенно высказать ему степень трудности, преодолеть разгром головы, учиняемый Павликовский, за других работали репетиторы, а я, не понимая латыни, даже лишен был возможности готовить переводы собственными силенками. Те же гордость и замкнутость помешали мне развеять миф о том, что я работящий тупица, надо было удивляться, как я, почти не работая дома, шел все же в первой группе учеников. Со второго класса я перерождаюсь в тупицу, с третьего становлюсь ею, с четвертого еще того чище. Открывается моими товарищами то, что еще до них открыл грубый Эф, я идиотик. Удивительное перерождение от первого к четвертому классу, от триумфатора к униженному и оскорбленному. Такому переживанию способствовали не одни неуспехи в латыни главном предмете, а ряд обстоятельств. Во-первых, моя необщительность, неумение говорить по прямому проводу и дурно приобретенные нервные ломания, перезастенчивость, перепук семейную драму и так далее. Пока я авторитетствовал на ролях первого ученика, разъясняя отсталом науке, основная гримаса моей искривленной жизни не выступала. Поскользнулся я на путях славы и выступила неуверенность, самозванчество, отделенность от других. Отделенность сказывалась во многом. Например, во время перерождения мальчиков в отроков от двенадцати к пятнадцати годам в каждом намечается повышенное любопытство к словам, разговорам, мыслям на тему пола. Начинают фигурировать слова женщины, девчонки и так далее. Стоит появится одному нахалу и цинику, как напряжение интереса к сфере пола разрешается отвратительными хихиками, непотребными разговорами и так далее. У меня же было инстинктивное отвращение ко всякому хихику, и цинических разговоров я просто не выносил. Это подметили. Я стал притчу во языцах, на меня нападали скопом, прижимали к стене и врезывали в уши порой ужасные гадости. Я отбивался, чуть ли не плакал, вырываясь из плена, красный как рак. Эта стыдливость в соединении с нежными в те годы чертами лица и шапку и полудлинных волос, которые заставляла носить меня мать, у нас не следили, чтоб стриглись, создали несносную форму дразнения. Бугаев, девчонка! Хихикала сперва группа озорников нашего класса, втягивая в преследование меня весь класс. Потом уж ревел об этом скопом нападающий на меня класс. Окончилось дело тем, что три или четыре класса, наш младший, два старших, приучились преследовать тихого, неподающего повода для преследования мальчика. Зубрила, девчонка, лиска, дурак. Хор голосов сопровождал меня по пятам. В зале, на переменах, в классе, даже на улице при выходе из гимназии мне показывали языки, кукиши, меня щипали, затискивали в угол, чтобы выкрикивать нецензурные гадости, от которых тошнило меня. Переход из третьего класса в четвертый был переходом от презрительного невнимания ко мне к систематическому издевательству. И в этом издевательстве к просто шалости примешивались и социальные корни. В нашем классе скоро выметилось основное ядро, дающее тон всему классу. Я наблюдал не раз это интереснейшее явление. Класс индивидуум. К четвертому классу определяется индивидуальность, зависящая от головки класса. Если эта головка отдается высшим интересам, получается прекрасный класс, где говорят о Данте, о Шекспире, и где похабники, свистуны, прожигатели жизни, прячут с пугла. Победят хлыщи, весь класс слезет из кожи, принарядится, появляются духи, брелоки, циркулирует рассказы о светских подвигах, вне гимназии победят негодяи, весь класс негодяй. К моему прискорбию индивидуальностью нашего класса было отсутствие индивидуальности. Следующий, старший класс, Сухотин, Голицын, Бачков и другие, развивал интересы к поэзии, литературе, театру. У нас я развивал в мыслях потенции ко всему этому, но сложившаяся и тон, задававшая головка класса, интересовалась иным. Шли разговоры о велосипедных гонках, конкур и пик, о том, кто вне гимназии носит смокинг. Богатые, равнодушны их культуре, перебалованные родители высынки с четвертого класса заговорили о высшем свете, о тоне, о как принято, господствовал стиль легкомысленного и сытого светского кондачка. И всякое отступление от него встречалось с уничижительным презрением. Я не соответствовал этому тону. Я был паре, не нашего общества. Мне, например, до университета не давали денег, и за покупкой любой тетрадки я должен был обращаться к отцу, а наши лоботрясы швырялись деньгами, гоняли швейцаров за пирожками, конфетами. Этим всем я не мог щеголять, и пал во мнении сливок класса не нашего общества. Ко всем напрасленам присоединилась обиднейше. Мой отец, человек небогатый, но ненуждающийся, не отказывал ни мне, ни матери, ни в чем необходимом. И если не давал денег мне, так это происходило частью от рассеянности, частью от непонимания, какие еще деньги нужны в гимназии. Отсутствие денег у меня создало миф о том, что я прозябаю в нищете, которой не было. Мне обидно подчеркивалось, что все порядочные люди тратят деньги, а я нищий, человек непорядочный, так полагали наши аристократы. В противовес аристократам действовала компания отнюдь не демократов, а просто нерях, безобразников, папуасов, как мы потом их называли с одним из товарищей, грязные, циничные, влепляющие друг другу в рожу, и высшие интересы непогруженные до седьмого класса, они и ты нападали на меня дразнением, бранью, цинизмами. В эпоху 1893-1896 годов наш класс явно распадался на две несообщающиеся группы. На ватагу папуасов и на сливки общества. В крайней половине доминировали свои социальные интересы, сливки играли в касту, папуасы бессмысленно дебоширили. Я был одинаково отверженец и здесь, и там. Я и сам активно отталкивался от обеих половинок класса. Стал быть, у меня не было друзей, покровителей. Были старшеклассников, но это не придавало мне социального веса среди товарищей. Быть без друзей в гимназии значит быть активно преследуемым. И преследования росли. И старинная судорога моя, судорога казаться глупее, чем я есть, повторилась после краткого триумфа. Укоряемые дома за двойки и тройки по-латыни, полубредящие невесомыми преследованиями Павликовского, затравливаемые как тупица, девчонка, дурак, нищий обеими половинками класса, лишенный своего друга мадмуазель, я весь как-то замер, съежился в точку абсолютнейшего невоявления. В четвертом классе некий П, с которым в седьмом классе я дружил, когда победил класс, выдумал воистину гнусную клевету на меня. О которой не могу не упомянуть. В те годы я был очень чист, борясь и в мыслях со всякими двусмысленными переживаниями, и уж, разумеется, не страдал никакими пороками. Но в те именно годы я был очень слаб, всегда угнетен, бледен, страдал мигренями, в университете лишь окрепло здоровье. И вот этот бледный вид, в связи с нервной задержью всех движений, внушил Пэ гнуснейшую мысль, что я предаюсь тайному пороку, о существовании которого я и не подзревал в те годы. Начинались его гнуснейшие намеки о том, что он знает причины, отчего я впадаю в идиотизм, и что если это будет и впредь продолжаться, то я стану сумасшедшим. Этот Пэ из кожи лезущий, чтобы выявить чванство пустого тона, социальный святоши и ограниченный весьма законодатель княжеского тона, он гордился, что его дедушка князь испортил мне год подмигиваниями на тему о том, что он знает, почему я такой, предполагалось идиот, и я без вины виноватый чувствовал себя Раскольниковым, настигнутым на улице подозрительным мещанином, вшоптывающим убивец. Не раз помню себя застывшим на лавке большого колонного белого зала. Один, перемена, все ходят парами, тройками, выявляя естественные замашки, а я один. И подойти нехкому, этот срежет, тот пристанет, чего доброго еще подлетит компания озорников и, ломаясь, прияжется на всю перемену, тупица, дурак, краснодевица и заставит выслушивать гадости про девчонок. Сирые дни. Встаешь в семь с половиной, не приготовлен урок, и при ламповом свете тщетно чишься с налету преодолеть Цезаря. Пора в гимназию. Пересекаешь унылый пустынейший денежный переулок, снежок, каркает ворона, каркает в душе, прокаркала душу. С ворот и гимназия, бац, постылый звук захлопываемой двери, постылый, потому что и в гимназии ничего не ждет. Ждет подчеркивание несуществующей нищеты со стороны сливок и приставания со стороны папуасов, ждет бред латинского часа и такое уж унылийшее возвращение домой. Дома мать далекая и холодная, она точно ушла от меня в эти годы. Мы с ней встретились вновь седьмого класса, и ждет отец, как бы тоже ушедший от меня, повернутый только про формы вопросов, от которых не весело вовсе, кто спрашивал, чего не знал, что задано, и я уже начинаю выдумывать, нехорошо, на сердце скребут кошки от этого, спрашивал тот-то, и ты, я все знал, а тройки не звуком. Обед скучный, монотонный, всегда опасный, ссоры отца и матери, переживаемые мучительно, раздражались в часы обеда, не ссорились лишь тогда, когда не были вместе, за обедом встречались, стал быть, ссорились. Это вынужденное сидение втроем угнетало меня, особенно придумывание мною родственных разговоров, сплошная натуга. После обеда сидение под лампой перед Цезарем, которого не перевожу, но делаю вид, что перевожу. Под Цезарем роман, читаемый украдкой. Иногда нет романа, а сплошное обалдение. Отсидев шесть часов за партой, отсиживаю вечер под лампой, иногда мать упражняется, этюды Крамера монотонно-сурово звучат мне в душу, поднимая рой созерцаний, не думы, упорная медитация, ставшая в годах йогой какой-то. Позднее открылись результаты сидений и разглядывания кончика носа, а не в понимании вещей другим непонятных, можно сказать, Шопенгауэра, метрлинг, и частью Ипсона я высидел в эти годы под лампой. Высидел свой план бунта по Ипсену, отказ от конца века под флагом пессимизма и узнаний, что шорохи быта квартир и гимназических интересов, сплошное шелестение сухих листьев, шелестение смерти. Метерлинговская втируша уже притиралась к душе моей, и я постиг слова Ницше «Устыня растет, горе тому, в ком таится пустыня». Повторяющаяся фраза из раздела «Среди дочерей пустыни» четвертой части книги Ницше «Так, говорил Заратустра», сравнив переводе Антоновского, «пустыня ширится сама собою, горе тому, кто сам в себе свою пустыню носит». Странное дело. Чем более я удалялся отца товарищей, тем более я их видел со страны, видел наш класс, видел среднюю равнодействующую быто соседних классов и, так сказать, видел быт так вообще гимназистов, так вообще гимназии поливановской, как и всякой другой, быт неутешительный. Пыль квартир ученой интеллигенции, хорошо мной изученная, оказалась пылью сынов, которую я наблюдал в гимназии, но круг наблюдения был шире. Я наблюдал сынков аристократов, купцов, людей свободных профессий, помещиков крупных, средних и мелких, дети и мелких помещиков гы-гы-кали на меня, дурак, девчонка, а дети крупных грассировали не нашего общества, и уже подымалось в душе «хороши все», и даже подымалось «ужо вам». В этом «ужо» отчеканивались первые этапы решения, меня оскорбляющих согнуть в идеологический рог. Мысль о бронированном кулаке выявилась к концу гимназии, когда я заставил таки класс считаться со мной как символистом. Меня спросят «ну, а преподаватели?» Отвечу «только Поливанов». Остальные не преследуя меня, кроме Павликовского, даже оказывали мне внимание, не задевали. И внимание это было каким-то вниманием с опаской. Отцы учителя Гиацинтова, Шишкины, Бельские, не имея ничего против меня, точно чувствовали в воспитаннике змееныша, который ужалит их вкусы и оскорбит репутацию гимназии, выпускающей в жизнь пушкинистов, а не скорпионщиков. Бельские, Гиацинтовы, Шишкины и Лопатины, то есть ариопак консервативных культурных традиций, надстроенных над поливановскими словечками, традиций, не имеющими, в 1893 году учителя, а в 1903 возмущенные гонители моего духа в московских гостиных, не могли не чувствовать меня чужаком. Я был отщепенец среди их сынов, и, стало быть, я был и для них отщепенец. Формально мне ставились недурные отметки, и холодно признавалось, что я не без успехов, но я тогда уже знал учителя плохая опору. Лишь в Поливанове, проницавшем насквозь, чувствовал я тайную симпатию и какое-то понимание меня в сфере, где слова немеют, ведь видел же он горение мое на уроках его. Но, видя, что я напуган, переконфужен, он деликатно оставлял меня самим собой. Оговариваюсь. Я нисколько не посягаю на высшие интересы преподавателей и отдельных учеников нашей гимназии, даже групп учеников, присутствие интересов таких и было плюсом Поливановской гимназии моего времени. Инициатор всего и Баян, Лев Иванович, зажигавший сердца даже среднего уровня, все отдавались урокам его. Но в одних те уроки формулировали культурную жизнь, а в других они были лишь интересным феноменом, но приходящим. Пока рычит Лев, класс в восторге, но уроки окончены, и Поливанов со всеми симфониями языка отлетает и одолевает пошлость квартир, пошлость вкусов, привычек и устремлений. В мое время двести воспитанников выявляли совсем не одну, а несколько средних линий. Состав был припестрый, и там, где когда-то была несомненнейшая увязка по линии интересов культурных, господствовал в мое время разъезд. Поливанов, группа преподавателей, отдававшихся высшей культуре, и группа учеников, в большинстве старших классов, связавшиеся с интересами этими, одно пятно пестрого состава гимназии. Сытые маменькин сынки с форсом, с сознанием своего состояния и принадлежности к сливкам общества, без сознания, что сливки прокисли, другое пятно. И, наконец, группа с пониженным интересом к культуре, наоборот, с повышенным интересом ко всякой пошлятине, группа, не пропекаемая Поливановым, лишь слегка задеваемое третье пятно. В ней тип поливановца уже становился типом казенного гимназиста в дурном очень смысле. В этой неувязке состава учеников чувствовался располз поливановской гимназии, в котором она не была повинна, располз социальной, с бессознательно изживаемыми классовыми противоречиями. сознания рубежа не было в руководителях гимназии, и потому ее положительные стороны с культом Пушкина, Шекспира, софокла и прочими преимуществами высших интересов к моменту выявления рубежа должны были консерватизироваться, то есть потерять остроту жизненного стимула. Ни поливанов, ни преподаватели не понимали новых веяний, ни социальных, ни художественных, не понимали того, что и Пушкин, и Шекспир, и Софокл должны быть по-новому добыты, то есть отмыты от штампов конца столетия не просто возвратом вспять, а творческой переработкой самих восприятий сознания. Поливанов весьма оценил Брюсова как умницу. Говорят, впоследствии, когда ахнули все на бледные ноги и утверждали с уверенностью, что Брюсов неграмотный дурак, Поливанов ответил на это «Оставьте, умница, но ломается». Он не понимал, что не Брюсов ломает ся, а что Брюсов я и сколь многие, которых он в переломном моменте не видел, стоят на перевале и им сломаны. Не Брюсов ломал ся, а время ломалось. То время, которого Брюсов уже был выразителем и которые Поливановская гимназия уже не могла отразить. Если бы Поливанову в 1895 году рассказывать, что очень любимый, ценимый им и близко знаемый Лев Львович Кобылинский, тогда гимназист казенной гимназии двояко его ушибет, во-первых, марксизмом и, во-вторых, символизмом, как Эллис, что воспитанник Бугаев и воспитанник Сергей Михайлович Соловьев, которым оказывал он внимание, станут тоже символистами, а объединясь вокруг Брюсова ломаки, он ахнул бы. Но еще более ахнул бы он, что именно из этой группы будущих весовцев раздадутся призывы по-новому любить пушкинский стих, Шекспира и античную драму. А между тем рубеж, ощущаемый вздрогом точки перевала, но воспринимаемый стариками ломанием, уже гнездился в недрах Поливановской гимназии в описываемое время. В это именно время кончал гимназию Брюсов, проповедуя Ясюнинскому и Ноевсу Яковлеву Щербатову символизм, и они шли на это. То есть восьмой класс, о котором Поливанов писал Никольскому, что этот класс, прелесть какой, уже содержал в своих высших интересах яд, и опасный яд. И в то именно время маленький Бугаев, еще примерный ученик, глубоко затаил в душе впечатление от французских импрессионистов. Будущие декаденты Поливановцы проделали все то, что, по мнению Поливанова, отмечало их интересы как высшие. Они увлекались Шекспиром. Боря Бугаев с Сережей Соловьевым ставили в квартире сцены из Макбета, прекрасно учились русскому языку и ценили классиков поэтов, а Валерий Брюсов восхищал ответом о Дельвиге. И тем не менее, они-то и были бацилло-разносителями той болезни, которая заставила скоро ахнуть просвещенный преподавательский ариапак. Бессилие против вторжения интересов к марксизму у нас появились поклонники тогдашнего Струфи и тогдашнего Туган-Барановского, к символизму и к многому другому еще выявляло распад, ужасный распад, прикрываемый маской благополучия, распад не гимназии, а жизни. Этот общественный распад передо мною встал, картины гимназии вообще в лучшей гимназии своего времени. Описывая преследование меня со стороны товарищей по классу эпохи 1893-1896 годов, должен отметить, меня презирали главным образом ровесники, то есть наш класс и ближайшие младшие и старшие классы. Наоборот, многие старшеклассники мне особенно симпатизировали, как Яковлев, которого отмечает Брюсов, Богословский, с которым я позднее познакомился уже Андреем Белым, через Бориса Зайцева. Брюсова я лично не знал, но помню его. Он нас, малышей, необыкновенно интриговал своей мрачной одинокостью, растительностью, угрями и встрепанностью. Помнится, где-то вспоминает он, что малыши досаждали ему, и он, большой, вступал с ними в драку. У меня не было столкновения с Брюсовым. Но я мог досаждать ему. Бывало, он шагает один от колонны к выходной двери из зала на переменах, а я, второклассник, заложив книгу за ремень, поставив сапоги ребром к скользкому паркетному полу, несу-с на ребрах подметок, как на коньках на перерез Брюсову. Я все окружил вокруг него, вероятно, мешая ему слагать стихотворные строчки. На почве покровительства мне взрослыми. У меня одно время завязалось общение с гимназистом Тороповым, когда я поступил в первый класс, он уже был старшеклассник. Общение заключалось в том, что Торопов бродил со мной у меня, обнявший за большой переменной, объяснял мне закон Божий и поглаживал по голове. Кажется, он отмечал во мне высшие устремления. Это был краснощекий и вспыльчивый брюнет с черными выпученными глазами, с уже пробивающей с растительностью. Он увлекался геометрией. Доказывая классу теоремы и приходя от этого в раж, он делался вне себя от диких споров. Лицо остановилось Багровым, горловой. Басовый, чуть подшипетывающий голос начинал толкать звуком зал. У него были толстые красные губы, большой нос и нелепые движения рук. Скоро я понял, что он не уравновешенный фанатик, кидающийся из одного увлечения в другое. К нему приставали. Тогда он, став Малиновым, приходил в ужасную ярость, пугая всех нас драками. Раз я видел, как он дрался с группою соклассников и ужаснулся свирепому Малиновому сумасшедшему его лицу с бессмысленно выпученными глазами, его едва привел в чувство, вмешавшийся надзиратель, и скоро уже, оправив пенсне, он носил пенсне, и, став нормальным, он сконфуженно ходил по залу. В обращении ко мне он проявлял добрые, даже какие-то нежные жесты. Рассказываешь ему что-нибудь, а он, полуслушая, гладит по волосам и тихо качает головой, отдаваясь своим мыслям. Позднее прогремела фамилия Торопова как председателя союза активной борьбы с революцией. Передавали ужасные вещи об этом изверге. Обвиняли в убийстве Герценштейна, передавали, будто он предложил свои услуги быть палачом и, главное, цинично гордился этим. Торопова я презирал. Он казался мне монстром. Торопов был издателем черносотиной газеты «Вече», членом областной управы Союза Русского Народа и председателем Московского Союза активной борьбы с революцией и анархией. Возле его дома в Москве, служившего штаб-квартиру и у московских черносотенцев, 14 марта 1907 года был убит Иолос, кадет, депутат Первой Государственной Думы. Причем убийца выбежал из этого дома. Член Первой Государственной Думы, один из лидеров партии кадетов Герценштейн был убит черносотенцами 14 июля 1906 года в Тириоках, Финляндия. Однажды в ресторане «Прага» это было вероятно в 1907 году, проходя по залу, я увидел бывшего старшеклассника Торопова, оказывавшего мне столь большое внимание. Он почти не изменился. Те же выпученные глаза, громкий голос, размашистые движения. Я к нему, нисколько не ассоциируя Торопова с тем Тороповым. «Здравствуйте». «Ну как поживаете?» «Приветливо сказал я». На что последовал его ответ. «Хорошо вам, поэтам, отдаваться песням, а вот на нас, политиков, кошек вешают». Я еще не понимая его воскликнул с полной наивностью. «Да с какой от поры вы стали политиком?» Торопов и политика не увязывались в моем сознании, ведь я видел его то увлеченным математикой, то поэзией, но на мой вопрос он захохотал, пожал плечами и, раздвинув руки, бросил грамм чайше и не без вызова. «Как с какой поры?» «Да ведь я Торопов!» Тут только встал в сознание образ монстра. Того Торопова, Торопова-палача, Торопова-убийцы, может быть, мелькнуло. Неужели лишь тот Торопов? Этот! Я обалдел. Он, глядя на меня и видя, вероятно, ужас, отразившийся на моем лице, продолжал смеяться, но в смехе выступил явный конфуз. Я с болью ответил ему, я не знал, жалею, что подал вам руку. И, повернувшись, пошел от него, переживая муку. Того Торопова ведь любил мальчиком. Он продолжал смеяться на меня глядеть и странно, скорее с грустью, чем с негодованием. Мне говорили потом. Вы счастливо делались. Этот сумасшедший мог ведь вас и пристрелить, у него всегда револьвер в кармане. Карца вскоре потом он кого-то и пристрелил. Другое тоже горестное воспоминание. Когда я был в первом классе, в нашей гимназии учились братья Карр. Их было, кажется, четыре брата. Один учился в нашем классе, во втором классе его уже не было. Братья эти казались мне очень тупыми. Наш Алоис Карр был чуть ли не последним учеником. Кого любили все и наш класс, и приготовишки, так это младшего брата Карр, Сашку. Маленький, прыткий, веселый блондин с открытой душою, постоянно радующий с чему-то, проказничающий, но никогда не обижающий. Этот маленький Карр-чонок пользовался всеобщей любовью. Взрослые его тискали, сажали на колени, кормили конфетами. Мы весело с ним принимались на переменах играть и бегать. Скоро все братья Карр исчезли из нашей гимназии. С какой болью впоследствии я читал страшные подробности убийства отца и матери извергом человеческого рода Александром Карр. Этим ужасно прогремевшим на всю Россию Александром стал милый Сашка. Борьба за культуру. Переход от 12 лет к 15 переживался особенно тяжело. Как период от 5 до 8 лет. Между лежат 4 года окрашенные дружбой с мадемуазель Беллой Роден. При ней пережил я и свой триумф гимназии и более легкую жизнь дома. Она была в курсе всех моих интересов вплоть до разыскивания книг книг для чтения. В третьем, четвертом и пятом классе я деградирую как воспитанник. В глазах учителей я хуже учусь, в глазах товарищей я превращаюсь в идиота, и в соответствии с этим омрачается и атмосфера нашей квартиры. Отец неумело проверяет мои знания, лишь отбивая меня от бессмысленного зубрения. Он не указывает мне выхода, не дает книг для чтения, я вкупорен в себя самого, у меня создается впечатление, что никто мне не может помочь. Никому не вдомек, что мои неуспехи от крупного успеха, от бурно развивающихся высших стремлений и запросов, которые я предъявляю знанию, оно должно быть культурой, входя органически. Я теряю вкус к совершенно бессмысленному отсиживанию по шести часов в день, во время которых на объяснение уходит максимум полтора часа, прочие уходят на никчемное выслушивание того, как путают ученики и как путаются учителя в своем отношении к запутавшимся, никчемность, сидение, изубрежки, мало сказать, что продумано мною. Она, выражаясь языком философов, интуитивно увидена, увидена насквозь и раз навсегда, после чего никакие логические доводы меня не подвинут к добросовестному выписыванию латинских слов и осмысливанию форм по традиции Элленда Зейферта, ведь сам Зейферт увиден, как идиотская грима соглумлений над душою отрока, ищущего смысла культуры. Этой ясной истины, ясно мной пережитой уже в третьем классе, к великому моему удивлению, никто не понял. Не поняли товарищи, движущиеся по классам верхом на репетиторах, не поняли преподаватели, не понял отец. Вместо того, чтобы переговорив с директором, освободить мне хоть день в неделю для личных культурных нужд, он, пахав, что гимназией уроками съедает время, предложил мне доедать себя, удвоив часы отсиживания, за бессмысленным приготовлением к тому, к чему нельзя подготовиться, ибо нельзя подготовиться к смыслу латыни, когда вместо этого смысла стоит тень министра Толстого, внедрившего латынь сознательной целью смысл обессмыслить. Мой отказ от учения был именно моим досказанным алканью подлинного учения. Товарищи удовлетворялись пятеркую, я удовлетворился бы только системой знания, а эта система вырастала из организации моих собственных интересов, из роста их. С четвертого класса я начинаю учиться у себя, и моя борьба с неправильным внедрением ложной учебы принимает вид настоящей революции. С организованным подпольем и с бомбами. Решение себя обучить, минуя гимназию, минуя наш дом, крепнет после поражения естествознаний. Весь второй и третий класс я пропылал любовью к естествознанию и жажду иметь соответственную литературу. Я выковыривал из детских журналов и книг все, что носило отдаленное приближение к природе, к ботанике, к зоологии, к метеорологии. Из-за отсутствия книг я должен был с естествознанием разорвать. Грустно признаться, имея такого отца с такой библиотекой, заключающей Дарвина, Бекона и так далее, я не имел дома естественно научной пищи. Да, не имел. Потому что, во-первых, никто не принес мне в комнату Дарвина, а читать воровским способом я пока еще не умел, через два года уже умел. Во-вторых, какое не иметь развития. Но факт останется фактом. Происхождение видов не книга для двенадцатилетнего, а Кайгородовы до Богданова к третьему классу были мною высосаны, переусвоены, я их перерос. И позднее уже ни научные развлечения Тисандье, мною взятые у отца, ни украдкой прочитанные умственные эпидемии не вернули мне интереса, который был сломан. Скажут, почему вы открыто не заявили своих претензий? Ответом пусть служит все написанное в этой книге о том, как проблема открытости была переломана бытом нашей квартиры во мне с четырехлетнего возраста. Чтобы заговорить открыто, нужно было произвести революцию всех наших устоев. Я и заговорил открыто потом, когда выступил в открытую. Открыть мне что-либо означало взорвать подполье. Пока копили силы для взрыва, я жил подпольщиком. Потерпев крак с естествознанием, я повел иную политику с другой своей страстью во мне разгоравшейся. Эту страсть зажег Поливанов. Он-то, собственно говоря, и был повинен в соблазнении меня. Страсть вздутая живое слово во всех его проявлениях. Поэзия, художественная проза действовали электрически. Проблемы, связанные с эстетикой, вплоть до философии искусства, казались поданными природой моей, и мне во мне открытой, а между тем жажда не могла насытиться. Среди огромной залежи отцовских книг не было художественных. Книги матери, среди которых были Гоголь, Шиллер, Алексей Толстой, Фетт, на запоре. Мать никому не давала их, боя, что ее перепортят ценные переплеты. Я тянулся к классикам, а откуда их достать? Их сознательно не давали, мотивируя тем, что классики не уйдут, а вот уроки готовить надо. Я изгрыз, перечитал и перепрочитал художественные отрывки хрестоматии Поливанова. Они раздразнивали меня. В третьем классе я пережил упоение Пушкиным, а Пушкина знал по отрывкам. Что было делать? С четвертого класса я превращаюсь в дряненького воришку, снедаемого страстью художественной культуре. Украдкой вытаскивая из запертого шкафа матери и из комнаты отца все, что имел хоть какое-нибудь отношение к моим интересам, прочитаны Диккенс, Гоголь, весь Алексей Толстой, Лермонтов, Майков. Одно время я увлекаюсь поэзией Алексея Толстого, но одолев Дон Жуана, начинаю понимать, что он вялая дрянь. С пятого класса к художественному интересу присоединяется интерес к чтению вообще, к серьезному чтению. С этого времени я тайный посетитель кабинета отца. Сколько и дряни, и книг малопонятных для моего возраста, одолел я, начиная сосмаялся. Я читал физиологию ума Карпентера, не имея никакого представления о физиологии, и дрянную княжонку Аллана Кардека Ла Женез Дю Спиритизм. Я уже присвоил себе тайное право рыться в вопросах философии и психологии за ряд лет. Странное, беспочвенное, бессистемное чтение. А те авторы, которые были мне по возрасту, как Толстой, Гончаров, Тургенев, Пушкин, Белинский и так далее, отсутствовали. Я вынужденно питался официальным чтением, приносимым отцом для матери из клуба. Градации томиков Генри Ут, Коллинз, Вернера, Жешко, Марлит, Золя и Буржея заглатывались в эти годы, не удовлетворяя нисколько. Из месяца в месяц росла жажда чтения классиков, эстетиков, философов искусства, историй, литератур. От этого круга чтения я был отрезан. С шестого класса в мой художественный горизонт врывается волна новых имен. Гауптман, Бодлер, Мередит, Рескин, Уайлд, Верленд, Ницше, Ипсен и другие. Кое-чем раздобываюсь я в квартире Соловьевых, это крохи по сравнению с моей потребностью. Я твердо знаю, гимназия ничто. Самообразование наперекор гимназии, отцу, быту, вкусом, все. Не просто самообразование по шпаргалке, а удобрительный материал для того, что я сам в себе образовал. В гимназии уроки Льва Ивановича провоцируют, как ни странно сказать, послать к черту режим уроков. В четвертом классе Николай Келлер, один из зубрил, ограниченный юноша, изобретает затею. Он будет издавать художественный журнал. Я даю ему художественный отрывок в прозе, написанный в один присест. Отрывок приводит в изумление Келлера, который заявляет, его репетитор нашел в нем присутствие незаурядного таланта и агорт. Выходит, первая тетрадка журнала. Что же я вижу? Вместо лапидарного отрывка странички в полторы шесть страниц вялой сентиментальности, где фигурирует и очаровательная ночь, и очаровательное пение соловья. В чем дело? Оказывается, Николай Келлер с репетитором, вдохновленные моим отрывком, к нему приложили руку. Я, тихо ахнув, не осведомлялся о журнале. Моя реакция на все, тихо ахнув убийца в молчании. Но, тихо ахая, я противополагаю бессмыслице свою борьбу за культуру, и в этой борьбе скоро перехожу грань дозволенного. Забегая вперед, скажу, настал роковой день, когда я, не сообразив последствия моего поступка, переступил черту. Был мерзкий осенний день, сеял дряненький дождик, как-то особенно не хотелось в гимназию. Я пошел крюком. Оказавшись на стенной площади перед читальней Островского, я сказал себе, не случится ничего дурного, если я опоздаю на два глупых часа, ознакомившись с каталогом читальни. В каталоге оказались северные богатыри, Гетда Габлер, Нора и праздник в Сольхаузе Ипсена. Я спросил себе северных богатырей, сел, открыл книгу, погиб. Ипсен разрыв бомбы во мне. Вместо двух часов я прочитал Ипсена шесть часов, чего-то не дочитав. Стало быть, следующим утром я опять не попал в гимназию, дочитав Ипсена, я начал преступление и наказание Достоевского. Читатели понимают сами, что вернуться в гимназию, не читав романа, нельзя. Но в день, когда я кончил роман, я начал идиоту, посещение гимназии отсрочилось до окончания чтения главных романов Достоевского. Но тогда начался от Евгеньев. Я действовал, как сам нам было. Прекратить чтение не было никаких сил. Раз приступил, надо было использовать преступление. И повторила сказка о тысяче одной ночи с тем различием, что это была сказка пятидесяти дней, во время которых я просиживал по шести часов за неотрывным чтением. Тоска лет по художественному питанию удовлетворилась. Я похудел, стал зеленый от переутомления, глаза мои лихорадочно блистали от разрывавшегося художественного потока, сладкого и гибельного, гибельного, ибо на что же я шел? Дома меня встречали как возвращающегося из гимназии, а на вопрос кто спрашивал я буркал что-то невнятное, стараясь не мучиться от стыда и раскаяния, а впереди ждал вопрос уже в гимназии где вы пропадали? Я с неделю обдумывал как бы мне вывернуться. Не было никакого выхода во всем признаться, меня б не поняли. До сих пор преступление у тайки еще было переносно. Наступил момент, когда оно жгло как пламя, ибо я написал своей рукою записку от якобы матери к надзирателю, отсутствовал по какой-то болезни. И этот подлог адское пламя, на котором я горел целый год. В оправдание себя скажу, муки совести превысили преступления, совершенные во мгновение ока и в безвыходном положении. Положение создавало с пылкостью любви к художеству, тем не менее, страдал я ужасно. Страдай же, знал, результат преступления перерастает вину. Пятьдесят дней, отделяющие невинность от убийства совести, переродили до основания. И хотя я чуть ли не сошел с ума от разрыва впечатлений, они, утрясывая, с полтора года, сковали меня вооруженного опытом и самосознанием мужа. Подумайте, что я осилил сразу. Ипсена, Гауптмана, Зудермана, всего Достоевского, всего Тургенева, Гончарова, Фауста, Гёте, эстетику Гегеля, ряд поэтов, вечерние огни Фета, Полонский, Пушкин, Некрасов, Натсен. Я перерыл ряд современных журналов, читал Северный Вестник, открыл Сологуба и Бунина, мне неизвестных, читал Гиппюс, и из ряда проглоченных статей выработал сознательную программу чтения, присоединившиеся в скором времени к моему чтению Шопенгауэр, Белинский, Рескин, плюс моя работа над ними наложили отчетливое клеймо на формирующееся мировоззрение, и на этом клейме было выгравировано символизм. Я стал символистом ценой убийства Авеля. Авель во мне чистота совести. Пятьдесят дней, отделившие меня от меня же, превратили в Каина, и двенадцать месяцев потом Каин, убийца совести, томился тоскою и страхом. Но если бы ему предложили повторить этот опыт с обманом, он ужасаясь вдвойне его повторил, ибо в обмен за чистоту Рес он получил культуру, ведь Каин не Авель ее творец. Я не стану описывать драматическую эпопею того, как Каин томился и как открылся обман. Что произошло между ним, отцом и директором Поливановым, это сюжет драмы, которую некогда я хотел изобразить в повести преступления Николая Летаева. Но первая глава, крещенный китаец, разрослась в повесть, повесть не была написана, в биографии живописующей Геннезис рубежа во мне ей тоже не место, как драме, слишком драме, и драме написаны в Ипсоновских тонах. Здесь должен сказать, я не просто знакомился с драмами Ипсона, рисующими схватки между двумя формами долгов, ты должен для других, и ты должен во имя стремления, тебя распинающие, драмы читающий драмы Ипсона, был сам героем одной из Ипсоновских драм. Оттого-то они меня до такой степени вывели из себя, что некоторое время я развивал фантазию, тайно, бежав в Норвегию, добиться того, чтобы быть принятым в дом Ипсона в качестве его лакея. В этой мысли о лакействе изживала себя потребность послужить в изгнании тому, кто углубил мне взгляд на драму жизни. Эта фантазия пылала в моей душе в период неоткрытости моего преступления. Я думал, когда все откроется, и я покрою себя несмываемым позором перед директором, родителями, знакомыми и друзьями, я бегу, чтобы в услужении для другого смыть пятно позора, которым я себя замарал. И в чистке ипсоновских башмаков изживала себя мистерия омовения Каина мног того, кто его подвинул на убийство. Читатель — это не шутка. Не оправдывая себя и горько калис, я ставлю вопрос из другой страны. Скажите же мне, что это забыт? Где возможны такие нелепости? И где действующие лица носителей высших стремлений и высшей культуры? Я шестнадцатилетний преступник, чистый юноша, краснеющий от женского нескромного взора, и добрый юноша, не способный убить вороны? Одушевляющие меня стремления прекрасны, и зная их Поливанов, он бы воскликнул со свойственной ему эмоциональностью прелесть какие. Действительно, я углубился в Гегеля, в Рескина, меня ждут Шопенгауэр и Кант. Я пишу для себя длиннейшие исследования о природе красоты, стараясь выявить отношения между понятиями идея, тип, символ, я уже очень образован. Недовольствуюсь идеализмом, читаю у Эвеля и Милля, образован, добр, пылаю сочувствием к добру и свету, не пью, не курю, не развратничаю, не приношу пошлости, а я преступник и, главное, соблазнитель мой, взманивший на путь преступления обострением жажды к художеству, сам Лев Иванович, невольное действующее лицо драмы, в которой я герой. Третий участник драмы, отец, чистый, прекрасный человек, весьма понимающий мои умственные запросы, ибо мне подкладывающий Милля, но не понимающий, что запросы шестидесятых годов уже не запросы девяностых. Отец, видящий бестолочь толстовской системы, громления мозгов и с ней уже борющийся, подготовляя кампанию за естествознание против министерства, и все же стоящий за то, чтобы я себя этой системою догвоздил, и ради этого лишающий меня правых эстетических потребностей, не умеющий расколдовать во мне скрытность, которую маской ко мне пришили с четырех лет, ведь преступление Каина итог быта, итог двенадцати лет ужасного коверкания родителями себя, своих отношений друг к другу, перекрещенных на мне. Повернув историю моего преступления под углом борьбы двухстолетий и страшного провала критериев жизни высшей интеллигенции, ведь, пожалуй, и не найдешь преступников, наткнувшись на исторический рог. Мне от этого не легче, ибо преступников себе переживал я год, денно и ночью. Конечно, я вышел из опыта ужасного и прекрасного года, прекрасного его мир, культуры, стоял передо мною невероятным ландшафтом будущего, с твердым решением не повторять преступлений подобного рода. Совесть моя окрепла, но окрепла на разглядывании все же кривого поступка и все же поступка совершенного мной. В преступлении воспитанника Бугаева были посвящены три лица. Воспитанник профессор Бугаев и Лев Иванович. Знаю, что у отца и у Льва Ивановича был разговор обо мне, не знаю содержания разговора, оба по-разному убили меня. Отец взрывом горя и ясным прощением, а Лев Иванович изумительным благородством два месяца он был со мной подчеркнуто нежен и слышал из в тембре обращения «Ничего, ничего, не горюйте, Бугаев». Он вызвал во мне взрыв моральной фантазии. Я, глядя на него, как бы произносил клятву, он как бы молча принимал ее. Но, приняв, он жестом дал мне понять, что ему все известно. Должен закончить описание этой драмы о санной благородству и тонкости педагогического таланта этого человека, когда он действовал от сердца к сердцу ученика. Описывая трагические случаи, венчавшие борьбу за культуру мою, я заскакиваю. Он финал лет, который я заглавил бы путь от триумфа к позору, но генезиса той или иной темы нельзя выдержать только в хронологическом порядке, не превратив биографии в краб фактов, весьма интересных для автора, но не для читателя. Пока совершались процессы вырождения из домашнего и гимназического бытов и процессы врождения в то, что мне стояло, как ренессанс, я отдавался ряду невинных и разрешенных переживаний. Как ни была мрачна моя жизнь, я, и страдая, не терял жизнерадостности сквозь все пробивавшееся. Ослабевало страдание в том или ином участке сознания, и мгновенно участок начинал процветать. И я процветал любовью к Малому театру, к Ермоловой, к Садовским, к Гореву, к пьесам Островского. Не было момента, когда бы я бросил свою игру. В 1893 году мы жили на даче в Царицыне. Тут настигло меня увлечение девочкой, Маней Муромцевой, дочерью Сергея Андреевича Муромцева, с которой я познакомился на даче Вышеславцевых. Очень хорошо помню отца ее, Сергея Андреевича, еще чернобородого красавца, как его называли тогда, а вовсе не председателя думы. С той поры периодически возникает его жена, с которой встречаюсь я в самых разнообразных местах до 16-го года. Помнится Царицынский парк, моя беготня с детьми Давидовыми и та же четверка Лопатиных, сменивших Демьянова на Царицына, устраивавшая парады прогулок на удивление дачников. Помнятся соседи по даче, шумные барышни Орешниковы, с которыми я впоследствии не раз встречался, а с Верой Алексеевной, женой писателя Зайцевой, дружил. Вера Алексеевна, очаровательная белокурая и розовая барышня, всегда в розовом платье, к которой я чувствовал почтительную почти влюбленность. Из Царицына я привез страсть к танцам. И увлечение медлилось весь третий класс, когда я учился танцам у двух учителей сразу, у Тарновских по воскресеньям и у Вашеславцевых по субботам. У Тарновских я постоянно встречался со стариком бароном Корфом, у них же я видел Южина Сумбатова, которого обожал замор Тимера в Марии Стюарт, и Владимира Ивановича Немировича Данченко. А у Вышеславцевых мне запомнился Крестовников, будущий председатель биржевого комитета. Увлечения танцами были летучи. Вспыхнувшие отгорели, сменяясь увлечением фокусами, которые я проделывал с таким совершенством, что ужаснул свою суеверную бабушку. За фокусами вынырнула страсть к акробатике, в которой я тоже был гораст. Пойди я по этому пути, я очтился бы в цирке. Я потрясал ту же бабушку тем, что мог, поставив друг на друга четыре стула, на них взобраться и, стоя под потолком, держать горящую лампу на голове, что мне запретили. Я проделывал курбеты на трапеции, помню, что в Кисловодске я прилечал барышень, раскачиваясь и не держась руками за веревки. За акробатикой последовала страсть костюмом. Я выдумывал разные стильные костюмы из домашних пустяков. Я начинал поражать воображение матери, вдруг появляясь в костюме английского пэра эпохи Елизаветы, мать восклицала, совсем как в малом театре. А я, поразив воображение, удалялся, чтобы предстать перед ней Мавром или Германом из пиковой дамы, весьма поразившей меня. Эта страсть к маскараду скоро нашла богатую пищу, когда в Соловьевской труппе я стал всеми признанным и всеми оцененным костюмером. Когда мы ставили два мира Майкова, то режиссировавший Михаил Сергеевич Соловьев не вмешивался в мои функции, и их одобрил спец Владимир Михайлович Лопатин, присутствовавший на представлении. Два мира стихотворная трагедия Майкова. Домашний спектакль состоялся весной 1897 года. Мы задумываем к Пасхе серьезнейшую постановку. Ставим два мира Майкова. Я играю Деция, Марусика Валенская, христианку, Сергей Михайлович Соловьев в соответствующую роль. Михаил Соловьев сам режиссирует нас. Я беру на себя обязанности костюмера. Но под всеми этими играми разыгрывались иные игры. Мои игры про себя. Вернее, опыты остранения атмосферы, сперва тайные, потом разыгрываемые как мифы и гафы уже студентам. Гафы здесь забавы, розгрыши. От английского разговорного гаф, ерунда, болтовня, вздор, балаган. Впоследствии Брюсов отметила в дневниках след этих гафов. Бугаев заходил ко мне несколько раз. Мы много говорили о кентаврах, рассказывал, как ходил искать кентавров за девичий монастырь. Как единорог ходил по его комнате. Или Андрей Белый разослал знакомым карточки визитные, будто бы от единорогов, иные смеялись. А господин Рачинский испугался, поднял суматоху по всей Москве. Сам Белый смутился. Прежде для него это было желанием создать атмосферу, делать все так, как если бы единороги существовали. Валерий Брюсов дневники страница 134 По носу критикам, доносящим на меня за мистику и в эпоху записания дневников, и гораздо ранее, будучи шестиклассником, будущий Белый весьма старательно упражнялся в как будто в стиле собственных макетов собственной студии символизирования, источник которой игра, а не вера. То, что Шкловский называет принципом остранения, и Брюсов понял с первого мига встречи, что постановка атмосфер великолепно уживается в белом с критицизмом, кантом и интересом к основам химии Менделеева. Тринадцатью страницами ранее тот же Брюсов записывает «Был у меня Бугаев, читал свои стихи, говорил о химии, пропускаю слишком лестную для себя фразу, и дальше «Зрелость ума при странной молодости». Дневники страницы сто двадцать первая. Брюсов с первого же мига понял, что мои символизационные упражнения, захватывающие не только словесную фразу, но и переживания, индивидуальные и социальные, отстоят за три девять земель отверх в мистическую кошку серую, которыми порой так страдал в юном возрасте Александр Блок, бессознательно провоцируя меня к философским вопросам ему в письмах, шуткам, постановочным макетам «Остранение быта», чтобы выведать, в чем же корень его прекрасной дамы. Главное, это право устраивать студию нового быта, белым, оформленным отделом арабесок под заглавием «Творчество жизни», то есть притворение переживаний, подчиненных стилю. «Как тщились создать стиль мебели, так юный белый тщился в великой придерзости своей создать новые атмосферы переживаний под флагом игр, то самое, что Валерий Брюсов выметил в своих юных строчках «Я сделал снег из лепестков». Но эти мои стилизационные игры идут из моей детской игры, своей игры, корень которой в перелаживании предметов быта в знаке чего-то иного, еще искомого. Из этой игры и выветвлялись все иные игры, и в костюмеры, и вот во что. Прочитав эстетику Шопенгауэра «Третья часть «Мир как воля и представление», я пленился идеей Шопенгауэра о непосредственной возможности увидеть идею. Я каждый день останавливался на прогулке перед, например, домом и зрительно учился увидеть стилистическое целое его формы без относительно к улице нелепым вывеском как нечто основное. Я считал, что вижу идею дома, когда это удавалось. Позднее с юным Сергеем Михайловичем Соловьевым садились мы на бульваре, и я, наблюдая прохожих, силился увидеть идею, то есть нечто типичное, чтобы мгновенно сомпровизировать фамилию, выражающую сущность прохожего. Я восклицал, «Вот идет Соня Алова с мисс Мак». Проходила девочка с гувернанткой. Раз я восклицал, что не узнал в нем знакомого, что это мистика или студия наблюдений. Свои разглядывания я называл созерцанием идеи. В этой ошибке в выборе слова я повторял лишь почтенное заблуждение Гетте, уже взрослого, спорящего с Шиллером о том, что идею перворастения можно узреть. Я, непосвященный в этот спор, не подозревающий еще о нем, собственно, поднимал вопрос Гетте, что есть идея в явлении. Имеется в виду первый разговор между Гетте и Шиллером, положивший начало их творческому союзу летом 1794 года в Йене после заседания основанного Гетте общества естествоиспытателей. В ходе разговора обсуждалась разработанная Гетте морфология растений и идея некоего прорастения, якобы бывшего в основе всех растительных видов. Разговор описан Гетте в автобиографическом этюде «Счастливые события». Под флагом созерцания идей я развил глаз к усвоению не только стилей, но и природных явлений. Я уже часами разглядывал оттенки зорь, месяца, цветов, лиц, человеческих жестов. Все изученное мною натурально легло далее в основу чисто писательской привычки к наблюдательности, корень которой в тех упражнениях, которые я развивал, то в акте созерцания, то в акте постановочного макета, который, шутя, называл я странных дел мастерством, даже термин Шкловского был мною подобран. Термин Шкловского остранения. Читайте и получайте с критики символистов. Читайте и будьте грамотнее. Читайте великого поэта-натуралиста Гёте, которого вы не знаете. Если б знали, стыдно было бы вам видеть мистику там, где действует углубленный натуралист, упражняющий глаз. Мои странные игры, сплетающие созерцание, мысли об эстетике Шпенгауэра, стилистические упражнения с просто детской игрой уже возникают с пятого класса гимназии, когда я всецело отдаю звукам музыки и месячным лучам. Я, вглядываясь в луну, начинаю изучать отражение луны в зеркале. Я кладу зеркало на стол, сам влезаю на стол и смотрю на отражение луны в зеркале под ногами до самогипноза, зорко изучая переживания свои. Вдруг мне кажется, что в дыхании наштыря усилило б во мне действие лунного света, и я говорю себе, луна связана с мяком. Шаги. Я слетаю со стола, зеркало на месте, перед столом сидит воспитанник и изучает цицерона. Переводишь, Боренька? Перевожу. Так я заигрывал про себя в пятом-шестом классах. Полосой вот таких игр я уже вооружающийся Бодлером врезался в чисто декадентские упражнения с тем явлением, которое называет вунд, аналогиями ощущений, что это мистика или эксперимент, трансцендентность или имманентность, призываю на суд грамотного человека, читающего и вунта, и геты, а не невежуя болтуна. Золото сделал я, золото из солнца и горсти песку. Тайна не стоила дорого, падал песок из рук у меня, тихо звеня, золото сделал я, золото. Валерий Бюсов И я в серой пыли заевшего меня быта уже делал золото. Оно-то и создало во мне собственный стиль строки. Но стиль строки от стиля восприятий. Стиль же последних из опытных упражнений, адекватных лабораторных. Первая книга Бореньки, ставящая грань между ним и белым, написана своею формою, своим стилем. Откуда он вынут? Из опытных упражнений, с собой, а не со строкой, о форме не думал, а вышла своя. А почему типы симфонии, никому не видные, в 1901 году появились обильно к 1905 году, да потому, что они были впервые наблюдены. Наблюдение и опыт лежали в основе моего символизма. Толстые, О.Ж. Авторство, Шопенгауэр. Эти годы напоминают мне в одной грани мчащийся поезд. Я, высунувшись из окна вагона, запоминаю случайные ряби станции, и станции отлетают. Станции картины быта, и поезд пролет сквозь него, что прежде грозило сковать, теперь скользит по поверхности, мучают глубокие драмы, а неповерхностные впечатления бытия, в них я актер, исполняющий выдавили. Постоянный заход к староженкам относится к этого рода не сдевающим впечатлениям. Староженка как авторитет трояка убит за период гимназии, отцом Поливановым, скрывшим литературу, и Михаилом Соловьевым, к которому скоро прислушаюсь я, к этому профессору водворяется лишь благодушное отношение. Добродушный хохол не более, для меня он и не вредитель вкусов, вредитель для слабых голов он. С его детьми ослабевают мои связи. Некоторое время я стараюсь развернуть мои способности у староженок в виде инсценировки детских спектаклей, и тут наталкиваюсь на мальчишек, деформирующих эстетик моих начинаний и сводящих ее к грохоту, растерзанию, шарапу. Скоро сыны, став поливановцами, заводят сношения с негодяйскими элементами своих классов. Маруся, дочь, обзаведя с роем подруг, дюбюк, салиаса и так далее, становится арсеньевской гимназисткой. Едва нудят соотношения мои с мальчиками Бутлерами. В 1894 году мы проводим в имении у Бутлер сестры друга отца полтора месяца, живущие в воспоминании, как серое пятно. Мать в одном из своих болезненных кризисов опять взволнована моей преждевременной развитостью и гонит меня от взрослых. А Женя Бутлер пренебрежительно использует меня в качестве помощника по фотографической части. Переживаю себя изгнанником общества. Наезжающая молодежь, моя мать, мальчики Бутлера, превышающие меня возрастом лишь на 2,4 года, водятся тесной компанией, в которой возрасты смешаны от 15 до 50 лет. А я, 13-летний, изгнан как маленький и должен водиться вне этого общества, в обществе грачей галок, обильно населяющих унылый сад, унылой Александрии, имение Бутлеров Спасского уезда Тамбовской губернии. Дней десять гостим в Липягах около Спаска, где во мне принимает участие добрая Жилинская, жена брата Бутлер. Помню здесь барышень Хохловых дочери артиста, да обсещение соседей князей Цертелевых. Помню рассеянного Цертелева, поэта, писавшего о Шуменгауэре, и друга Владимира Соловьева, не раз бывавшего в Липягах. Он мне запомнился не как философ-поэт, а как забавно рассеянный фотограф. После Тамбовской губернии проводили часть лета в унылой Либаве, впечатление от которой тоже не осталось, и море не радовало. Следующее лето проводили мы с матерью в Кисловодске, а доканчивали снова у бутлеров. В Кисловодске я был предоставлен самому себе, проводя день в парке и занимаясь упражнениями на трапеции и проглатыванием девяти стаканов нарзана. Мать водилась в обществе своей подруги, Черновой, жившей в Кисловодске с глупым мужем, красавцем Аркашей, Чернов. Роя расслабленных генералов ее окружал. Среди них запомнился сенатор Хвостов издали. И это лето я прожил изгоем. Внешний мир не питал. Сезон 1894-1995 годов отметился мне знакомством с Мишей Толстым, сыном писателя, оставшимся на второй год и оказавшимся соклассником. Признаться, сей отпрыск великого дома меня не пленил, и он мной не пленялся. Рыженький, некрасивый отрок с неряшливым видом и кривыми зубами, но с печатью фамильного скотства он держался балбесом, поддразнивая учителя. Был не до конца глуп, но и умом не отмечен. Поверхностный отрок с невыраженными интересами, с потенциями к хлыщу, но уже зараженный чванством, толстые мы. Я никогда не столкнулся бы с ним ближе, кабы не родители. Все началось с визита Софьи Андреевны Толстой к нам. Прежде она встречалась с родителями общих знакомых, Алсуфьевых, староженок, Усовых и так далее. Узнав, что мы с Мишей товарищи, она явилась к нам с предложением возобновить знакомство и с приглашением меня к ним по субботам. Родители ответили визитом, и после этого от времени до времени Миша усиленно звал к ним прийти. Помню первое посещение Толстовского дома в Хамовниках с матерью. Открыл двери великолепнейший лакей во фраке и в белых перчатках. Нелепость явления этой фигуры подчеркивалась несоответствием со стилем дома, не отличавшимся великолепиями. Просторный деревянный особняк, в котором гостиная, столовая и ряд комнат были меблированы так, как меблировалась обычная профессорская квартира, великолепный лакей выпирал смешно и кричаще. Софья Андреевна любезно встретила мать и, улыбаясь полными своими губами нижние выпирала, направила на меня свой снисходительный лорнет, произнося то, что полагается произносить почтенным хозяйкам дома при виде отроков, нечто вроде «Я рада, идите к Мише, он ждет вас». И, взяв мать под локоть, с помахиванием лорнетки, повела ее от меня присоединить к дамскому обществу, собравшемуся в какой-то проходной комнате нижнего этажа. Потом, когда мы безобразники, шумом и гиком пересекали все комнаты, я не раз видел Софью Андреевну, непрерывно клохтовшую словами и размахивавшую лорнеткой как веером. Что-то было в тоне ее вполне нестерпимое, когда она подмигивала собеседницам и, не позволяя им распространяться, переговаривала их всех, говорила о великом человеке, которого она знает как никто и который отличается милыми, но невеликими слабостями. У меня создалось впечатление от нескольких толстовских суббот, что это выставка спеси и легкомысленного болтания Софьи Андреевны о великом, но смешном муже, точно он выставочный предмет, на который суда сбежались сглазеть, но который для нее предмет домашнего обихода. И потому, когда великий показывался в гостиной, этот сезон он проводил в Москве, а не в Ясной, делалось от чего-то всем стыдно, вероятно, более всего ему. И на мать Софья Андреевна не оставила приятного впечатления, скорее, впечатления легкомыслия и чванства, кокетничением величинами и толстовками, цену, которым она одна знает. Помню, как я, поднявшись на лестницу второго этажа, где из надлестничного помещения вели двери в столовую и в гостиную, попал в рой поливановцев. Здесь были, кроме Андрюши и Миши, дети стороженок, мой сокласник Сережа Подолинский, Лев Сухатин, старший на класс, два брата Колокольцевых и Дьяков, грубоватый старшеклассник, из Неполя ивановцев запомнился Саша Берс. Мы образовали пустой коллектив, с гоготом принявшись бегать и швыряться мечом через сервированный чайный стол, делая вид, что всем весело, мне же было и нелепо и скучно. Более понравилась девочка Саша и очень милая Мария Львовна, вмешавшаяся в наши игры и осмысливавшая их. Очень понравился совсем маленький и нежный с полудлинными волосами Ваня Толстой, очень скоро умерший. Иногда от взрослых влетала к нам шумная, экстравагантная, умная Татьяна Львовна, державшаяся как художница и тоже слорнеткую. Я не любил детских игр с обязательными правилами, с обязательством гоготать, махать руками и ногами и выдумывать никчемные шалости, чтобы сказать, что мне весело. Может быть, другим было весело. Мне же было скучно, тем более, что отношение ко мне поливановцев однолетков было скорее отношением сверху вниз, тупица, не нашего общества и так далее. Этот оттенок связывал руки. И кабы не Александра Львовна, тогда развощокая, бойкая Саша и не Марья Львовна, добрая и осмысленная, поразили меня прекрасные лучистые голубые глаза, то я в компании аристократа Подолинского, циника Дьякова и двух балбесов Колокольцевых и склонного к балбесничню Миши просто завял бы. Мы играли в мяч, кошки-мышки, прятки, летали с гиками с первого этажа во второй, скатываясь по перилам, врывались в столовую произвести переполох среди взрослых. Запомнились мне, не помню, были ли они в первый раз или во второй, Сухотин, скоро женившийся на Татьяне Львовне, уже с младенчества, хорошо знакомый Сергей Иванович Танеев, композитор, чувствовавший себя у Толстых как дома и на весь дом Потанеевский, плакавший над шахматами, бледный, кажется, длинноволосый сын художника Ге и какие-то почтенные дамы, среди них, вероятно, мадам Пастернак. Пианистка Пастернак, жена художника Леонида Осича Пастернака. В разгар игры в гостиную вошел Лев Николаевич, тихо, задумчиво, строго, как бы не замечая нас. Поразила медленность, с какой он подходил к нам легкими, невесомыми шагами, не двигая корпусом, с руками, схватившимися за пояс толстовки. Поразили худоба, небольшой сравнительно рост и редеющая борода. Впечатления детства высекли его образ гораздо монументальнее. Небольшой старичок, вот первое впечатление, и второе, старичок строгий, негостеприимный. Увидав нас, он даже поморщился, не выразив на лице ни радости, ни того, что он нас заметил. Между тем, он подошел к каждому, и каждому легко протянул руку, не меняя позы, не сжимая протянутой руки, и лишь равнодушно ее поддерживая. Помнится, остановившись передо мной, он оглядел меня пытливо, недружелюбно, и подал руку, как если бы подавал ее в воздуху, а не живому мальчику, растерявшемуся от встречи с ним. Помнится, кто-то из взрослых ему напомнил. Сын Николая Васильевича. Да, да. Знаю, равнодушно ответил он голосом. Танеева, глядя не на меня, а на воздух над моей головой. Круто повернулся и вышел в столовую, чтобы присесть за шахматы с Сергеем Ивановичем Танеевым и оставить нас до нельзя перед конфужинами, точно накрытыми на месте преступления. Наступило молчание. — Да, старичок, нелепо пропормотал по-долински, чтобы сказать что-то. И разговор перешел на войну и мир, чтобы обнаружить позор мой. Я, пятнадцатилетний, еще не читал войны и мира, а все другие прочли. И Миша, посвистывая, бросил с пренебрежением по моему адресу. — Всякую дрянь читают, а хороших книг не читают. Я был добит. Не очень-то мне сказал мой первый дебют в Толстовском доме. Не понравилась мне Софья Андреевна, заморозил холодом старичок в Толстовке, оскорбил циническими выкриками дьяков, когда мы, мальчишки, остались без девочек, и подавили фрак и белые перчатки великолепнейшего лакея. Если б не мать и не настойчивое приглашение Миши, я бы и не появился вторично в этом неискреннем доме. А я появлялся в этот сезон. Но нечем помянуть свои появления. Та же беготня по комнатам с вылетанием в сад, где мы кидались снежками, голдели и говорили обязательные циничности, от которых не было весело. Запомнились два эпизода, имеющие отношение к Льву Толстому. В столовой молодежь поет цыганские песни. Я с Колей Староженко оказался при лестнице, ведущей вниз. К лестнице выходит Толстой, не помню с кем, останавливается у перил, собираясь сойти вниз, положив руку на перила, поднимает голову и оцепеневает, вперяясь в пространство, и весь погруженный вслух, вдруг с неожиданным порывом, махнув рукой на пение, и он восклицает, как хорошо, и, опустив голову, легкими шагами быстро спускается с лестницы. Другой эпизод. Александра Львовна должна нас искать, мы играем в прятки. Удалив ее, мы, поливановцы, мечемся по дому ища обители. Вдруг Миша соображает, а ведь отец-то ушел. Кто-то обегает комнаты, возвращается с вестью, ушел. Миша толкует, если мы заберемся к нему в кабинет, Саша нас никогда не найдет, ей не в домях, что мы осмелились забраться туда. Решено. Какими-то боковыми переходами попадаем мы в кабинет Льва Николаевича, отдельный от дома, простая комната. Запомнилась черная кожаная мебель, если память не изменяет, диван, кресло, ковер. Перед ковром письменный стол. Мы комфортабельно разваливаемся на ковре и на креслах. Дьяков залезает на диван и лежит на нем. Раздрав ноги и похлопывая себя по животу, он изрекает пресные идиотизмы свои. Проходят минуты. Мы слышим топот шагов Александры Львовны, тщетно насыщущей. В кабинете почти темно, лишь луна из окон его освещает. Вдруг легкий шаг из дверей, запоявившимся кругом света, то свечка. Кто-то идет к нам, ставит свечку на стол, и мы с великим конфузом видим, это Толстой. Поставив свечку и накрыв нас в наших разухабистых позах, Дьяков с разодранными ногами на диване, он не садится, стоит над столом со строгим недовольством, разглядывая компанию. Компания как замерзла. Дьяков даже с дивана не стащил ног. Лица ужасные, тягостное молчание, ни мы, ни слова, ни лев Толстой стоит над столом и мучает нас свинцовым взглядом. Наконец, после молчания, он произносит с нарочитую сухостью, обращаясь не то к Дьякову, не то к сухотяну. — Отец на земском собрании? — Да. — И мы стенкою один за другим наутек из кабинета точно на нас вылили ушат холодной воды. Долго я потом роптал на этот холод Толстого, распространяемый на нас, пока не понял всей правоты его, ведь он в нас видел лоботрясов из плодов просвещения. — И был прав. Стиль компании, подбиравшись около Миши, был таки лоботрясный, и этот стиль мне был тоже непереносен, кажется, это мое последнее посещение дома Толстых, куда не тянуло. Скоро Миша перешел в лицей, наши встречи в гимназии прекратились, через год я получил вновь приглашение в гость, но не пошел, и мать была одна у Толстых. Вернувшись, передавалось, что за мною хотели послать лакея и жалели, что я не появился, я же не печалился, матери тоже не нравилось в этом доме, вымученное Софье Андреевне возобновление знакомства само собой оборвалось. Впечатление от Толстых, впечатление от полустанка, у которого постоял поезд моей жизни лишь несколько секунд, как не соответствовало оно оглушающему влиянию на меня Льва Толстого с 1910 года. Это влияние, определившееся в значительной мере под воздействием ухода и смерти Толстого, отразилось в статье Белого Лев Толстой и в его брошюре «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой. Москва, 1911 год». Такими же пролетными впечатлениями был мне ряд впечатлений, связанных с внешней жизнью, с просовыванием носа в свет, с появлением ряда профессоров и профессорш, с поездкой за границу в 1826 году. Мать не умела путешествовать. Попав в новый город, она металась недоуменно, пугалась, скучала и все кончалось бегством домой. Сплошной катастрофой стоит мне бегство по Европе, по Берлину, Парижу, Швейцарии. Мелькнули Берн, Тун, Цюрих, Вена, ничем не обрадовав. Сокровищницы культуры, музеи, прошлое, всему этому повернули мы спину. Считаю, что первое мое знакомство с Европой — 1906 год, а не 1896. Запало лишь пребывание в Берлине с Младзиевскими и жизнь в Туне Сумовми. Запали и дни, проведенные в Париже с Полем Буайе и с его умной женой. Поле Буайе я встречал и раньше в Москве, когда он, перезнакомившись со всеми друзьями, чувствовал себя москвичом. Я его видел у строженок, бывал он у нас, Валуин Жулов. Узнав, что мы едем в Париж, он списался с матерью и встретил нас на вокзале, поразив высочайшим цилиндром, черной эспаньолкой и эластичностью, с которой он вспрыгивал на фиакр. Он показался мне именно парижанином, тем, которого я видел на иллюстрации к банальным французским романам. В 1896 году он был уже седеньким, но таким же юрким. Везя нас с вокзала мимо Сорбонны, он заметил матери, ваш муж, если бы ехал с нами, снял бы шляпу перед этим зданием, в котором он учился. Но мать Сорбонны не тронулась. И, по-моему, докучало боя его жене жалобы на жару и на то, что ей скучно. Тщетно боя я придумал, чем бы ее развлечь, посылая к нам сына Жоржа, влекшего в Жарден до Аклематиссион, где я ездил верхом на слоне, а Жорж на верблюде. Когда мы встретились с Сумовыми, обещавшими нас увезти в Швейцарию, то, вероятно, у бедного поля боя с души свалилась большая тяжесть. Возвращение в Россию было интереснее выезда из нее. Наш спутник по вагону, бледный, бритый, больной француз, ехавший впервые в Россию, вступил с нами в живой разговор. Оказалось, что у него ряд рекомендательных писем к знакомым, староженком Веселовским и так далее, от того же поля боя, с которым мы проводили недавно время. Он оказался католическим священником, находящимся в конфликте с папой и уже не первой молодости принявшимся за изучение славянских языков, в частности русского. Он читал в подлиннике Тургенева, а не мог произнести вслух ни слова по-русски. Мать разочаровала его. В летние месяцы никого в Москве нет, ни староженок, ни Веселовских. Ему придется томиться до осени в пыльном городе и звала его в гости к нам. Мосье Оже так звали его. Появился у нас встретивший с отцом, так что вернувшимся с юга. Мосье Оже оказался образованнейшим человеком, знающим психологию и литературу. Он являлся к нам каждый день, часами толкуясь с отцом. Ехал он в качестве доцента русского языка по кафедре Буайе в Эколь де Лангзориенталь и вставал вопрос, куда одеться нам во вторую половину лета. Эколь де Лангзориенталь — школа живых восточных языков Парижа. Куда одеть беспомощного Оже, больного и одиноко томящегося в пыльной жаре, решили всем вместе ехать в санаторию доктора Аграновича Аляухова, присевшую в леса около Звениграда. Там оказались. В санатории был общий стол, за которым шумели больные на одних правах со здоровыми. Запомнился профессор анатомии Петров, да постоянно являвшиеся его пыльной жившие где-то поблизости. В маленьком домике, спрятанном в кустах, уединенно работал и отдыхал, державшийся в стране Михайловский, статную фигуру, которого, одетую во все серое, с развивающейся бородой, я хорошо помню. Он рассеянно пробегал в отдалении, точно улепетывая от нас. Ветер трепал широкополую шляпу и белокурую бороду, а пенснейная лента мешалась. Отец так и лез на него помериться силами в споре. Однажды он с ним сражался. После мать попрекала его теми же словами, произносимыми с той же интонацией «Хороши, накричались, и как вам не стыдно!» А он с той же улыбкой также перетирал руки «Отчего же-с, поговорили!» Аляухова жила в памяти из-за уже. Ему отвели маленькую комнатушку, и он в ней замкнулся. Жечь курительные бумажки, распространяющие запах ладана, и, по-видимому, предаваться католическим медитациям, потому что Че сам просиживал в темноте, закрыв ставни и очень смущаясь, когда настигали его. У него болели и грудь, и ноги, еле передвигался он. Скоро он вызвал яркое недоумение в отце, разводившем руками. Непонятно, зачем приехал? Просит не говорить, не может внятно ответить, зачем в России. Было решено. И иезуит. Неожиданно иезуит обратил внимание на меня. Он предложил мне брать у него уроки языка и истории и литературы в обмен на свои упражнения в русском. Это наше взаимное обучение превратилось в ряд живых и продолжительных очень бесед, увенчиваясь прогулками в поля и леса. И я на месяц превратился в гида этого престранного человека. Бледный, бритый, с лицом, напоминающим стареющего Наполеона, с серыми, добрыми и очень грустными глазами, с плачущим, почти женским голосом, с мягко зачесанными каштанными волосами, он с необгновенным старанием выправлял стиль моей речи и выговор, попутно рисуя талантливые силуэты Мюссе, Виньи, Ламартино и критиков в Сарсей-Ламетре. Второго он обожал, первого не любил и вздыхал о падении языкового стиля во Франции, погружая отрока в тонкости французской эстетики, расколдовывая немоту до того, что я начал выспрашивать его о французских символистах. От него-то я получил первое представление о Реми-де-Гурмоне, католике Верлене, Парнассах, Вилье-де-Лиль от Дани, я ему признавался, французские импрессионисты, мной, виданные в детстве, живы во мне. В ту пору я знал пародии на символистов Валерия Брюсова и читал статью в вопросах философии Гилярова «Предсмертные мысли во Франции», сильно заинтриговавшую меня. Перевод поэма Верлена, там помещенный, произвел огромное впечатление. Оже не симпатизировал декадентам, но и не слепо ругал их, а говорил осторожно, культурно о том, что декаденты симптом безбожной цивилизации, как и подобает говорить священнику. Интересно, что во время наших полевых прогулок в полях я впервые осознал свои симпатии к левейшим художественным течениям. Не могу сказать, что благодаря Оже им не симпатизировавшим, а как-то рикошетом от его доводов. Из его осторожного тона, не хихикающего, я выявил свое заключение. Надо за декадентов стоять тактики ради. В чем суть этой тактики, мне еще не было ясно, но тактику я провел с неожиданной для себя пылкостью вскоре же. Когда сын Аграновича начал ругать Брюсова, я с неожиданной для себя горячностью сказал, что Брюсова я очень люблю, что не было правдой. Я позднее лишь полюбил Брюсова. И ведь вот что странно. Едва ко мне подходили серьезно, я обретал дар слова, но в разговоре с глазу на глаз. Наши беседы с Оже расколдовали мою немоту, я долго, весьма не глупо ораторствовал с ним по-французски. Но подойди посторонней, и возникал идиотик. Это свойство во мне скоро подметил Оже и ответил на него подчеркнутой деликатностью в обращении со мной. Там же я впервые прочел войну и мир, переживая потрясение, и недавно мной наблюдаемый старичок в Толстовке впервые раскрылся мне. Меня потянуло его вновь увидеть, но от свиданий с ним отрезал Миша Толстой. Льва Николаевича увидеть из-под Миши казалось оскорблением моего чувства. Другое впечатление от санатории. Я пережил в неделю просто безумное увлечение дочерью Аграновича, с которой из стыда не хотел знакомиться, хотя она и оказывала издали знаки внимания. Роман оборвался тем, что она неожиданно уехала в Крым, а я хотел броситься в воду, но это было не более чем Юнкершмитт из пистолета хочет застрелиться. Постояв над водой, я пошел к Габриэлю Оже, и мы заговорили с ним кажется о сонетах. Настала осень, мы переехали. Оже неожиданно собрался в Париж, когда в Москву вернулись тех, кому у него были рекомендательные письма, странное появление и странное исчезновение. Мы с ним условились. Гимназические сочинения по русскому языку я буду переводить на французский язык, он, исправив текст в Париже, мне будет его возвращать. Я ему послал сочинение о былинном эпосе, получил исправленный перевод с рядом утонченных поправок и с похвалами содержанию, матери он высылал томики романов, отцу новинки по французской психологии и вдруг круто оборвал всякую переписку, не вернул мне текста второго сочинения. Мы решили, что он сгорел во время пожара выставки на улице Жан-Гужон, трупы сгоревших исчислялись десятками, он жил рядом с выставкой. Странный человек, появившийся на пороге моих увлечений верленом, через несколько месяцев в руки мои попадает сэр Шот Метерлинка и я в плену у него. В эту эпоху начинается мое авторство. Я пишу, пишу много, но про себя. Стыдливость моя не знает пределов, если б меня уличили в те дни в писании стихов, я бы мог повеситься. Пишу я и нескончаемую поэму в подражание Тассу, и фантастическую повесть, в которой фигурирует йог, американец, убивающий взглядом, и лирические отрывки, беспомощные, но с большой дозой доморощенного, еще не вычитанного, дикадентства. Одно из первых моих стихотворений — беспомощное стихотворений — Кто так дико завоевает у подгнившего креста — это волки? Нет, то плачет тень моя. Или унылый странный вид, в степи царит буран, пыль снежная летит, ложится на бархан. Эпетиты дикие и странные мои излюбленные, но Ипсона я не знаю еще, мое окаянство случилось позднее, через год. В этой детской беспомощной лирике с вовсе не детскими темами отразилась моя диковатая странная жизнь про себя. Вскоре после отъезда уже заболеваю я в болезни прочитываю из пещеры Дебри Индостана Блаватской ятеосов до всякого знакомства с теософической литературой. Из пещеры Дебри Индостана письма на родину Москва 1883 год Книга Елены Блаватской опубликованная под псевдонимом Радда Бай содержащая путевые заметки и сведения о теософическом обществе об индийской культуре религии и истории о современном индийском бытовом и социальном укладе разъясняющей основы буддизма и индуизма Белый прочел книгу Блаватской осенью 1896 года Мои теософские настроения получают пищу прочтением отрывка из Упанишат в переводе Веры Джонстон переводами из книг Таоте Кинг Лао и середину и постоянством Конфуция Все у мной прочитано в вопросах философии и психологии Впечатление от Упанишат взворотило все бытие Впечатление это я писал в записках чудака не возвращаюсь к нему Приводим фрагмент этого текста Над вопросами философии я перевод Веры Джонстон отрывки из Упанишат начинаю читать Гляжу за окна пролетает воронали с крыши на крышу слетает дымок улетая за крышу понять что такое рисуется перелетами клубов нельзя так и слово перелетает из строчек на душу сквозь душу куда видишь вот а понять что рисуется тайными слов невозможно душа передо мною моя вся сквозная разъятый шире пространства открываются в ней перелетами слов отрываюсь от чтения ворона ворона ли ах другое какое-то все непонятно невидимо видимо слышимо все чего прежде не знал что уставилось в душу я старое было когда это было я тут начался не излетал из вот этой невнятицы в упанишадах я жил до рождения андрей белый записки чудака том 2 москва берлин 1922 год страницы 149 150 упанишады упанишады меня свели шопенгауэром вскоре отрывший в книгах отца том мира как воле и представления я увидел эпиграф посвященный упанишадам и сказал себе отныне эта книга будет мне чтением каждой из четырех книг основного философского труда шопенгауэра мир как воля и представления имеет эпиграфы но ни один из них не восходит к упанишадам скорее всего в сознании белого произошла аберрация и намечаемые им линии связи между шопенгауэром и индийской философией подтверждалось эпиграфом не из упанишад а из шопенгауэра эпиграфом который предпослала Джонстон своим отрывком из упанишад глубокие самобытные высокие мысли выступают с каждой страницы упанишад навстречу нам это самый богатый самый высокий предмет изучения в мире он был мне утешением в жизни и будет мне утешением в смерти шопенгауэр вопросы философии и психологии 1896 год книга 31 и я начинаю в ряде недель осиливать шопенгауэра с конспектом с переложением по параграфу в день первые параграфы первой части я разучивал на зубок задавая их себе вместо гимназических уроков которых не учу так я начал прохождение собственного класса заключающегося в изучении шопенгауэра в созерцании картин природы подчиненных закону основания бытия а не закону основания познания термин шопенгауэра я учился в природе видеть платоновые идеи я созерцал дома и простые предметы быта учас увидеть их вне воли не заинтересовано эти практические упражнения к чтению системы позднее вылились просто в наблюдательность в зарисовании эскизов с натуры и в подыскивании метафор схватывающих ту или иную наблюденную особенность я полюбил прогулки на воронихину гору над драгомиловским мостом и каждый день оттуда вглядывался в закаты скоро я стал спецом оттенков туч зорь небо я изучал эти оттенки по часам дня по временам года и этим изучением набил себе писательскую руку что и сказалось впоследствии но в процессе разглядывания предметов я не думал о писательстве а о параграфах шопенгауэровской системы относясь к созерцаниям как к праксису освобождения от воли в эту эпоху я очень зауважал буддизм его аскезу скоро к теоретическому часу изучения системы и к практическому часу созерцающие наблюдения присоединились иные часы я всегда любил музыку но усвоив себе философию музыки шопенгауэра я утроил свое внимание к музыке и она заговорила как никогда в эти годы мать увлекалась Чайковским и Чайковский во всех видах царил у нас дома оперы романсы переложение симфоний балет щелкунчик музыка последнего особенно действовала на меня и под аккомпанемент вальса снежных хлопьев или пада д происходили мои действия отстранения быта задействовала лаборатория странных дел мастерства и остановился в угол и твердил себя всегда здесь стоял никогда отсюда не выйду тысячелетия простою и комната мне виделась вселенной которую я преодолел вставший в угол откуда как из-за вселенной я де созерцаю все это нам праздно снящиеся предметы мне виделись по-иному в те миги я говорил им вы то да не то сущности и эти дикие действия были введением в науку видеть ибо вслед за ними мне открылся мир живописи в который я вошел свободно точно годами изучал ее историю мне было без пояснения ясно что маковские клеверы никуда не годная дрянь а левитан врубель нестеров прерафаэлиты подлинное искусство но это немного позднее теперь вижу что студии к науке увидеть мои разгляды вещей по-особому странному как я тогда выражался наконец шопенгауэр заинтересовал меня фетом я читал шопенгауэра в переводе фета и потому ненавидел позднее перевод айхенвальда узнав что фета отдавался шопенгауэру я открыл фета и фет стал моим любимым поэтом на протяжении пяти лет об эпохе 1897 1899 годов белый пишет фет заслоняет всех прочих поэтов он открывается вместе с миром философии шопенгауэра он шопенгауэровец в нем для меня гармоническое пересечение миросозерцания с мироощущением в нечто третье конечно он для меня символист почему я стал символистом страница 25 так свершался отбор классиков в моем собственном университете таков я был за знакомство с Брюсовым Мережковским Берленом Ипсоном и прочими литераторами которые потом мне служили оправданием самого себя не я следовал моде а мода прибегала ко мне меня подтверждать единственное влияние со стороны питавшее мое самоопределение в пику всем квартира Соловьевых которую я начал посещать за год до этого периода еще не углубляясь в разговоры всерьез с супругами Соловьевыми которые относились ко мне как к мальчонку я еще ходил не к ним а к сыну их Сереже с которым у меня завязались дружеские отношения впервые несмотря на разницу лет ему было десять а мне пятнадцать на Соловьевых я должен остановиться семейство Соловьевых в конце 1892 или в начале 1893 годов произошло обстоятельство изменившее будущее освободилась квартира под янжулами в нее переехали жильцы которых я стал встречать у подъезда на лестнице в денежном переулке первое впечатление подхожу к подъезду и с саночек вылезает маленький почтенный блондин лет тридцати пяти с длинным и бледным носом с золотохлатой бородою в медвежьей шубе в меховой шапке он шубу свою распахнув но склонил к кошельку долго роется в нем это Михаил Сергеевич Соловьев как о том оповестила блещущая новая дощечка на двери начал встречать я мадам Соловьеву она удивила какая-то странная не определишь нравится или нет действовала на воображение маленькая с узкими плечиками с сухеньким лицом старообразным и маложавым некрасивым миловидным с черными не то пристально осматривающими а не то рассеянными и каким-то не в себе глазами быстро повертывалась когда с матерью проходили мимо нее и оглядывала становилась неловко не знаешь что делать с таким взглядом оглядывала не так как другие профессорши мещанки прохожие оглядывала не рассуждать какие они и какие мы или как у них и как у нас оглядывала для неведомых целей абстрактная пристальность или конкретная рассеянность так бы я определил этот взгляд лицо запомнилось сухое вытянутое смуглое с прямым носом с темными сухожатыми губами обрамленные огромной соломенной коричневой шляпою очень изогнутой смущатой вуалью закрывающей часть лица так рисовали разве английских мисс начала века иллюстрируя романы Диккенса потрясающая старомодность снаряда шедшая к стилю фигурки наряд даму не интересовал и дам оказалась небрежно одетой но небрежность то и выявляла стиль Диккенса немного чудачки под Диккенсу но беспокоящий и было что-то порывистое в походке когда она быстро но четко проюркивала по лестнице первая встреча мадам Соловьева остановилась у двери своей позвониться я обернулся поймал пристальный меня беспокоящий взгляд уставились мы друг в друга и показалось что дама вытянувшись ко мне собирается о чем-то спросить я уже приготовился с что угодно вопроса не последовало мы оба переполошились с конфужина что делать друг с другом тут на сухом некрасивом старообразном лице с дерзко пристальным взглядом выступило что-то от маленькой девочки подобие пленительной внутренней улыбки точно мадам Соловьева готовила сразу без мотивировки по прямому проводу сказать ну и прекрасно и будем знакомы и давайте играть во что угодно испугавшись такой готовности быстро я повернулся и наутек странная не сумасшедшая ли странная но уютная с тех пор при встречах на лестнице происходили эти огляды друг друга и трудно было сдержаться чтобы не поклониться мама сказала художница все стало ясно художниц я знал Ржевскую помнил в детстве Кувшинникову они именно странно оглядывают а папа заметил Михаил Сергеевич Соловьев сын историка Сергея Михайловича и сообщил эпизод из своих встреч с историком а также эпизод поездки с молодым Владимиром Соловьевым из Киева или в Киев во время который Соловьев разболелся Соловьевы мне говорили лишь Всеволодом романистом романами которого Сергей Горбатов великий розенкрейцер я увлекался Маленького Сережу я видел в церкви ему было тогда лишь девять лет он прожал надменством стоя на клиросе с дичками и озирая прихожан такой малыш окичится так думала сня бедная Сережа неповинный в напраслени впечатление от необычного вида светло-желтое пальто с пелериной а бледная личка в шапке пышнейших светло-пепельных волос было ангеловидно что-то не детское задумчивость не человеческих просто глаз казавшихся огромными синий-серыми синевой под ними вид отлетающий от земли не жилец на земле нет детскости но и нет старообразия грустно-задумчивая безлетность она-то и показалась мне чванством еще показалось сумел забраться на клирос куда не пускают бегает с раздутым кадилом за иконостас и выходя оттуда оглядывает знайди наших все это я выдумал небрежение было рассеянностью от погружения в игру играл в церковные службы как я в индейце и подаренных ему деревянных солдат одевал в тряпичные орари я же более думал о разовных снарядах Сережа Соловьев увиделся мне ломакой играть неспособным и скоро я был удивлен увидавшего кне с каким восторгом слетает он в саночках с сугроба завелся таки на дворах на нашем он церковном и горечь звучала в душе я бы не прочь да на двор не пускают так до знакомства я был заинтересован семейством какие-то особенные собственные не наши знакомство состоялось без меня Соловьевы сделали визит родителям потому что Ольга Михайловна хотела написать портрет матери родители отвечали визитом и мать стала ходить ежедневно позировать возвращалась же возбужденные плененные Соловьевами не знаю кем не знаю чем кажется всем рассказывала она какая интересная тонкая Ольга Михайловна какой выдержанный Михаил Сергеевич как ей нравится обстановка такое какое-то там свое и восхищалась Сережей прелестный мальчик умница а не ребенок не преждевременное развитие вот тебе познакомиться с ним думал странное предложение что же я буду делать с этим мальчонком ведь я пятиклассник мать приглашала Сережу в гости мне было скорее грустно чем радостно от знакомств с детьми наживал только хлопоты еще думалось придет вот этот гордец да и будет окидывать таким взглядом вот что с ним поделаешь появление Сережи случилось скоро у нас гостила моя кормилица афимия Ивановна Лаврова хитроватая крестьянка со странной чуткостью мой единственный друг которому кое-что приоткрыл я об играх моих и даже читал ей стихи я стыдливейший она не имела представления о том что это такое но вздыхала и плакала ты понимаешь кормилица этого не понимают они ты молчи соглашалась молчала казалось что-то понимает она и я стал утилизировать ее для своих странных игр в символизм она на все соглашалась играли мы в тихомолку обрадованный приходом кормилицы и предвкушаясь с ней наиграться хорош пятнадцатилетний философ играет с кормилицей я был неприятно смущен звонком а когда узнал что пришел Соловьев то просто перепугался точнее мне пятнадцать лет а ему не успел я опомниться как дверь отворилась и явился видимо бодряс и сутул раскачиваясь припадая на одну ногу Сережа в черной бархатной длинной курточке с белым кружевным отложным воротничком в длинных чулках совсем английский мальчик пришедший из семнадцатого столетия без всякой надменности поморщивал большой лоб и мотал светлопепельными кудрями он начал мне объяснять деловито что вот он пришел познакомиться мы сели друг против друга и начали разговор точно взрослые и я понял никакой нет надменности в этом мальчонке он добрый ребенок с которым играть интересно и странно никакой разницы лет всякую мою мысль он оживленно подхватывал развивал ее совсем в моем стиле снисходя к его возрасту я предложил ему игру в солдатике на что он охотно согласился без всякой задней мысли мы поиграли всерьез далее привлекли кормилицу к играм именно тот период я стал бывать у толстых но ничего подобного не случалось там в играх с Сережей интереснее игра расколдовала меня и я его ввел в страшные рассказы обнаружила что весьма понимает их и именно так как я понимаю я поразил воображение его дикой фантастикой и по реакции на нее увидел что он как и я только то что во мне утаяно у него открыто он не стыдя сговорил с детскую прямотою о том о чем я годами молчал при взрослых наша встреча кончилась разговором по душам первым в моей жизни на такие разговоры не реагировали поливановцы строженковские дети бутлера миш толстой и прочие сережа просидел у меня до сумерек он меня очаровал сравни запись белого характеризующую конец 1895 года очень крупным событием в моей жизни есть мое знакомство с сережей соловьевым еще маленьким мальчиком проживающим в нашем доме скоро я начинаю посещать часто квартиру соловьевых скоро и я отправился к нему в гости безумно конфузии с его родителей остановился у двери не смел звонить только лестничный холод заставил меня коснуться звонка мы жили в одном подъезде я пошел без верхней одежды встретили сережа и мать сережи Ольга Михайловна которую я с таким любопытством оглядывал в длинном черном капотике напоминающем рясу послушника отчего показалось худей суши миниатюрнее поразила прическа настоящая башенка черных волос поставленная перпендикулярно к темени и перетянутой черной лентой завязанной бантом я был ростом с нее а она отнеслась ко мне как к ребенку погладив по голове и улыбнувшись пленительной улыбкой располагающей к простой дружбе сказала чуть пришептывая грудным контральто вот какой хороший и отступая оглядела меня так со мной не обращался никто или совали руку со снисходительным величием профессора или мигали с фальшиво товарищеским что брт брт вместо брат а тут просто трезво коротко деловито какой хороший и я сразу почувствовал что между мною и Ольгой Михайловной та же прямая плоскость и что скатертью дорога всякому общению между нами это просто ошеломило меня ошеломленно я был введен и усажен за чайный стол стоящий посредине очень большой комнаты показавшейся удивительно пестрой и располагающей к общению кресла стояли не так как надо а как того хочется были развешаны весьма приятные тряпки картины и какие-то ассирийские фрески и какие-то египетские орнаменты книги сидели с кучами журналов по креслам не художественный беспорядок бьющий в нос в студиях на показ а беспорядок художественной работы лишь кажущийся беспорядок видно в комнате много думали и потом отдыхали за нужными разговорами в месяцах так сдвинули кресло чтобы они стали креслами со смыслом так переместили книги и разбросали тряпочки и умеренно запылили пестроты чтобы здесь себя ощутили как в уютном царстве морского царя куда нырнул садко впечатление уютного подводного царства я ощутил опустившись на этаж под нашу квартиру там у нас буднично и мебель стоит как у всех и сидят профессора как у всех а здесь все иное здесь чудеса здесь леший бродит русалка на ветрях сидит сказочно мило необычно а просто так бы и зажить навсегда нам втроем вот первое впечатление от атмосферы квартиры но не русалка села на ветви а наливала чай Ольга Михайловна всерьез участвуя в разговоре с Сережей не леший бродил а вышел из еще мне неясного дебристого мира от диванов штофа полуосвещенных поверхностей Михаил Сергеевич Соловьев появление которого я так боялся вошел тихо беззвучно крадучись как уютный кот ученый который бродит по золотой цепи вошел в мягких туфлях из кабинета пошел бледным носом на стол золотобородый золотхохлатый с невозмутимым с добрострогим устало прищурым лицом и с нестрогими голубыми глазами чуть скошенными нос глядит мимо а глаз из-под блещущего золотого пенсне дружелюбно косится протягивает молча но дружески теплую руку свою а на плечи накинул он итальянскую тальму был зябок уселся уставился носом на пепельницу молчит слушает будто взвешивает что я такое им всем говорю и чувствуется молчание молчание на отчаям его более активно чем наше слово я уж было и струхнул но именно в эту минуту не глядя на меня с невозмутимой серьезностью он пробасил грудным голосом вот боря какую я покажу штуку и взявшись за нос свой большой и сухой свыдававшийся горбинку он нос сломал на всю комнату вдруг раздался хруст его переносицы я подскочил он пленительно улыбнулся и скосив на меня голубой строгий глаз протянул мне разжатую руку а в ней оказались часы ими-то щелкнул он это событие растопило мгновенно остатки льда между нами первое посещение соловьевок стало мне возвращением в мир жительных образов некогда распускав шкур свои крылья когда Раиса Ивановна читала стихотворение Уланда и так жаждал я повторения тех чтений так и теперь попадал к Соловьеву и возвращалось все вместе Раиса Ивановна друг мадемуазель мои искровенные переживания про себя у Соловьевых все то оформлялось осмысливалось словами Ольги Михайловны и строгим но добрым лозунгом Михаила Сергеевича молча подсказывавшего быть посему не бывать и как струя воздуха около воздушного насоса я был всосан в эту квартиру никто меня сюда не звал просто я оказался здесь у меня завелся второй дом и в том же подъезде семья почему Соловьевых втянул в себя силы моей души установили с каждым свои отношения по-разному тянулись чувства к Сереже ум к тонкой интеллектуальной О. Э. М. воля же формировалась под ясными и проницающими радиолучами моральной фантазии Михаила Сергеевича. В последующем семилетии он, пожалуй, более чем кто-либо переформировал меня, не влияя и даже как бы отступая, чтобы освободить мне место. Однако импульсы мои развивались в линии отступления, М.С. в линии его невмешательства в мою волю, будто он, взяв меня за руку невидимой рукой, вел пятя спиной к горизонтам, в котором лишь я шагал твердо. Я развивал философию эстетики, проповедовал Шопенгауэра, Канта, занимал его путанными проблемами соотношения естествознания и философии. Вышло. Некоторое время я ходил в начетчиках. А Вунд, Геккель, Гегель, Гельмгольц, Гертвик и прочие незаметно от меня отступили. Наконец Михаил Сергеевич в определенный момент после долгого молчания, сказав «да» моему творчеству, взял и под марку Искорпиона напечатал рукопись, о которой я и не думал, что она есть литература. Сделал это он тихо, но твердо. Один момент я даже ахнул, испугавшись писательского будущего, но он был непреклонен, и я стал белым. Речь идет об истории напечатания симфонии второй драматической, предложенной издательству Скорпиона в октябре 1901 года. Получается ответ Брюсова на запрос Михаила Сергеевича Соловьева о моей симфонии. Брюсов считает симфонию прекрасным произведением и уведомляет, что Скорпион печатает ее, но только через год, ибо Скорпион уже на год завален работой. Тогда Михаил Сергеевич Соловьев решается лично спешно печатать симфонию под маркой Скорпиона, который на это соглашается. «Я не хочу печатать симфонию под моим именем, мы выдумаем псевдоним мне. Я предлагаю Буревой, но Михаил Сергеевич смеется. Нет, когда узнают, что автор вы, то будут смеяться. Это не Буревой, а Бори-вой. Михаил Сергеевич придумывает мне псевдоним Андрей Белый и делается моим крестным отцом в литературном крещении». Материал к биографии. Ход переговоров об издании симфонии между Михаилом Сергеевичем Соловьевым и Скорпионом проясняет его письмо к Брюсову от 15 ноября 1901 года. Спасибо вам за письмо и за предложение Скорпиона. Ваш отзыв о поэме меня очень обрадовал. Самое главное, что вы нашли ее, говоря, вообще прекрасной, а недостатки вами указанные я признаю почти все. Вот относительно отсутствия напева, мелодии, я что-то не понимаю. Мне кажется, мелодия есть. Поет все время, только часто фальшивит, и чем мелодия яснее и приятнее, чем резче поражают неверные ноты. Послушаю с вашего совета и издам эту вещь. Впрочем, и не могу поступить иначе, потому что обещал, что будет издано, а если Скорпиона отказывается, то, кажется, некуда больше обратиться. Михаил Сергеевич молча формировал мою жизнь. В процессе этой формировки молчал он, выслушивая меня. Мы с О.М. и с Сережей ораторствовали, спорили, кипели, надеялись. М.С. молчал и вел. Михаил Сергеевич — третий по счету жизненный спутник, не только оставивший след, но и формировавший жизнь. Он был гипсовый негатив. Что во мне стало выпукло, то в нем жило вогнуто. Он — сама вогнутость. Первый мой спутник — отец. Его бы я определил как даже не выпуклого, а протопыренного углами действующими на воображение. Он нападал правилами, словами, стремясь меня выгранить. Не выгранивал. Откалывал от сознания негранимые части. Нельзя же молотом бить по стеклу. Разобьется. Он бил по мне. Как же ты, Боренька! Его безвредный крик на Дроздова из-за кракета. С-с-с! Топырьте ноги! Стоял неумолчно. Не стесняясь свободы всерьез, в мелочах несносно мешал и хотел протопырить в математический регион. Я же улепетнул в естествознание. Он за мною туда, со спенсером в руках. Я присел за искусство, он топырил. Я отступал. Он добивался рельефа. Рельеф получался вогнутый, не позитив, негатив. У отца не было паузы, и ритм его — кинетика ударов, деформирующих подчас слух. Вместо танца во мне начинался лишь дерг. Дергоногом каким-то я силился шествовать за его пригромкой походкой. Реакция на нее — сжатие воли при полном восхищении им, как чудесным феноменом. Отец был мое представление. Воля моя не произрастала им. В другом спутнике жизни, в льве Ивановичи Поливанове, была вогнутость, как и выпуклость. Интенционная выпуклость влагала урок, и в вогнутой паузе переживалось вложение. Скажет, бывало, с предельным рельефом, и тотчас умолкнет, выслушивая звучание в тебе его слов. — Сказал бы, что линия действия Поливанова складывалась из равных друг другу отрезков, выгнутых и вогнутых, не оставляя места свободе импровизации для своего материала. Она оставляла свободу фантазии воспроизведения им же вложенных — Пушкина, Шиллера и Шекспира. Они процветали в тебе. Обрати с Метерлинком к нему, он отрежет тебя, как Брюсову. Но Фофонов слов Любодей, увы, из Жуковского вышел. В Михаиле Сергеичи была огромная вогнутость тишины, насыщенная зоной. На содержание жестов в сознании не обращал он внимания. Метерлинг, Ибсен, Достоевский или Шопенгауэр, Гартман, Оствольд. Не это важно, как бы говорил его нежно испытующее, но строгое молчание. Важно, с чем входите в эти ландшафты. Формировал тишиной. Ты ему развиваешь часами, он слушает, и не привета, и не ответа. Вернее, скромный, но огромный привет. Высказываетесь. Неожиданно высказывались до конца, до дна, как не высказывались перед собою. Когда же дело доходило до этого твоего дна, на которой, как на грунт, ставилась идейная обстановка, начинал видеть. Выходит, не так, как ты полагал по схемам. И только тогда, тихо глядя перед собой, он мягким, добрым, но твердым голосом резюмировал. — Так, Боря, а вот как же будет у вас с вашей формою, совмещающей временность и пространственность? Так он резюмировал, раз итог реферата о формах искусства, не споря, а созерцая обстановку идей. Он видел, что форма у меня есть, а с формальным принципом обстоит неладно. И, вернувшись от Соловьевых, чувствовал увлеченным. И начинал в неделях перестроение плана концепции, заставив раз пять это все перестроить, вдруг твердо решал. Сами видите, что ошибались. И улыбался, лукаво покашиваясь голубыми глазами, в которых зоркость, память о всем ему развитом сочетались с большою конкретную любовью. Или «А вот это так!» И уж теперь не сойдется это так, в нужную минуту поддержит, более того, приобщит так к своему миру идей, будет меня защищать своим крупным авторитетом. Перед крупными авторитетами не уступит Лопатину, Трубецкому, да еще и Володю, брата наставит моим им выверенным так. Его творческое молчание, как солнечные лучи, давало пищу произрастания. Древо мысли моей, которое я знал лишь бесствольной травкой, он вырастил в твердой корою ствол конкретного лозунга. Говоря языком Канта, выращивал не теоретический разум, практически основу воли, сковать мировоззрение, как меч, прорубающий путь, а не рефератик, к которому относился с лукавой шутливостью. «Боря читает реферат», — говорил он и улыбался, — или «Сережа влюблен». Достал у батюшки Маркова шубу, надел бороду и куда-то отправился ряженым. Другой бы ахнул. Он знал, все невинно и чисто, и принимал участие в шалости сына. М.С., не добиваясь откровенности и не доказывая, вошел твердо тихими шагами в мое подполье из своего надполья паркетного пола, по которому он ходил, давая советы Ключевскому, профессору Огневу, с той уже легкостью, с какой он формировал нас, войдя в наш заговор с дымящейся папиросою, с ему присущим лукавым уютом, он спрашивал нас, «Итак, вы за бомбы?» Посидев в нашем бунте, заставил признать, бомбы делают не так, а эдак сам принялся за начинение бомбы, которую бросил в московский круг друзей в виде симфонии Андрея Белого. Мягко, властным и строгим кротостью я и увидел его с первого мега-встречи. Два еще года принят был мальчиком Бори, другом Сережи, однако себя я считал и гостем родителей. В семилетии Михаил Сергеевич мне стал негативом, в котором излился жидкий гипс. Когда гипс отвердел, то, оставаясь собою, Белый стал выпукло выражать то, о чем вогнуто и осторожно не говорил М.С., лишь покуривавший да выслушивавший. В ответственные минуты он решал мягко, вот это так, а это Боря не так. Внимательно изучив Брюсова, сказал ему твердо да, ни мне, ни Сереже, ни О.М. не было ясно, что выйдет из Брюсова, а М.С. порешил, будет крупный поэт. И поехал встретиться с Брюсовым. Брюсов явился к нему на квартиру. Еще с большую пристальностью им был ощупан да подноготный весь Мережковский в эпоху начала славы своей, и этой славе М.С. сказал тихо, но твердо, нет. А Брюсов, Сережа, я полагал, не так. Прошло семь лет, и я понял, Михаил Сергеевич был прав. К М.С. чутко прислушивались разнообразные люди. Дети, я, Сережа, сын протеерея Маркова, Огнева, Петровские. Прислушивались взрослые. Родня жены его чтила. Коваленские марконеты, начиная со старушки А.Г. детской писательницы и кончая детьми, следовали его советам. Четыре знакомые, философы Лопатин-Трубецкой, директор гимназии Рязанцев, генерал-лейтенант Деннет, декадент Брюсов, враг Владимира Соловьева, Д.С. Мережковский и сам Владимир Соловьев. Было что-то великолепное в тихом сидении, скромно курящего М.С. Соловьева за чайным столом в итальянской накидке и в желтом теплом жилете под пиджаком. И разговор, к которому он лишь прислушивался, приобретал особенный, непередаваемый отпечаток, становясь тихим пиром. Нечаянный стол, заседание Флорентийской академии, вынашивающее культуру, все же было проще простого, трезвее трезво, никакой приподнятости. Шутка. Гостеприимно к столу допущенной Кузьма Прутков вместе с тонким диккеносовским юмором Ольги Михайловны разрешали к свободе. О.М. любила говорить серьезным видом и без подчерка вещи, казавшиеся эпизодами из пиквихского клуба. Скажет матери, наливая чай, Борис, Сережа, пошли к Сереже. Посмотрит с подлоби. Они разговаривают. Мама в смех. Считаю, что юмор, которым мать мою поражал потом Блок, — фамильное сходство с О.М. О.М. и мать Блока — родственница через бабушек. Юмор О.М. мог быть колючим. Юмор М.С. — юмор, разливающий сердечное тепло и смягчающий его серьезные приговоры, высказываемые людям в глаза. С М.С. нельзя было спорить. Он не перечил, выявляя подноготную испорщика, и последним оставалось спорить с собой. Труднее всего было бы мне дать силуэт М.С. В нем не было рельефов, выпуклости, была вогнутость, рельефившая собеседника, не его. И все же в некрасивой этой фигуре была огромная красота. Поражали худоба, слабость, хилость маленького и зябкого тела с непропорционально большой головой, кажущейся еще больше от вьющейся шапки белокурых волос. Казались и слишком пурпурны небольшие, но пухлые губы, опушенные золотой обородкой. Но прекрасные светлые глаза, проницающие не глядя, а походя, и строгая морщина непреклонного лба перерождали дефекты внешности в резкую красоту, разливаемые атмосферы, слетающие синим дымком папиросы его. Поливанов — переменный ток, рык — пауза, молния — тьма, гром — штиль. В большой дозе трудно и вынести. Поднимал, но и обрывал. Поднесет, как на гигантских шагах, взлетите и сноситесь вниз. От замирания взлетов и слетов, двойка пятерок, страхов и радости, порой хотелось бежать. Хорош пятый акт драмы, но шестой, но двенадцатый, но двадцать пятый, и убегал от восторга в поэзии, срываясь в шалости, чтобы мучиться в ожидании синайских громов. Михаил Сергеевич тихий, непрерывный, ароматный, пассат, незаметно бодрящий, неутомляющий, действовал оздоровлением. Пассатые устойчивые ветры в тропических широтах Поливанов мог излечить дефект нервов встрясом от противоположного, многих органических дефектов не мог излечить и тогда отсекал от себя. МС действовал, как сосновый воздух на туберкулезных, без встряса. Ничего не происходило, кроме приятной уютности. Пройдут месяцы, а расширена грудная клетка, а крепли легкие, легко жить. Силуэт, весь силуэтен его, как здоровая атмосфера. Он весь атмосфера, а ее не ухватишь в рельефах. Развеяв веером вопросы, он чубуком из янтаря дымит струями папиросы, голубоглазит на меня. Только не никотин, а аромат сицилянского берега, аромат флёр-доранжа. И мне, навеяв атмосферы, в дымки просовывает нос. Лучистым золотистым следом свечи указывал мне путь, качаясь мерную походкой, золотохохлой головой, золотохохлой бородкой, прищурой, слабой, но живой. Андрей Белый Лучистый след не свечи, а питающего волю морального света, прищурой и слабой во внешнем смысле, живой и могучей во внутреннем. Потрясала спокойная и ровность. Человек, столь во многом ствердивший меня, никогда ничем не потряс, а провел изумительно по ландшафтам единственным, от первой шутки, показываемого слома носа, до выпуска в свет писателям, ровная линия, еле заметного, но не ослабевающего подъема, без бурь. За все время общения нашего, ни одной ссоры, недоразумения, намека на облачко, всегда подъем по легкой, почти равнинной линии, при безоблачном, чистом и ясном небе, без духоты. Таково было действие его на людей, таково было действие его на меня. Не то, Ольга Михайловна. МС вогнутый, неяркий, но светлый. ОМ — яркая, точно резко кричащая краска. Но остро чернила она рельеф карандашом своей неугомонной до беспокойства мысли. Вся неравновесие, незаконченность, перемарывающие заново этюды, но обрамляющие угловатость порывов неуловимейшим юрому, на который реагировала моя мать, и угловатости малиновели пленительную улыбкою, во время которой делала с девочкой. Она сохраняла авторитет взрослой, в улыбке же становилась ровесницей мне, и я с ней стал на ровную ногу, окончив гимназию. Но с первого посещения Соловьевых я понял, есть плоскость, в которой мы однолетки, и она делает вид хозяйки и матери, показать другим, что умеет, как они, держать себя старше. И скоро я понял. Черта нас сближающая — непредвзятость. У нее не было взятых на прокат устоев, а свои устои вынашивались с трудом. Пестрые тряпки и ассирийские фрески создавали скромной комнате завлекательность, так и О.М. Девочка, ровная, как мы, но от того, что больше всех видит, знает, переживает, оттого и может свободно признаться малолетнему сыну. Сережа, я знаю, что я ничего не знаю. Вслух при нас, не чинясь, как большие, думала про себя. Думание и неугомонная диалектика огромной культуры, которая в ней жила, а в других нет. Бесконечно много читала, выискивая новинки. И для себя, и для нового журнала иностранной литературы. Вглядывалась во все новое. Уальд, Нитше, Рескин, Гурмон, Верлен, Маларме стояли перед ней, выстроенные во фронт, прицеливалась к ним трезво. Что дать русскому читателю Уальд или Сен-Марса, которого перевела она? Входили в неурочный час в пеструю комнату и видели О.М., сидящую с ногами на кушетке и согнутую в три погибели. На коленях, поставленных тычком и покрытых пледом, доска, на доске бумага. О.М. переводила часами, перевязав голову, мигрень. Работа же срочная, работала иногда с утра и до ночи, чтобы к обеду, к чаю, соскочив с кушетки, переродиться в яркую, отмыслию, неющую и сильную духом и юмором собеседницу. Ничего от ученой, литераторши и синего чулка, только уют, живость и провокация к разговору. Пленительная распределительница тем и уютнейшая хозяйка дома, угощающая чаем, суетилась над чашками, накрывши подрясничек, черненький балахончик, случайно попавший со сквозной тюлевой шалью. Вы заглядывались, уже не английское что-то, а подлинное итальянское, смуглое, черноглазое, поражающее рельефом порывистой мысли и юмором паузы, а перевод ждал. Труженица. Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки, иллюстрированный ежемесячный журнал, выходивший в Петербурге в 1897-1909 годах. Издатель, редактор Булгаков. Сен-Мар, 1826 год, роман Альфреда Довиньи, изданный в переводе Ольги Михайловны Соловьевой как приложение к новому журналу иностранной литературы, 1898 год, номера с 1 по 12. Сен-Мар, целей заговоров царства Нильдовика XIII, Санкт-Петербург, 1898 год. Чтение, переводы, живопись, незабывание театра, концертов, пристальное прослеживание новых иллюстрированных журналов, югенд, студио, позднее мира искусства, ознакомление с новой книгой Бальмонта и Брюссова, соединение с умением пережить сызного Фритьёфа Тегнера и вместе с тем, настрожённость любящей жены, М.С. слаб, матери, Серёжа грозит ревматизм, жила семьёй, не забывая огромные родни, Соловьёвы, Поповы, Бекетовы, Коваленские, Марконеты и прочие составляли своего рода клан, живо переписывалась, накладывая на всё яркий отпечаток вкуса, ума и просто знания, какая богатая, непредвзятая и кипучая жизнь. Ей было не до того, чтобы казаться маститой, как учёным-дамам нашего круга, Веселовской, Янжул, или экстравагантной, как это принято у художниц, она выставляла на выставках, переводчица-эстетка, историк литературы, дебютировавшая яркими пробами пера, художница, хозяйка дома, умница, горячо ищущая правды и смысла, ни на чём не остановившаяся, готовая и на монастырь, и на взрыв, какая ж она только художница. Я к ней привязался, как к старшей сестре, а не только как к матери друга, и ей я пылко благодарен за то, что она поверила мне. Меня, разглядев в затаённом, дерзающем, бунтарском, МС долго ко мне присматривался, она же сказала сразу, вы наш, она, а не МС, и даже не Серёжа ввела меня в их семью, усадив против себя за круглый стол, так и просидел с 1895 до 1903 года. Сидели крест-накрест, я против О.М., а Серёжа против М.С. Скоро из её именно рук я стал получать оформляющую моё сознание художественную пищу. М.С. выдвигал классиков, заявляя, что его вкусы консервативны, это не мешало выдвигать маститым друзьям бунтарей, нас. О.М. сказала своё «да» всему дикадентскому, то есть тому, что именовалось дикадентским. Передо мною возникли в первый же год посещения Соловьёвых прарофаэлиты, Боттичели, импрессионисты, Левитан, Куинджи, Нестеров, потом Врубель, Якунчикова и будущие деятели мира искусств. Вспыхнул сознательный интерес к выставкам Третьяковской галереи. Ряд альбомов, журналов с изображениями итальянцев и новейших художников в сведении с моими тайными упражнениями в глазе и наукой увидеть, столь же бурно развил культуру изобразительных искусств, сколь оформил мои симпатии к символистам. Она заинтересовала меня вскоре Бодлером, Верленом, Метрлинком, Уайльдом, Ницше, Рескином, Пелоданом, Гюисмансом. То, о чём я издали слышал, приблизилось, стало ежедневным общением, обменом книг и мыслями о прочитанном. В противовес ровному выращиванию меня в моральных лучах Михаилом Сергеевичем стиль моей дружбы с ООМ выявил неровные, угловатые схватки и несогласия, в которых не всегда она оказывала правоту взрослой, это и было в ней дорого. Не прошло и двух лет, как мы с ней остро царапались из-за Ипсона, Достоевского, которых я боготворил, которых она ненавидела, из-за премьер слагающихся в настоящий театр художественников, которых отрицали все Соловьёвы, их которым пылал я, тем не менее. Посещение Соловьёвых сперва не менее трёх раз в неделю, потом четырёх, пяти, ежедневных и, наконец, два раза в день стали мне школой. К урокам Поливанова, к собственному философскому чтению, к практическим упражнениям присоединялось принятие в члены тайного стола Соловьёвых или моей флорентийской академии. Я был раз навсегда вырван из гибельного подполья. Вообще неисоем начал обретать свой язык, который был наш язык. Язык бесит Серёжа и Ольгой Михайловны. Моё безязыче. Кренилось в том, что я, переживая метафору в жестах игры, и любуюсь метафорой языка, не ввёл её в обиход, а всё новое, что во мне жило, было неоформлено без метафоры. У Соловьёвых я слышал... ВМФ, фаун, он козлит. Меня осенило. Э, да так же можно вслух говорить. Я же думал, что это верх неприличия. И я заговорил на жаргоне квартиры. Жаргон оформил и заострил, и вышел язык симфонии. Этому приобщению меня к языку я обязан Серёже и О.М. До них я не забывал в процессе выговаривания процессы выговаривания. И строил фразу, как перевод на латинский язык. Разговаривал же и думал, чтобы ещё сказать. Всё, что высказывал, было некстати. С Ольгой Михайловной забывал процесс речи, и речь лилас, оказывался сметливым отроком. Характеризуя покойную Ольгу Михайловну, должен подчеркнуть в ней не то, что подчёркивалось, между прочим и мною, не только экстравагантный порыв, который в ней жил, но многое другое преобладавшее трезвость, реализм, практицизм, свойственный трудовому человеку, помогающему мужу зарабатывать средства к жизни. И остро видела мелочи. Её полёты служили ей средством на краткое время забыть рой забот, материальных, семейных и родственных, чтобы с утра в них опять очутиться. Ей было бы свойственно говорить «утро вечера мудренее». Утро. Трезвость дневного сознания были подчёркнуты. Романтизм иных жестов имел изнанку и ненаивные улетания в куда-то и что-то, а страстность весьма реальной натуры, страстность и ум. Этими чертами определялась она более, чем эстетизмом. В её понимании новых веяний не было подлинникового эстетизма, который выступил на поверхность жизни Москвы, как сыпь, с которой теперь нас безграмотно, а иногда и подло связывают. Она понимала многое не от мистики чувств, а от ума. Утончённость действенна, когда она неврождённа. Врождённая утончённость часто есть декаданс, утончённость в ОМ, итог большой работы, усилий ума. Всё отдающее эстетизмом ей было чуждо, как отвратительный стиль. Она любила Рескина, но разбиралась в Рескине. Любила Берн Джонса, Гента, Росетти задолго до моды на них. Любила не слепо, с разбором. Вовсе не понимала её мыслить, будто была она переутончённицей ради стиля. Её фигурка в стареньком подряснике, покрытом тюлевой тряпочкой, и прическа башенкой для скорости, нас пленявшие, были самим антимодернизмом. Стилизованные головки, прически на уши или десятки вскоре появившихся незнакомок, прекрасных дам и прочих нечисти внушили бы ей трезво реальной гордливости. По отношению к этой компании, светшие новые веяния к стилю головок с коробок конфет, она была, скорее, уж синим чулком, Если ж случался и стиль от сочетания сталенького балахончика с тюлем и башенкой кое-как сколотых волос, так это был стиль всех её жизненных выявлений, выстраданных у знаний, рабочих трудов, так её облагородивших, что, надень она и рогожу, а на голову хоть котёл, нашлись бы дурые, которые бы из этого действия небрежения к себе выявили новую моду. Помню, как убила её встреча с умницей Гиппиус, элегантной, одетой с утончённым вкусом и вовсе не выпиравшей тем стилем, которым скоро окрасилась Москва и которому подражали от богатых купчик до бедных курсисточек. Ольга Михайловна, переписывавшаяся с Гиппиус, но её не видевшая, пришла в ужас от неё с первой встречи. В чём дело? В стиле. В сознательном эстетизме, хотя бы со вкусом, сколько было ссор между нами из-за Гиппиус, которую О.М. вычеркнула из списка живых. За что? За лорнетку, под крас губ и за белое платье нам на показ. Она ненавидела модернизм в кавычках. С позою не мирился её наблюдательный юмор. Тем не менее, она горела. Не мистическим горением холодных как рыбы дур эстетизма, а горением испанской страстности живого, неуравновешенного темперамента, горела умом, она была очень умна, и я не видел ни одной умной эстетки. Короче говоря, не сравнивайте О.М. с некоторыми её художественными увлечениями, с фигурами а-ля Росетти или с призраками метерлинковских драм. Подглядев в гиппиус-трихи Гедды Габблер, О.М. щеркнула её со списка знакомых. Подглядев русскую бабу в Олениной, Дальгейм пришла в восторг от неё. Сравнивайте стиль её жестов скорее с красками испанских художников, и в здоровый период жизни в ней что-то было от персонажей художника Зурбарана. Нервно перетерзавшись и временно заболев в последний год своей жизни, она явила зловещую хмурь. Ряд идейных разочарований, боязнь здоровья мужа, заботы о сыне и так далее. Тогда она стала напоминать колоритом и линии жестов художника Грека. Если бы осталась жива, быстро бы справилась со своей омрачённостью и появилось бы в ней нечто от Рембрандта. Глубокие тени умственного анализа были ей свойственны в сочетании с чуть-чуть красок, но в чуть-чуть была жизненность простоты и вовсе не мистики примитива. Налёт мистики — налёт последних месяцев жизни. С осени 1902 года этот налёт появился так, как могла появиться рогожа на плечах вместо тюлевых кружев, и даже в этом болезненном одеянии последних месяцев она была сама своя, но не думайте, что рогожа ей присущее платье. Всё это должно сказать, потому что фигуры покойных в традиции думать о них искажены модернистическими дурами, дураками и действительно больными людьми, из которых многие родственницы покойны. И Михаила Сергеевича нельзя представлять в средневековом тоне. Его образ, мне видится, взятым в технике кисти не то Перуджина, а не то Рафаэля. Автор головы Сикста мог дать реальный портрет Михаила Сергеевича. Вот и Челли дал бы кривую пародию. Рафаэль, изобразивший папу Сикста в Сикстинской Мадонне. М.С. действовал на волю, О.М. на интеллект. Мир переживаний, чувств, сфера общения с Серёжей. Чувства изменчивее, интеллект имеет непеременную ось. С Серёжей единила молодость, пяти лет разницы не существовало. Конкретную мысль о переживаниях опередил возраст. Я в тот период, от пятнадцати до семнадцати лет, скорее отставал. У меня были абстрактные мысли с конкретными чувствами, в чём-то уравнивалось различие возрастов и в итоге сочувствие, возникшее между нами, и стёртость грани между игрой и всерьёз. У обоих очень серьёзные игры, а в жизни оба были детьми. Я вопреки моей искалечности, он вопреки глубокодумию своему. Мы не раз менялись позициями. Был период, когда мысль моя развивалась стремительно. Серёжа же мыслями отставал, зато чувства мои обеднели. А в нём чувства приняли удивительные оттенки, меня пленявшие. Мы не раз дополняли друг друга. Образовалось сотрудничество, подковку и мироощущение, в которое материал вкладывали я и он. Вспоминая иные словечки, мысли, подгляды, просто не знаю, кто автор их, я или Серёжа. Будь высказаны в печати они, какой у литеры надо было бы их подписать, Б, Боря или С, Серёжа. Справедливее их подписать псевдонимом Б, Э, С, Боря и Серёжа, Серёжа Боря. Самое ценное в этом общении итог его коллективное безымянное творчество. Так в древности возникали мифы, наши игры и разговоры мифотворения, или эскизы к Серёже Бориной картине, краски, которые слагались из теневых тонов моей сирой жизни, из линии моих странных игр. Серёжа брал по литру красок у матери, световой колорит у отца. Так мы оба нуждались в беседах с Ольгой Михайловной и с Михаилом Сергеевичем. Без них где взять красок? Родители, привлечённые к сыну и к другу у сына, показывали световой колорит ярких красок и сами с годами втянулись в игру, переросшую детскую стадию, ставшую давно мироощущением нового быта. Мироощущение — не мировоззрение. И мироощущение — не ощущение. Позднее мировоззрительные элементы подавал я, а материал по-новому воспринятых ощущений подавал мне Серёжа, ставший необходимым мне, как я ему. Только мировоззрением, только ощущением каждый из нас удовлетворяться не мог. Мироощущение — эскиз, сочиняемый нами вдвоём. Краски, свет от родителей Соловьёвых, линии и тень, принесённые мной, создавали количественную качественность, где понятие «количественно», а ощущение «качественно» — это был новый синтез наш. В моём сознании это было действием символизма. И родители, живо заинтересованные сотрудничеством под формою дружбы, стали вкладывать в сотрудничество серьёзный смысл. В посидениях вчетвером и в беседах с Серёжей вдвоём. И беседы вдвоём были нужны тем более, чем более получали мы моральной и умственной пищи за чайным столом Соловьёвых. Нужно было услышанное сложить в жест нашего мироощущения, чтобы сложенное в первую голову принести родителям Серёжи, Ольге Михайловне и Михаилу Сергеевичу. Они стали первыми нашими оценщиками и первыми критиками, и незаметно вполне сотворцами. Позднее круглый стол Соловьёвых стал выходом и в общественность. Ведь за этим столом появлялись знакомые Соловьёвых, серьёзно оценившие их и с ними считавшиеся. Появлялись писательница Коваленская, молодой историк Михаил Николаевич Коваленский, будущий большевик, Сергей Николаевич Трубецкой, Владимир Сергеевич Соловьёв, позднее Валерий Брюсов, Гиппиус, Рачинский. Ценя Соловьёвых и видя, что они с нами всерьёз, посетители начинали с нами общаться как с равными, и Брюсов пишет после первого посещения Соловьёвых, «Сын Соловьёва, юный Сергей Михайлович, тоже мило беседовал о Корнелии Рассине. Ждали сына профессора Бугаева, декаденствующего юношу, но его не было дома, он живёт рядом». Дневники, страница 106. Выход в люди действительно рядом был. Стоило из детской комнаты, где устраивались наши творческие деяния и сокровенные разговоры, пройти коридориком и попадали в уютную атмосферу родного стола, за которым сидели те, которые интересовали нас, Трубецкой, Брюсов, Мережковский, дядя Володя, Владимир Соловьёв. Взятые, так сказать, в самом выгодном свете и с нами внимательные, хотя бы ради родителей, которые наши, которые в случае беды отстоят. Так готовился в семилетии выход нашего подполья или детского творимого ещё мировоззрения, прогнанного сквозь критику ИОМ и МС в большой свет. Так сложился в Москве кружок, сгруппированный вокруг Соловьёвых, кружок, о котором узнали, к которому притянулись и старшие, и молодые, знакомые Соловьёвых и некоторые из моих университетских друзей. Считаю значение Серёжи в моей интимной, а также общественной жизни незаменимым, огромным. Мой маленький друг скоро вырос в сознании, в серьёзнейший авторитет, не говоря уже о любви и доверии, которые были конкретными шнами мальчишками, и которые те же мишнами теперь, когда мы склоняемся к старости, тридцатипятилетия дружбы, не шутка. Самым ценным в общении с Серёжей было то обстоятельство, что предмет общения — шутки, игры, обмен впечатлений от жизни, от мира искусств — располагались вокруг единого стержня, или, по-нашему, одного. Само выражение об одном, о главном в те годы, сложилось смешнами. Думаю, что это наше одно понятие о целом. В одном оформлении оно есть понятие о культуре, как живой связи знаний, а не каталоге лишь. В другом разрезе это моё понятие о конкретно совершаемом синтезе, как символе. В третьем понятие — энтелехии. Философские, эстетические, теологические, культурные и социальное оформление переживаемой темы — диалектические вариации, её не исчерпывающие. Тема в культуре, которую надо было заново вытворить, то, в чём жили, и что считалось культурой, уже было разъедом и пылью, концом, не началом. Тема рубежа уже была подкладкою. Игр всерьёз или серьёзности в шутку. Зовите, как хотите. Все мы были дети, и без игры обойтись не умели. С другой стороны, по отношению к многим детям, сынкам и дочкам, распространителям идиотизмов, традиций, мы были как старички. И в кошки-мышки играть не хотели. В конец же мира играли. Не важен сюжет игры, важна тональность. Всякая игра была вариацией не игры, а навек одного. Энтеллехия — термин философии Аристотеля, выражающий единство материальной, формальной, действующей и целевой причины. Одно навек одно — начало первой строки стихотворения Владимира Соловьёва «Знамение». 1898 год. Мы выдумали символику белого цвета, не в политическом, разумеется, смысле, как смысла пленума красок. И противополагали пленуму, как культуре отсутствия красок, мрак. Играли в то, как со светом борется мрак. Если б мы в те годы штудировали оптику дёте, мы стали б геттистами. Но поскольку оба читали апокалипсис, то и брали оттуда сюжетные образы, располагая свободно их. И слугою тьмы делался нам гимназический Павликовский. Ведь и Серёжа стал поливановцем. А ипостась «Отец-сын-дух» разыгрывалась в трёх живых лицах. Отец — Лев Иванович, сын — Иван Львович, а дух — внук Льва Ивановича, ныне профессор. Это не теология, а сценарии к теме культура и цивилизация. Одно как культура и единица как часть целого. Темами игр всерьёз или игривых размышлений была, сказал бы я, детски дерзостная попытка инсценировать в лицах не скучные кошки-мышки, а не до конца нам ясную культурно-философскую мысль. За мной тянулась в годах своя игра в несуществующую историю, у Серёжи своя игра в мифы. После взаимного ознакомления оказалось, игра подходит к игре. Соединив игры, увидели сквозь них не игру вовсе. Заговорили на собственном арбатском жаргоне. ОМ и МС, прислушавшись к нам, поняли нас, оберегая игры от глупого глаза подглядывателей. Из особого стиля слов, нас двоих, а потом четверых, развился и особый язык. Есть воровское наречие. Представьте себе, наречие, силищиеся новыми словами, коснуться всего хорошего и доброго. Образовалась привычка к особому языку. Впоследствии блоки в Москве, стараясь дружить и проникнуть в укромные уголки арбатского говора, не поняли многого, читая словечки языка недолжным образом. Представьте, что вышло бы, если бы филологически соединили слова «буза» и «арбуз» на основании бы тв общего корня «буз». Какое вавилонское столпотворение смыслов возникло бы? У блока был свой язык, чуждый нам. Не в этом была беда. В том, что, разойдя с нами, блок выдумал о нас фикции на основании прочтений по прямому проводу слова «бутуз» как «арбуз». Уже всякие тетушки, отстоящие за миллион верст от генезиса символических языков и игр нагромозили всякие вавилонские башни доказывать «пайнка-блок» заразился мистикой от бяг Бори и Сережи. Другой вопрос. Как у ученого-математика вырос сын, идиот, производящий слово «арбуз» от «бутуз»? Или как осторожный и трезвый М.С. Соловьев допустил, чтобы его сына ум зашел бы за разум? Ох, эти сплетни! Продукт распада дворянского бытика, притирающиеся революцией и прокладывающие мостки потопим мистического анархизма. Блок-то и был единственный мистик. Сперва фетишистски отнесшийся к метафорам жанра, потом перенесший собственные смешения с больной головы на здоровую. Хорошо, что потом отрезвел. Не мы ли трезвили его двухлетней полемикой в эпоху его мистико-анархических увлечений в качестве помощников позитивного, трезвого Брюсова? Подразумевается внутри символистская полемика, происходившая в 1906-1908 годах по поводу мистического анархизма, философско-эстетической теории Чулкова. Белый подробно касается этого вопроса в воспоминаниях между двух революций. Я нарочно связываю эпоху первых игр с маленьким Соловьевым с более далеким периодом. Мы шли вместе годами не в догме, не в оформлении, не в рабочей гипотезе, а в музыкальной теме. И теперь, будучи с Сергеем Михайловичем Соловьевым в оформлении столь же противоречивы и противоположны, как «Зенит» и «Надир», мы продолжаем в теме, в мелодии слышать друг друга. А Блока, я понимал, может быть, два-три года, не более, да и то оказалось, что ничего-то не понял. Бывало, летит записка из третьего этажа во второй, «Дорогой Сережа, не придете ли?» или «Летит» записка из второго этажа в третий, «Дорогой Боря, не придете ли?» И Сережа или Боря идут. Одно время заходы эти стали ежедневным явлением. Если Сережа поднимался на третий этаж, то он попадал на вечерний чай, где помалкивал перед отцом, будучи связан дома. Не имел я, Сережа, конечно, подметил это. Отец лукавой иронии, бывало, разлистывает рыхлый том оправданий добра Соловьева. «А дядюшка ваш!» — он покрикивает. «Все добро вот оправдывает!» И бежит в коридор с громким возгласом. «Аннушка, почистите сюртучок!» И в клуб. Мать сидит у себя и в гостях. Языки развязались. Если я вниз опускаюсь, с Сережей проходим по темному коридорику, в тихую и просторную его комнату, и игра разговор вдвоем выступает изо всех берегов. К половине ж десятого громкий приветливый зов. «Сережа!» И прекрасное посидение возникает с родителями. Как посидение в креслах портера перед поднятой занавесью, и так продолжалось года. Я не помню, как бледный и хрупкий ребенок, одетый в красивые черные или красные курточки, обвисающие кружевами, с мягчайшими светлыми волосами, вытягивался в загорелого, почти и брюнета, крепкого, широкоплечего, в красной рубахе, в выцветшей студенческой шапке, всегда на затылке, с лихо вздернутыми каштановыми усами, соединяющего революцию с филологической кабинетной культурой, отмахивающего по полям километры в смазных сапогах и ищущего единение с народом в окрестных селах. В линии лет ничего не сломалось у нас. Мифы словечек лишь стали проблемами стиховедения у меня и критику и конъюнктур у него. Тема исканий новой культуры еще оставалась в эпоху 1907 и 1908 годов. Потом мы, дружески и распростившись, пошли по разным дорогам, перекликаясь всегда. За двенадцать лет ни одной тучки непонимания при всей разности оформлений и выбора рабочих гипотез текучих моментов. С самого начала встреч мой друг-брат вносил в тему общения ярчайшие краски своих символических восприятий, а я нес рельеф, светотень и перспективу макета, который потом становился ареной действительности. И уже вскоре мелодия нашего разговорного действия вступила в стадию театрального действия. И мы ставили отрывки из «Пиковой дамы» и «Макбета» в дыре коридорика, как в некоем вертепе, привлекшей двух мальчиков, Колю Маркова и Ваню Величкина. Я стал выдумщиком бутафории, Сережа — оценщиком текста. В следующих постановках уже вылезаем из тесного коридора, отхватывая часть комнаты для импровизируемой сцены. Уже постановки сложнее. Текст тоже. Мы пишем сценарии в «Капитанской дочке» к отрывкам из Пиквикского клуба «Диккенса». Ставим и Майкова, два мира, и сцены миссинской невесты. К постановке Майкова призываем на помощь Михаила Сергеевича, а к Шиллеру вызываем спеца Владимира Михайловича Лопатина. Ширится труппа, ширится круг зрителей. Сам Поливанов узнает о наших затеях, но театр закрыт. Миф, студия перерастает его, становя своеобразно разыгрываемой комедией де ля арты. Мы постоянные импровизаторы, мифотворцы из сюжетов, рисующих драматическую борьбу света и тьмы, начало с концом. Миф — события, происходящие с нами и с нашими знакомыми. Место действия — Арбат, Новодевичий монастырь, Поливановская гимназия. Перелагая знакомых в свой миф, мы выращиваем всякую фантастику в стиле Гоффмана Эдгара По. Фантастику реализма. Нужна нам не сказка, не тридесятые царства. Нам нужен Арбат, Неополимовский переулок. И для съемок местности зорко оглядываем типографию переулков, чтобы в наших рассказах друг другу соблюсти иллюзию натуры. Бывало, начинаю импровизировать, как собрались в гимназии, описываю какой-нибудь эпизод и вдруг прерываю себя. По лестнице бежит перепуганный Кедрин. Ну, а теперь ты и Сережа. Сережа, подхватывая сюжет, остраняет его до катастрофы. Тут открылось вот что. Казимир Клементьич ведет под гимназию подкоп. Тебе, Боря. Перекидывали точно мячик сюжет. Сочиняемый миф — настоящее сюжетное наводнение. Становилось трилогией. Тетралогией он. Тема ширилась до всемирной истории. Центром же оставалась Москва. Договорились до мирового переворота в Москве начинаемого. О чем знать? Может, были предчувствия будущего. Уже позднее Соловьев прочел лекцию о конце всемирной истории. Она оказалась на руку нам, почти детям. И мы, разумеется, ее прибрали к рукам. Прибирали все, что казалось нам интригующе. С какого-то из моментов комедии Дель-Арты в ней оказались родители, сперва зрителями, потом участниками в сочинительстве сюжетного мифа. Они имели и ухо, и такт различать метафорический стиль от материальной реальности. К сожалению, этого уха не оказалось, например, у Бекетовой, в тоне ее воспоминания об играх у блоков. Намек на тетку блока М.А. Бекетову, автора двух биографических книг о поэте, в которых затрагивается мимоходом вопрос о взаимоотношениях блока с Белым и Сергеем Михайловичем Соловьевым. Бекетова была задета критическим пассажем Белого. 24 января 1931 года она писала ему в связи с выходом на рубеже двух столетий. Недостатков написания я почти не вижу. Так кое-какие словечки я бы изменила. Простите, старые мемуарные тетушки. Я никогда не думала, что Бяка Андрей Белый учат истерики паиньку блока. В недописанной моей статье роман блока в стихах я говорю, что блок сам по себе, а вы и прочие сами по себе. Они появились средь нас в теме рубежа, и двойка родителей соединилась дружески с детской двойкой. Михаил Сергеевич — человек трезвый, учитывающий и взвешивающий, скорее консервативный во вкусах, нежели новатор, но за романтикой наших зорь он расслышал и ощупь реального. За любовью к Шекспиру и Пушкину у консерваторов быта разглядывал и к Шекспиру, и к Пушкину приставшую пыль. Его приятель, Пушкинолюб, цензор, Венгстерн, тогда маститая личность Москвы, изживался в ненужных стихах, да в ненужном брюзжании на новое. Не от новаторства. Но Михаил Сергеевич понял, что Брюсов-то со всеми странностями ближе к Пушкину, чем культ Бюста Пушкина. В годах он вымеривал наши силы и силы отцов с позитивную трезвостью. Он вырешил ближайшее десятилетие за нами. В теме рубежа появился к нам в детскую, простучав башмаками по темному коридорику, рубежу поколений. В романтике наших вспыхов учел он здоровье протянутости к молодому и дерзкому, с прехладнокровной трезвостью, откурив папироску свою с Трубецкими. Не пускаясь в излишние споры, вошел он к нам с «Уф! Надоело!» по адресу Трубецких. И с обычной лукавой мягкостью он зажег папироску у нас. Баститы и друзья уважали ужасно его. Трубецкой приходил за советом, Венгстерн чтил в нем трезвое умение ценить все великое. Как же ушиб его, ценители классик, представ в 1902 году пред Венгстерном вполне неожиданно. Дело же было так. Выходила симфония. Подлинный издатель Михаил Сергеевич, Венгстерн — разрешающий цензор. Культуртрегер в нем был в диком ужасе от симфонии и даже не мыслил, что автор здоров. Предполагая юношу-маньяка из жалости к идиотику, он его вызывал для отеческих увещеваний. Молодой человек, не губите себя! Я же был псевдоним. Не пошел объясняться. Издатель пошел объясняться. А, Миша, здравствуй! Радостно встретил Венгстерн, просто не зная, куда усадить, но не понимая мотива появления Соловьева в цензуре. Мирно они говорили. Наконец Венгстерн спрашивает. Почему ж ты никогда не придешь ко мне на дом? Вот в кои веки пришел, а пришел вместо службы. Почему для свидания нашего ты выбрал именно это место? Я же к тебе пришел по вызову, дело меня тобою, как цензора. Как? Очень просто. Ничего не понимаю. Ты же вызвал автора симфонии, но он псевдоним. Вот я и явился к тебе как издатель. Такой приблизительно вышел у них разговор в передаче МС. Венгстерн выпучил глаза, наступило тягостное молчание. Ты издаешь этот бред? Да, я. Считаю произведение художественно ценным. Опять наступило молчание, тяжелое и угрюмое. Одно время Венгстерн полагал, что МС, сойдя с ума, сам сочинил этот бред. Скоро сплетни раскрыли и мой псевдоним. Авторство симфонии второй драматической было раскрыто в московском профессорском кругу осенью 1902 года, несколько месяцев спустя после выхода книги в свет. События показали, МС не сошел с ума. Изумление сменилось яростью. Ариапака охранителей высшей московской культуры сбесился. Шипели Шишкины, болтали Бельские, высмеивали Венгстерны, презирали Петровские. Патетически ломал руки Лопатин, терроризировал терпкой гримасы меня Трубецкой, за нос хватался Анучин, лопотал Лейст и подщипывал Сушкин. Терпеть не могу, дикодентишки. А Михаил Сергеевич тихо и твердо молчал. Но дымок папироса его рисовал мне, да, мне, Брюсову, стихам Блока, перевиваясь через рубеж двух столетий и расстилаясь уравновешенными волокнами. В неравновесии оказались, скорее, седые отцы. Но и ужас! Среди отцов обнаружились перебежчики, сидевшие Рочинские, старушка Коваленская, чтимая писательница. Тема рубежа выпирала уже из ряда фактов наружу с большим неприличием. Я потому привожу разговор Соловьева с Венгстерном, со слов Соловьева, что разговор — это симптом рубежа. И происходит на рубеже. Связываю свою рубежную тему с темой Соловьевых. Квартира их стала одной из зловредных ячеек, в которой вымечивался рубеж понимания с проблемой разъезжающихся пугающих ножниц. Что для нас, Сережей, было заскоком из юности, и романтизма зари человеку другого уже поколения, но трезво видящему неизбежность разрыва со старым, стало ясной исторической неизбежностью и, может быть, роком. Из лиц, с которыми пришлось встречаться за круглым столом в эпоху 1895-1899 годов, эпоха гимназическая, отмечу стан родственников, потрясавших количеством. Мне впоследствии Сережа представляется несчастным бегуном, ежедневно мчащимся по квартирам родных, переутомленным, напуганным родственными разговорами, всегда угасающим и натыкающимся на надутые физиономии. Ты нас забыл? Подумай, — жаловался он мне. Я же только и делаю, что обегаю, всю жизнь обегаю, установив очередь. Но круг обега велик. Едва обижишь, беги снова. При этом старания, отнимающим рабочее время, все обижаются. Родственники со стороны отца, семейства профессора Нила Попова, состоящие из кислой вдовы в трауре Веры Сергеевны, тетки, двух дочерей и сына, Сережи Попова, бывшего поливановца, странная Надежда Сергеевна Соловьева, тетка, Поликсена Сергеевна, являвшаяся часто в Москву со старушкой матерью, женой историка, семейство профессора Безобразова, Марии Сергеевна, опять-таки тетка Сережи, периодически возникавшие в Москве и из Москвы исчезавшие, семейство с тремя дочерями, со стороны матери, две бабушки, родная Коваленская и двоюродная Карелина, дочь путешественника и этнографа, великолепная розовая старушка, соединившая сантименты поэзии Жуковского с языческим жизнелюбием и разводившая около Москвы кур и розы, куры – дань плодородию, а розы – дань романтизму, и, наконец, многолюдное семейство А. Г. Коваленской, переплетенное узами родства семейством Бекетовых. Характера этого родства я всю жизнь не мог уловить, только знал, Бекетовская линия была в кровном, но замаскированном церемоннейшими приличиями антагонизме с Коваленскими. М. А. Бекетова писала Белому в этой связи 24 января 1931 года. «Удивляюсь, как вы не поняли такой простой вещи, как то, что Александра Григорьевна Коваленская, Софья Григорьевна, тетя Соня и моя мать были родные и сестры, следовательно, Ольга Михайловна Соловьева моя двоюродная сестра. Антагонизм между Коваленскими и Бекетовыми был, то есть, собственно, был между Александрой Григорьиной и моей матерью, молодые были в хороших отношениях, не без критики, конечно. Белый в ответном письме к Бекетовой от 6 февраля 1931 года отмечал «О каких-то трениях между Александрой Григорьиной и кем-то из Бекетовых я подозревал, но я не слышал ни одного слова порицания или осуждения по адресу кого бы то ни было из вашей семьи». Так вот, этот антагонизм я всегда чувствовал, когда говорил с покойной матерью Александра Блока. Максимум субъективной несправедливости вскрывался в ней, такой добрый и умный, и едкие стрелы слетали по адресу Коваленских, что и опрокинулось на Сережу в пресловутой ссоре нас с Блоками. Единственный раз я позволил себе пылкие выражения по адресу покойной Александра Андреевны, матери Блока, чтобы прекратить ее поток незаслуженных обвинений против моего друга. Это было мотивом и моего уезда из Шахматова. Имеется в виду размолвка, случившаяся в середине июня 1905 года в Шахматове между семьей Блока, главным образом матерью поэта, Кублицкой Пиатух, и гостившими там Белым и Сергеем Михайловичем Соловьевым. Должен сказать, старенькая Коваленская по адресу Бикетовской линии посылала такие же стрелы, и в этом деянии мне было неприятно. Коваленских было немало. Семейство Николая Михайловича, дяди Сережи, с дочерями и сыновьями, сын Миша, в то время студент, бывший поливановец, постоянный посетитель круглого стола, марксист, то любезный, то кислообиженный, больно он потом подколол меня из газеты Курьер. Во-вторых, семейство Виктора Михайловича Коваленского, жена, дочь Маруси и крошки Лиза и Саша, семейство Марконет, вернее, Марконетов, два брата, тетя Сережи Александра Михайловна. Скоро один из Марконетов скончался, другого я описал в воспоминаниях, посвященных Александру Блоку. Были Дементьевы, еще кто-то, не перечесть, все родня. Он потом подколол меня из газеты Курьер. Подразумевается отклик на манифест Белого, несколько слов декадента, обращенных к либералам и консерваторам. Статья наброски, появившаяся за подписью К.И. В ней, в частности, говорится. Устами Андрея Белого декаденты заявили, что у них нет никаких убеждений, ни либеральных, ни консервативных. От споров отцов о либерализме и консерватизме у них всегда трещали головы. Они предпочли обойтись без таких споров, которые были им, очевидно, не по головам. Маска снята. Андрей Белый отлично позаботился об этом, и из-под маски культурного бойца, вождя передовой молодежи, выглянуло лицо дикаря, лишенного всяких убеждений, и самодовольно объявляющего всем об этой своей абсолютной пустоте. Курьер, 1903 год, номер 65, 3 мая. Страница 3. И она появляла за круглым столом. Все считались советом и мнением Михаила Сергеевича. Он среди них молодой, мне казался подчас патриархом, кряхтящим многоветвистого клана родни, среди которого я забыл отметить Владимира Соловьева, являвшегося при наездах в Москву и просиживавшего всегда за шашками чтением своих произведений Михаила Сергеевича или так себе заседавшего и хохотавшего на шутки и комические высказывания маленького племянника, который при нем начинал вдруг проказничать. Не могу я коснуться отдельных персон многочисленного клана родни, не хочу осложнять свою книгу огромнейшим флюсом, раздув в главке рисующей Соловьевых градацию Коваленские, Марконеты, Поповы и Безобразовы. Отмечу Александру Григорьевну, бабушку, сказочницу, которую чаще видел и которая снежную лаской приветила Борю Бугаева, потом и открыла ему цветочное дедово. Мы с ней подружились. Особенно подружились осенью 1896 года, когда родители Сережи уехали за границу, а бабушка переселилась к внуку и стала возглавлять чайный стол, нас обвеивая атмосферую сказок. В ней было что-то мне сочетающее Андерсона с Вольтером, Жуковского с просто старенькой бабушкой в чипце и косынке, но без единого седого волоса, бабушкой, маленькой и приветливо дрожащей над разливанием чая. Андерсон, так сказать, был явно написан у нее на лице, а Вольтер таился в молчании сжатых губ, взорко видящих и чего-то недоговаривающих острых и умных глазах ее. Мягкая бабушка могла стать при случае бабушку и очень твердой, и лучше бы этого не было. Развивая эту характеристику, Белый писал Бекетовой 6 февраля 1903. 31-го года. Вы напрасно думаете, что я не видел в Коваленской ничего, кроме доброй бабушки. Живя ряд лет летами в Дедове, с ней бок о бок в эпоху моей максимальной близости с Сережей, я, разумеется, скорее в бабушке видел стиль Андерсон на устах, Вольтер в глазах. Сколько бесед было с Сережей о том, что в тихом омоте черти водится, все так. Не раз я в бабушке напарывался на черта. Если я на рубеже и не касаюсь в Александре Григорьне, властолюбивой вольтерианке, некогда красавице, так это потому, что этот аспект ее выступил из нее для меня позднее. Твердую бабушку я позднее разглядел. Мягкая бабушка в 1896 году заворожила меня. Сидим бывало за чаем, она же тряся все лепечит такие уютные вещи. Вокруг образы баллат и переводов Жуковского, и рыцарь Роллон, и епископ Гаттон, и Исма Альгольмский барон, и из открытых дверей пустой спальни родителей выглядывает привидение. Уютно, а жутко. Из неродни у Соловьевых встречал в эти годы Лопатину, знаемую по Демьянову и по Царицыну, дочь профессора Гирье, профессора Огнева, гистолога, который весьма импонировал гистологической философией, а сынов Огневых забрали мы в труппу. Бывала Унковская, худая, сухая, кривая и бледная, реагировала поджимом губ, перетонченным и многострунным, на умные вещи приятным поджимом, на глупые кислым. Заряд с нею встреч я не выслушал ни единой мысли, ни умной, ни глупой, вероятно, от переутонченности. Появлялся весьма интересный искатель проблемы, репетитор Новский, являлся и бледно-желтый, седой, весь скрижащущий смехом генерал-лейтенант Деннет, тот самый, который попался и Брюсову на зубок в дневнике. «Был еще какой-то генерал» «Ле Тре», но совершивший хивинский поход и там на верблюде читавший Тацета. Искаженная цитата у Брюсова «генерал Пю-Ле Тре», то есть генерал малообразованный. Появлялся публицист Величко, но после поездки своей в Испагань, не являвшийся, каламбур Владимира Соловьева по поводу появления Величко сотрудникам Нового Времени Испагань, потому что Величко по мнению В.С. Испаганился. Испагань Исфахан, город в центральной части Ирана. Бывал и профессор Сергей Николаевич Трубецкой, неуклюжий, высокий и тощий, с ходулями, а не ногами, с коротеньким туловищем и верблюжьей головкою, обрамленную желтой-рыжей бородкою, с маленькими беспокойными, сидящими глубоко, подолбом глазками, но с улыбкой очаровательной, почти детской. Сбегающие и переходящие весьма неприязнное равнодушие. Человек порывистый, нервный, больной, вероятно, пороком сердца. В нем поражало меня сочетание порыва, бросающего корпус на собеседника, размаха длинной руки с проявляемой внезапно чванностью и сухой задержью всех движений. Подаст при прощании два пальца или, повернувшись спиной, уйдет, не простившись. То в старании быть ласковым, какое-то забегание вперед, то жест аристократа и не без дегенерации, не во имя сословных традиций, а в защиту метафизической философии. Автор книги о Логосе впоследствии меня волновал и по личным мотивом, волновал резким поворотом от предупредительности к надменству для унижения во мне декадента. Но прямота, правдивость подчеркивались, и сквозь маленькие неприятности им поставленные на иных из тропинок мне должен признаться, что нравился он. И в приязни и в неприязни сердечный не головой реагировал, а сердечной болезнью она-то и унесла в могилу его. О встречах с Владимиром Соловьевым и о своих впечатлениях от него писал и не раз не хочу повторяться. Привыкнувши к Соловьевым, у них я учился вступать в разговор с посторонними, одно время являя нелепое раздвоение между Соловьевыми и всеми другими. У Соловьевых я был интересным отроком, с которым всерьез разговаривали. Во всех прочих домах и в гимназии я оставался весьма ограниченным, тихим, немым гимназистом. Я обретаю уважение. В седьмом и восьмом классе иною же я, бурно, катастрофически даже, я весь разорвался в словах. Прежде чувствовал давление на органы речи. Меня считали немым, но теперь я хлынул словами на все окружающее. Прорыв слова готовился работаю чтение и всею культурой соловьевской квартиры, приучавшей меня к убеждению, что и я говорить могу. То плод общения с соловьевами, с писательницей Коваленской, беседы со взрослыми и Трубецким, и Владимиром Соловьевым, я смелел. Что мне мнение Подолинского, Сатина или Готье и прочих воспитанников седьмого класса, когда мне внимает Владимир Сергеевич Соловьев. Углубление в мысли, в соединении с овладением культурой и слова дало силу сбросить инерцию создавшего с положения с немотой, с глупотой, я почувствовал под собой опору и дома, и даже в гимназии. Опора дома заключалась в том, что для матери обнаружилось я исключительно музыкален. Произошло это так. Интересуясь культуру северян Ипсоном, Бьернсоном, Гамсоном, Галином, Григом и Свянцоном, я на последние деньги купил для матери тетрадку «Лише Штюкке Грига». Очаровав ее Григом, я ей принес новую тетрадку того же Грига. Мы оба отдались норвежским мелодиям. Подчитывая литературу о Григе, я стал приносить то балладу, то сюиты, пергюнт и зигурт, йорзальфар, незаметно и хитро пропагандируя Грига. Мать следовала за мной в своих интересах. С изумлением она говорила «Ведь ты понимаешь музыку». Упоминаются произведения Эдварда Грига, лирические пьесы, большой цикл для фортепьяно в десяти тетрадях 1867-1901 годы. Белый вспоминает «Эти месяцы окрашены для меня начинающим с увлечением Григом, которое тянется два года. Я с этого времени все свои деньги трачу на приобретение произведений Грига. Скоро у нас весь Григ». Григ, даже Ребиков, вместе с бешеным увлечением Вагнером и интересом к римскому Корсакову, переживали согласно. Ввиду понимания музыки мной, меня стали брать на симфонические концерты. У нас было два абонементных билета, а тех же концертов не посещал никогда. С седьмого класса уже начинается систематическое отсиживание концертов до самого окончания университета. Мы с матерью посещали частную оперу Мамонтова. Я незаметно модернизировал вкусы матери, вплоть до внушения и понимания декораций врубеля. Посещая мои выставки, я и здесь с незаметным нажимом склонял ее к Левитану, Нестерову, Татавасянцу, Коровину. Мать отдается импрессионизму и примитиву. Тоже по отношению к художественному театру. Чехов, Ибсен, Гауптман становится кругом совместного чтения. Некогда она мне читала Гоголя, Диккенса, теперь я, семиклассник, являюсь ей читать слепых, Миттерлинка, потонувший колокол и Ганнели Гауптмана. С удивлением она говорит обо мне. Откуда у него этот вкус? Она ставит оттановитый отцу, подчеркивая перед ним якобы влияния на меня Соловьевых, она сторонница сближения с ними. Отец морщится. Признавая талант в философе Соловьеве, он все же боится влияния на меня Соловьевых, весьма отклоняющих от науки меня. И в художественных увлечениях подозревает нечто мне чуждое, новые веяния ему не звучат, в Григе и Вагнере слышит шум, в постановках художественного театра видит культ нервности самовозможность разобраться в искусстве. У него свое представление об искусстве. Искусство же понимает тот, кто себя посвящает обследованию истории искусств и научных эстетик, вроде работ Фехнера и Гельмгольца. В этом априори отрицание во мне возможности к пониманию эстетики он упорен до самой смерти почти. Наоборот, мать, подчеркивая мой вкус, ликует, что старинное ее опасение о появлении в нашей квартире и второго математика не сбылись, эта-то уверенность ее и огорчает отца. Математик номер два не появится, он получает тройки по математике, огорчают исчезновение к Соловьеву, но, будучи нежным как шелк, не стесняет он свободы моей, лишь оговаривая увлечение Соловьевыми. Они, Боренька, все люди больные. Владимир Соловьев человек талантливый, но больной, да-с, знаешь ли, он галлюцинации видит. Присутствуя на нашем спектакле, отрывки из Мессинской невесты, он поднимает крик тотчас же после окончания представления. Нездоровая пища! Молодые люди изображают убийство, надо вооружиться бодрым настроением, а разыгрываются всевозможные ужасы, что они могут дать? Он наталкивается на старушку Коваленскую, она ставит на вид ему, это Шиллер, может ли Шиллер худо влиять? Невинная старушка перепугала отца, и он все к ней возвращался, испуганно моргая глазками, старушка туда же, неискренне и напыщенная, больная старушка туда же. Почему больная старушка, этого объяснить он не мог, а больная старушка была именно здоровой старушкою, многочадная, жизнелюбивая, она прожила до 75 лет, по отцу выходила, больная старушка, туда же вот. Владимиру Соловьеву впоследствии он простил даже повесть об Антихристе, простил мне симфонию и даже нашел, что Брюсов умная бестия, а Коваленской он до смерти не мог простить, что она защищала драматическую поэзию Шиллера и все повторял, больная старушка. Не доверяя моим интересам к художеству, он с шестого класса подкладывал мне свои книжечки, это были Бокль, Льюис, История Философии, в восьмом классе он подложил основные начала Спенсера и Логику Милля, которую я одолел в университете лишь, одолевал уже в восьмом классе, подложил и Историю Индуктивных Наук Уэвеля, Тритома, влюбленный в Шопенгауэра, пытающийся читать критику чистого разума Канта, я чувствовал сыновнюю обязанность заняться предложенном чтением. Симпатии связывали с другим кругом чтения, но оставалось одно — отдаться и Миллю, и Спенсеру, и Уэвелю для ради самообразования. Я грыз страницы, толкующая наведение. Одно время я точно знал характер полемики Милля и Гамильтона, теперь вот забыл. Отец был доволен. Мы похаживали по столовой беседу об априоре и об остериоре, и он подчеркивал самому себе убореньки, да, с интересой к научной мысли. При наличии их для него остранялась моя склонность к художеству. Он начал меня посвящать и в основы эволюционной монодологии, были мной усвоены его статьи, в разговоре с ним шевелил его темы. Позиция отца познавательно заинтересовала меня. И рикошетом от него заинтересовался я, Лебницем, прочтя сборник ему посвященный и прочел саму монодологию. Кажется, в эту именно пору произошла первая моя встреча с опытами Фрэнсиса Бэккона, раскрыв их случайно не мог оторваться от тебя не Смальс и не Спенсер, к которому у меня было немотивированное пренебрежение. Одна из бесед с отцом окончилась мне судьбою моею. Он, будто невзначая с замиранием сердца, сказал «Близится окончание гимназии, голубчик мой, и тебе придется подумать о факультете». Он дал характеристику факультетов. И выходило, есть один только факультет физико-математический. Оба его отделения математическое естественное дельное. Прочие факультеты, за исключение медицинского, не научные весьма. А образованный медик должен начать с естественного отделения. Бедный отец. Волнуясь и меня испытуя, не знал он, что я в ряде месяцев уже подготовился к этой беседе. Увлечение естествознанием миновало, я влекся к филологическому факультету, именно к философии. Но я знал, что отца ушибу, коль отдам совлечению. Не желая стеснять свободы в серьезном, он согласился бы с желанием стать мне филологом, а потом не спал бы по ночам и вздыхал. Да, с карьера, Бореньки, сломанос, в корни взять, просто ужаснос. Я знал. Вопрос о факультете явит дуэль великодуший. Я видел, выявить великодушие он, он будет очень страдать. У меня возник план окончания двух факультетов. Знание естествознания входило в круг моих философских забот. Сроком перекряхтеть в университете лишних четыре года мирился я. Так ответ мой готов был. Я уже думал об этом. Хотелось бы мне поступить на естественный факультет. Тут лицо отца просияло, и он не сдержал себя. Конечно, естествознание прекрасный предмет научной тренировки. Словесные юридические науки можно одолеть походя, для этого не нужно лабораторий. Естествознание и практические занятия, знакомящие с методом, все. Он сиял и опечалился, откладывая момент отдачи себя любимому кругу интересов на ряд лет. С той поры отец удваивает со мной разговоры на научные темы. Доволен он мной, и он подкладывает с подшарком за книгу ю-книгу. Так намечается в доме мой новый завет с родителями, разговоры с отцом о науке и с матерью о новых веяниях. В гимназии тоже является родственность интересов с воспитанником Владимировым, оставшимся на второй год в седьмом классе. Он великолепно рисует. Главное увлекается Врубелем, Малютином, Римским Корсковым, Русскую Стариною и Григом. На переменах мы оживленно толкуем, я его посвящаю в новую литературу и философию и искусство, он же ориентирует в новом русском искусстве. Мы заражаем друг друга. Общение в годах углубляется. Василий Васильевич Владимиров один из ближайших друзей моей юности и первых литературных лет. А друг его Янчин, сын покойного учителя географии вместе с Владимировым, оставшись на второй год, незаметно втягивается в наши беседы. Образуется тройка, и Владимиров, Янчин, как второгодники, и новички в нашем классе не заражены традицией не считаться со мной. И я, укрепленный моралью, саморазвитием, Соловьевыми, поддержкой родителей и признания меня Владимировым и Янчином, не без вызова оглядываю товарищей, вчера меня презиравших, пришла пора задать перцу им. Тут-то и разразился случай, я лопнул словами, так это было. Мать меня повела к Зубковым, к жене профессора и ее двум дочкам. Я неожиданно для себя запроповедовал барышням о значении философии Индии. Слушали разину в рты, и я себя ощутил вдруг с павлиним хвостом. Пошли ужинать. Присутствующий профессор детских болезней Корсаков мне показался вялым. Я, неожиданно для себя его оборвав, стал ему проповедовать, медицина не имеет критериев различать безумие от здоровья. Мадам Зубкова была смущена, мать удивлена, Корсаков обижен, гимназистки глядели на меня с восхищением. Я вдруг ощутил в себе некую мощь от чувства своей правоты. Дома мать не столько жаловалась на меня, сколько с юмором передавала. Понимаете ли, учит, да еще впал в азарт. Отец, знавший меня тихим мальчиком и сам в душе спорщик, поглядывал с недоумением. В самом деле, горенько, как так, дружок мой, с позволения сказать, толком не зная, учишь профессора? Ощутив вновь прилив странной мощи в себе, вместо того, чтобы сконфузиться, как обычно, впадая в азарты и роши волосы, я заявил, что у Корского нет вовсе логики. Как так, дружок? А он утверждает, что... и так далее. И, продолжая спор с Корсаковым, в первый раз круто, я заперечил отцу, заперечил с наскоком. Отец, забывая доводы, растерявшись, оглядывал меня с изумлением, вдруг рассмеялся, разведя руками. Скажите, пожалуйста, ерошится и фыркает. Вероятно, он и во мне увидел бугаевский перец. Тихий и боренько, став пригромким и пренесносным, остановиться не мог, да и проспорил. Весь восьмой класс и все четыре года университетской жизни. На другой день в гимназии, затеявший спор, он с потрясением пальца, сморщением бровей, проповедовал символизм. Туманно, но вдохновенно, обрушивая на головы сбежавшегося класса потоки имен и цитат, старичок-надзиратель, привыкший к тихому воспитаннику, хотел было крикнуть «Тише, бугаев!», но, встретившись его взглядом, опустил голову и прошел мимо. Класс фыркнул. Скоро недоумение оборвало смех. У меня оказались сторонники Владимиров, Янчин. Я разгромил Писарева, Макса Нордау, я выдвинул лозунги «Чудак!» так разводили руками. «Декадент», сказали потом, с удивлением, со страхом, не без почтения. Открылось, что декадент-то философ. Явились и перебежчики из лагеря презиравших. Они подчеркивали теперь мне свое почтение. Утвердилась вполне репутация теоретика символизма и классного Петрония, законодателя вкусов, после вопроса, поставленного учителем Бельским, Бугаев. «Ведь вы и Канта читали?» «Читал?» ответил я не без гордости. Вопрос был поставлен при отдаче классного экспромта на тему «Природа и поэт». Прорвавший снаружи поток слов и мыслей уже в берега не вмещался. Недавно писал Поливанову сочинения лишь стилистические, убирая все мысли, писал так, как надо писать воспитаннику. Но Поливанов к великому горю отказался от класса, преподавая лишь в нескольких, он заболел. Новый учитель Бельский стал нам задавать классные экспромты, не сдерживаемые пиететом. Привыкший уже проповедовать классу, я в данном экспромте уже проповедовал Бельскому символизм, сведя тему экспромта к проблеме созерцания идей в явлениях и запутавшись в определениях соотношения формы и содержания в родовых и видовых идеях, доказывая, что обычно принимаемое обратное отношение между объемом и содержанием в эстетическом мышлении переходит в прямое. Часовой экспромт разрастался в моей голове в философский трактат, в видениях, которому даже не успел я закончить ни о природе, ни о поэте, ни звука. Бельский был изумлен. Передавая мне сочинение, он говорил, «Я едва разобрался в ходе мыслей у вас, будем надеять, что вы сами бы разобрались в нем, если бы довели до конца сочинение, все же поставил мне пять». Товарищи глядели на меня с почтением, Павликовский покашивался с боязнью, «Не представляйтесь таким легкомысленным, вы не то, чем показываете себя», пробуркал он в ответ на какой-то мой гав. Бельский же рассказал в учительской о случае с сочинением и о том, что читаю я канта. «Конец гимназии, мой идейный триумф. Бронированный кулак символизм держит в поминовении иных из товарищей, сливки общества любезничают, папуасы испуганно уступают дорогу, тройка, Владимиров, Янчин, я, представительница высших интересов, они же интересы символизма». Тут умирает Поливанов. Его смерть удар. Новый директор сын Иван Львович вступает в директорство не весьма скромно и весьма тактично. С нами кончающими и не знавшими его как учителя держится он скорее старшим товарищем и умеет внушить доверие и уважение за несколько последних месяцев нашей гимназической жизни. Мне они окрашены сердечным отношением при идейных спорах с шестиклассником Володей Иковым, убежденным марксистом, участвующим в нелегальных кружках, он позднее писал под псевдонимом Миров. «Выпускной экзамен проходит удачно. Подаю прошение в университет. Я студент». Приводим сведения из аттестата зрелости, выданного белому по окончании гимназии. Закон Божий 5. Русский язык и словесность 5. Логика 5. Латинский язык 3. Греческий язык 4. Математика 4. Математическая география 5. Физика 5. История 5. География 5. Французский язык 5. Немецкий язык 4. В студенческом деле Белого имеется прошение потомственного дворянина Бориса Николаевича Бугаева о принятии на естественное отделение физика математического факультета Московского университета, куда он был зачислен в июле 1899 года. И отсюда мораль не надо вить веревок из неокрепших сознаний. Детство, отрочество и юность мои являют пример того, что получится из ребенка, которому проповедуют Дарвина, Спенсера, нумерацию в великой надежде сформировать математик. Оказывается, выдавливается не математик, а символист. Так славные традиции Льюиса и Бокля приложили реально руку к бурному формированию московского символизма в недрах позитивизма. У меня отобрали книги по искусству, изменили их своим чтением, и этим выдвили лишь мощный протест, мощность отнимоты моей. Какою угодно ценою, даже ценой подлога, сорвать с себя искусственную заклепку из Спенсера, я показывал язычок Шопенгауэром и прочую мистикою шестого класса гимназии. Одинаковое явление происходило в те годы с ближайшими спутниками, которых я в 1899 году вовсе не знал, например, с Элисом, Мэтнером, в то время студентом. Этот будущий западник, насквозь гетист, насквозь отрицатель русского духа, из протеста против обязательного западничества в оформлении янжулов и компании, педалировал немодным славянофильством, утверждая Аполлона Григорьева и Константина Леонтьева. Мой первый университетский товарищ Петровский с детства окуриваемой религии стал скептиком, изучающим материализм, и химиком в тот же период. И в те же дни гимназист Кобылинский, воспитываемый на любви к слову их классиком, старательно изучал Карла Маркса. Но химик Петровский, марксист Кобылинский, славянофил Метнер и символист Бугаев, тем не менее, через несколько лет оказались в том же товарищеском кругу. Основное, что создало возможность к общему языку, дух протеста против вчерашнего дня. Продолжение следует...